Дмитрий Ковпак Которые ставят перед нами вызовы И мы надеемся на то, что коллегиальное обсуждение Может способствовать нахождению тех или иных решений Это научно-практическая конференция Поэтому она посвящена и теоретическим аспектам И выступят очень уважаемые, известные коллеги Психиатры и психологи Наталья Николаевна Петрова, Алла Борисовна Холмогорова Евгений Юрьевич Абриталин И многие другие В том числе к нам присоединится коллега из Соединенных Штатов, из Нью-Йорка И мы надеемся, что сегодняшний день Так же, как и предыдущие наши конференции Будут насыщены и информацией И активным взаимодействием И полезными какими-то практическими аспектами Которые участники этой научно-практической конференции Могут для себя взять в свою практику Проблема суицидов Остро стоит перед всем человечеством И, конечно, это вызов, который Рождает не только современность Но и вся история цивилизации Но сегодня мы видим особые вызовы И пандемию И различные конфликты Которые порождают большое количество Психологических и психиатрических осложнений В частности, острый хронический стресс Посттравматическое стрессовое расстройство Депрессивные и тревожные расстройства Которые сочетаются с суицидальным И аутоагрессивным поведением Поскольку и гетеро, и аутоагрессия тесно связаны То нашей задачей, как специалистов Помогающих профессий Является помощь людям И в состоянии острого стресса И в помощи справляться им с его последствиями Поэтому все эти аспекты тесно переплесены между собой И я думаю, многие участники сегодняшней конференции И в своей практике, и на учебе Сталкивались с этими аспектами Я думаю, в этом взаимодействии активном И с помощью наших уважаемых лекторов И с помощью всех участников конференции Будет такой важный взаимообмен опытом Мнениями И теми практическими элементами Которые каждый из нас накапливает В течение своей практики Есть много решений в этой области Поэтому мы постараемся Не только констатировать факт этой проблемы Не только методологически ее разбирать Не только описывать статистику Или этиопатогенез Ну и, конечно, обсуждать Как мы можем помочь пациентам С суицидальным и агрессивным поведением И психофармакологически И психотерапевтически И через различные социальные аспекты Которые сегодня активно вовлекаются В такую уже комплексную терапию Различных нозологий И, в первую очередь, суицидального поведения Где мы видим важность биопсихосоциальной модели Предложенной Энгелем еще в 1977 году Где и биологические, и психологические, и социальные факторы Очень тесно взаимодействуют И их взаимовлияние требует, конечно, учета И в планировании терапии И в ее осуществлении И в методиках, технологиях Превенции, профилактики И первичной, и вторичной И третичной профилактики Суицидального поведения Я вижу, что к нам уже присоединились Наши уважаемые коллеги И позвольте мне представить Наталью Николаевну Петрову Здравствуйте Наталья Николаевна Очень уважаемый, известный специалист Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета Доктор медицинских наук Профессор Психиатр высшей категории И она возглавляет Санкт-Петербургское психиатрическое общество Бехтеревское И член правления российского общества Психиатра и член исполкома РОП Ее доклад Антидепрессивная терапия при депрессии И риске возникновения суицидальных идей Откроет нашу конференцию И я с удовольствием передаю слово Наталье Николаевне Благодарю организаторов конференции За приглашение к участию Для меня это большая честь Я уже неоднократно принимала участие В этой конференции И считаю ее чрезвычайно актуальной И благодарю за такое представление Да, мое сегодняшнее выступление Будет посвящено вопросам депрессии Суицидов и антидепрессивной терапии Ее роли в превенции Или напротив в актуализации риска Суицидального поведения больных с депрессией В связи с тем, что мое сообщение Я благодарна за это организаторам Понимаю ответственность этого момента Является первым, открывает конференцию Я позволила себе сделать несколько акцентов Немного выходящих за рамки заявленной проблемы А именно поговорить об эпидемиологии депрессии По мнению Всемирной организации здравоохранения Это одно из приоритетных заболеваний И именно депрессии уделено особое место В программе деятельности ВОЗ По ликвидации так называемых пробелов В области психического здоровья И есть план действий Рассчитанный на достаточно большой период До 30-го года По организации надлежащего оказания помощи Лицам с психическими расстройствами Где, еще раз подчеркиваю Особо выделяется проблема депрессии Эта проблема напрямую связана с Одной из задач, которая в плане действий ВОЗ обозначена Это уменьшение преждевременной смертности От неинфекционных заболеваний К которым как раз и относится депрессия Причем подчеркивается актуальность Как разработки профилактических мероприятий Так и лечения И поддержание, собственно, качества жизни населения В рамках вот такой превентивной работы Уровень депрессии заметно растет И есть данные ВОЗ, которые говорят, что Ну, за небольшой, в общем-то, такой обозримый исторический период Уровень депрессии повысился почти на 50% И в настоящее время во всем мире страдает примерно 4% населения Из них 5% взрослых и несколько больше, почти 6% Лиц уже старшего возраста депрессивными симптомами Смертность от депрессии довольно высока Причем это обусловлено, с одной стороны, как предполагается И ростом коморбидности депрессии с соматическими заболеваниями Но, несомненно, серьезный вклад Вот в такую высокую смертность Вносит и, собственно, завершенные суициды Особой проблемой является суицидальное поведение Лиц молодого возраста И этому уделяется большое внимание, надо сказать, и в нашей стране И самой Всемирной организации здравоохранения В частности, подчеркивается, что за последние десятилетия Обращаю ваше внимание, что это публикация 22-го года И публикация в журнале «Ланцет» ведущего в области здоровья журнала И здесь было подчеркнуто, что это проблема, вызывающая большое беспокойство Поскольку именно вот этот подростковый, юношеский возраст Что коллеги относят именно к молодому возрасту Связан с периодом становления С периодом формирования и социального, и когнитивного функционирования И эмоционального становления личности Поэтому, конечно, суицидальное поведение, депрессия у людей Именно в молодом возрасте привлекает большое внимание специалистов Это связано с тем, что еще недавно, в 2019 году Самоубийство занимало четвертое место Среди основных причин смерти в, вы видите, очень молодом возрасте И находится на третьем месте среди ведущих причин смертности В возрасте подростковом, юношеском Надо сказать, что суицид молодеет И вы видите, что подчеркивается, что уже в возрасте Начиная с 10 лет суицидальность резко возрастает Надо сказать, что все-таки имеет значение Тот экономический уровень, по тем данным, которые я нашла В которых проживает человек И значительное число самоубийств у лиц именно молодого возраста Подростков, юношей Наблюдается в странах с низким или даже средним уровнем дохода Это, конечно, значимый фактор, подчеркивающий роль Социально-экономических условий В целом, среди пациентов с депрессией Примерно 30% хотя бы раз в жизни предпринимают суицидальную попытку И все время, естественно, проводится анализ Какая же депрессия в большей степени сопряжена с риском суицидального поведения Есть данные, я привожу только данные последних лет То есть эта проблема продолжает привлекать внимание исследователей Что все-таки тревожная депрессия имеет больший риск по сравнению с нетревожной депрессией Пишут о том, что снижение уровня суицидальности Это важный показатель результатов лечения депрессии в целом И важный показатель исхода терапии депрессии И в этом плане говорят о значении терапевтически резистентной депрессии И есть работа, вот тоже работа недавняя, 18-го года Которая показывает, что независимо от применяемого метода лечения Резистентная депрессия ассоциирована с повышением риска суицида Я очень благодарна, что уже в начале сегодняшней конференции Подчеркнули значение пандемии Действительно, пандемия COVID-19 существенно повлияла И на распространенность депрессии в популяции И вот в частности данные по Соединенным Штатам Америки Которые на весьма репрезентативной выборке Показывают существенный рост депрессии Разного уровня тяжести Именно в период пандемии Причем вы видите, это очень серьезный показатель роста В несколько раз возрастает присутствие депрессии Как легкой, так умеренной, так и тяжелой депрессии И есть работы, которые подчеркивают, что вот этот процесс, он охватывает страны разных культур, разного экономического уровня Мета-анализ, который включал 8 стран И восточных стран, и Америку, и европейские страны Показал, что распространенность депрессии в популяции Подчеркиваю, независимо от заболевания COVID-19 Составляет Сегодня, например, в среднем 48% При том, что до пандемии Это было примерно 14,5% Это, конечно, очень серьезно То есть примерно 7% Сейчас от 14 до 48% Растет депрессия В очень разных своих проявлениях Вот здесь представлена распространенность симптомов Депрессии в общей популяции И вы видите, что она может быть представлена и когнитивными нарушениями И такими классическими Конгруентными аффекту переживаниями И, к сожалению, действительно значительно влияет на функционирование пациентов Снижая продуктивность деятельности В том числе и с когнитивными нарушениями И присутствуют, конечно, выраженные нарушения сна Ангидония существенно представлена в такой симптоматике Опять же, нельзя не отметить Что самые разные субпопуляции Охвачены ростом распространенности депрессии Несомненно, группой риска являются пациенты С имеющимися психиатрическими расстройствами И у них такие депрессивные состояния Выражены больше по сравнению с другими Представителями общей популяции И есть данные о том, что Несомненно, те, кто перенес коронавирусную инфекцию Они подвержены депрессивным расстройствам В течение длительного времени после выздоровления И постковидный синдром Включают в себя разные варианты депрессивного синдрома Апата, депрессивная остена, депрессивный тревожно-депрессивный синдром На протяжении многих месяцев Когда говорят о пандемии и риске суицида Публикации очень разные Есть, которые отмечают, что уже наблюдается Рост суицидальной активности Особенно в странах с низким социально-экономическим уровнем Есть работы, которые говорят, что пока не отмечается Рост суицидальности Но вот, на мой взгляд, очень важным является заключение наших коллег Которые прогнозируют существенный рост завершенных суицидов В отдаленном периоде после пандемии И говорят о том, что именно экономический спад Может явиться одним из факторов Наряду с ростом потребления психоактивных веществ Который обусловит рост числа смертей от самоубийств Подчеркивается, что действительно Люди молодого возраста И представители меньшинств Могут явиться такими группами риска В плане роста суицидальности Если говорить о депрессии Уже применительно к психиатрическим диагнозам Поскольку до сегодняшнего момента я обсуждала депрессию В широком понимании этого слова Без конкретной психиатрической диагностики Так как это представлено в литературе То, например, биполярная депрессия Вообще рассматривается как фактор Связанный с повышением риска суицидального поведения И частота суицидов у людей с биполярной депрессией В 20 раз выше, чем в общей популяции Высокий процент этих пациентов До 20% совершают законченный суицид И до 50% больных именно с биполярной депрессией Совершают как минимум одну суицидальную попытку Подчеркну, что биполярное расстройство Первого и второго подтипов Которые будут выделяться уже официально в МКБ-11 Практически не различаются по частоте суицидов В течение жизни Но при биполярном расстройстве первого типа Все-таки несколько выше показатель Распространенности суицидального поведения Идет поиск прогностических факторов Связанных с суицидом при биполярной депрессии И, конечно, с точки зрения полярности Несомненно, вот именно, естественно Доминанта депрессивных эпизодов В течение биполярного эффективного расстройства Ассоциировано с повышенным риском суицида И есть еще дополнительные признаки Характеризующие особенности течения Например, раннее начало Наличие сопутствующей коморбидности От психоактивных веществ И наследственно отягощенность Биполярным расстройством Это все рассматривается как Прогностически неблагоприятные факторы С точки зрения суицидального риска Хотела бы особо отметить Роль депрессии у пациентов С расстройствами шизофренического спектра Поскольку нет сомнений Что именно наличие депрессии В структуре шизофрении Ассоциировано с повышением риска Суицидального поведения этих пациентов При этом мне хотелось бы подчеркнуть Что даже наши собственные исследования Показывают, что примерно У 27% пациентов Которые расценены как ремиссионные пациенты Как пациенты, не вызывающие тревогу У лечащих врачей с точки зрения суицидального риска Они обнаруживают пассивные суицидальные мысли При прицельном исследовании И это, конечно, актуализирует Проблему и выявления И своевременной коррекции Суицидальных тенденций У пациентов с депрессией В структуре шизофрении Очень важным Прогностическим фактором Является импульсивность Причем в работах последних лет Вот эта работа 20-х годов Было показано, что именно импульсивные суициды Составляют половину всех случаев суицида И мы довольно часто сталкиваемся С импульсивными действиями у суицидентов И импульсивная агрессия Это ключевой фактор риска суицида У лиц молодого возраста И мы видим нередко именно Импульсивное суицидальное поведение Особенно подчеркиваю У молодых пациентов с депрессией В частности, например В рамках пограничного расстройства личности Когда говорят о значении лечения В превенции суицидального поведения У лиц с расстройствами настроения То, конечно, говорится о том Что именно эффективная терапия Длительная поддерживающая фармакотерапия Которая ассоциирована, связана И дополняется психосоциальными вмешательствами Конечно, снижает риск и попыток И завершенных суицидов И, конечно, клиническое выздоровление Здесь является ключевым фактором Но, тем не менее Это все-таки не так однозначно И возникает вопрос И он обсуждается сегодня А все ли антидепрессанты хороши Для превенции суицидального поведения И как само антидепрессивное лечение Связано с риском суицида Надо сказать, что в последние годы Применение антидепрессантов Вообще растет Что не удивляет Поскольку мы видим Растет сама депрессия популяции Но, тем не менее Это факт Который еще требует обсуждения С чем это может быть связано Действительно Например, в Германии Применение антидепрессантов Выросло на 46% В Испании на 20% В Соединенных Штатах Больше 60% Больных депрессией Лечится антидепрессантами Очень длительно То есть больше двух лет Можно предположить Что это многолетний процесс И вот здесь Приводится сравнительный анализ Распространенности Применения антидепрессантов На тысячу населения В разных странах Вы видите, что Соединенные Штаты лидируют На последнем месте В этом списке Находится Корея В качестве примера Можно отметить Финляндию Где такая частота Составляет 70 случаев На тысячу населения Конечно Показатели впечатляющие Наши отечественные данные Это публикация 2021 года В общем-то говорит о том Что мы не сильно отличаемся От таких общемировых показателей В частности, например В российских службах 19% пациентов С психическими расстройствами С разными расстройствами Применяют антидепрессанты Причем это Больше половины Амбулаторных пациентов И в общем Очень схожие данные Приведены по Москве 15% стационарных И 52% амбулаторных Психиатрических пациентов Получают антидепрессанты Независимо от Диагноза психического расстройства Конечно, там Включены пациенты с депрессией То есть это в общем Более-менее соответствует Мировой практике Распространенность антидепрессантов В практике велика Хотела бы отметить Что Достаточно большой Процент Людей Которые Совершали Законченный Суицид В какой-то Обозримый период Перед суицидальной Попыткой Применяли Психотропную терапию И Среди этих препаратов Которые применяли Эти люди Были и антидепрессанты Они доминировали Наряду с Гипнотиками И Анксиолитиками И Вот есть Данные о том Что 38,5 пациентов Суицидентов То есть люди Совершившие Законченный Суицид Получали Антидепрессанты По назначению Врачей В Предшествующем Самоубийству Году О чем это Можно говорить С одной стороны Это говорит о том Что По-видимому Действительно По крайней мере В значительном числе Этих случаев Была констатирована Клинически очерченная Депрессия С другой стороны Это говорит о том Что Значительное число Людей С Суицидальными Намерениями Оказывались В поле зрения Врачей Но тем не менее Несмотря на Терапию Совершали Законченный Суицид Это конечно Весьма настораживает С точки зрения Эффективности Выявления Суицидальных Тенденций И опять же Влияние Антидепрессивной Терапии На снижение Уровня Суицида Риска Суицида Вот здесь Приведены работы В общем-то Конца 2000-х годов Которые Говорят О том Что Вопрос О связи Суицидального Поведения С приемом Антидепрессантов Он остается Открытым Для анализа Изучения Что данные Имеющиеся На сегодняшний день Они противоречивы И Есть мнение Что Доступные нам Доказательные Исследования В общем-то Не Убедительны С точки зрения Вот Превентивной Эффективности Антидепрессантов В отношении Повышения Риска Суицида Или Снижения Риска Суицида Мы до конца В этом Не может быть Уверены Есть такое мнение Но Есть работы Которые включают Очень большое число Пациентов Например 18,5 тысяч Пациентов Которые Не обнаружили Связи Суицидарности С приемом Антидепрессантов Вообще Или Например Есть работа Проведенная На пациентах Взрослого возраста От 18 лет И старше Которая Показала Что Антидепрессанты Не отличаются Это плацебо Контролируемые Доказательные Исследования По числу Самоубийств То есть Все они Примерно Одинаково В этом отношении И мы не можем Выделить Антидепрессанты Которые связаны С большим риском Суицидарного поведения Однако Есть И другие Работы Которые Говорят О том Что Это Рандомизированные Клинические Исследования Что Современные Антидепрессанты Именно Антидепрессанты Современной Генерации Нет Рециклические Антидепрессанты Здесь имеется Ввиду Связаны С повышенным Риском Суицида Именно У лиц Молодого возраста Но при этом Положительно Влияют На суицидальный риск Снижают Суицидальный риск У людей Старшего возраста То есть Что Имеет Значение Все-таки Возрастной Фактор Есть Много Работы И это Тоже Работы Двухтысячных Годов Которые Говорят О том Что Все-таки Нет Антидепрессанты Положительно Влияют На Превенцию Суицидального Поведения И Есть Работы Которые Говорят Что все-таки И это Показывают Постмортальные Исследования Что все-таки Чаще Совершают Законченный Суицид Пациенты Которые Не получали Антидепрессанты И Говорят О том Что риск У людей С нелеченной Депрессией Риск Суицида Существенно Выше Нежели У пациентов Которые Получают Лечение Антидепрессантами Получают Лечение Депрессии И Есть данные Которые Говорят О том Что На Эпидемиологическом Уровне Все-таки Показано Положительное Влияние Антидепрессивной Терапии Ну вот Для меня Как психиатр Это чрезвычайно важно Поскольку Действительно Я должна Понимать Мои действия Они Помогут Пациентам И наоборот Поставят их Под угрозу Риска Совершения Суицида И я Нахожу Для себя Например Ответ В том Что тут Вопрос Как лечить В значительной Степени Среди Факторов Которые Выделяются Как факторы Риска Возникновения Суицидальных Мыслей И Совершения Суицидальных Попыток На фоне Антидепрессивной Терапии Относятся В том числе И трогенные Факторы Это Например Начало Терапии Сразу Высоких Доз Антидепрессантов Это Неэффективное Лечение Отсутствие Терапевтического Ответа Положенные Для антидепрессантов Сроки Конечно Нужно Обращать Внимание На факторы Риска Совершения Суицида И учитывать Это В своей Терапии А в частности Это Например Наличие Суицидальных Попыток В анамнете Мы знаем Что это Серьезный Такой Прогностический Фактор И Это Сопутствующее Употребление Психоактивных Веществ Поскольку Действительно Мы знаем Что Употребление Алкоголя Может выступать В качестве Фактора Облегчающего Суицидальную Попытку Именно Состояние Обвинения Кроме Того Говорят О том Что В качестве Факторов Повышающих Уровень Суицидальности Уже После назначения Антидепрессивной Терапии Может быть В общем-то Плохая Диагностика Это опять Я считаю Роль Суицидальный Риск У пациента Это Гиподиагностика Биполярной Депрессии Потому что Как я уже Постаралась Сегодня По крайней мере Подчеркнуть Именно Биполярная Депрессия Это Значимый Фактор Риска Суицидального Поведения Кроме Того Конечно Нельзя Исключать Что Суицидальные Мысли Могут Возникнуть Уже После Начала Антидепрессивной Терапии Правда Отмечается Что Этот феномен Редко наблюдается У пациентов Взрослого Возраста И даже Если он Встречается У пациентов Взрослого Возраста В принципе Наблюдается Такая благоприятная Тенденция К постепенному Ослаблению Этих Суицидальных Намерений В первые 4-6 Недели Терапии Но Возникнуть Впервые Уже на фоне Антидепрессивной Терапии Эти мысли Могут И это Надо иметь Ввиду Особая Конечно Группа Риска Это Вот дети И подростки О чем Я сегодня Тоже Постаралась Привести Подробные Данные И например Работа 21-го года Это серьезный Метаанализ Который Обобщил 26 Доказательных Исследований Касающихся Отдельных Антидепрессантов С точки зрения Сравнительного Анализа Их влияние На Повышение Риска Суицида Ну вот Видите В общем-то Результаты Не слишком Убедительны Действительно Я специально Привела Вот эти Формулировки По крайней мере Незначительно Но тем не менее Есть определенные Ориентиры Что Есть Некоторые Антидепрессанты Современной Генерации Здесь анализируются Именно антидепрессанты Современной Генерации Которые Говорят Что Все-таки Вот Эти антидепрессанты Не сильно Повышают Риск По сравнению С плацебо Но Вот В отношении Верлофоксина Результаты Более Настораживающие Они говорят О том Что все-таки По сравнению С стеллопрамом Который Вроде бы Отличается В лучшую сторону Да По Влиянию На суицидальный риск Даже из Приведенных Здесь Современных Антидепрессантов Вот Венлофоксин Может Усугубить Риск Суицидального Поведения Конечно Надо Обязательно Иметь ввиду Риск Завершенного Суида С применением Антидепрессантов Когда мы Назначаем Антидепрессивную Терапию Почему Потому что Каждое Пятое Самоотравление Проводится Именно с помощью Антидепрессантов То есть Понятно Что человек Уже Скорее всего Их получал Имел В своем Распоряжении Антидепрессанты Применяются В 20% Случаев Завершенных Суицидов Путем Самоотравления И даже Больше До 30% Случаев Незавершенных Суицидов Это вот Данные По Великобритании И Особенно Повышается Риск Когда Применяется Для Самоотравления Не один Препарат А Разные Несколько Препаратов И Это повышает Риск Завершенного Суицида И довольно Часто Тоже Применяется Что Тоже Нужно Учитывать Врачу Который Обязан Контролировать Сколько Антидепрессантов Находится В распоряжении Пациента И в каком Количестве И вот Эта работа Наших Отечественных Коллег Которые Анализировали Архивные Материалы 348 Случаев Были включены В анализ Пациентов Которые Совершили Суицидальную Попытку Было Показано Что При попытке Самоотравления У наших Пациентов Преобладала Амитриптерия Это Конечно Очень Настораживающий С моей точки Данных попыток И Вот в частности Очень активно Анализируется Значение Селективных Ингибиторов Обратного Захвата Серотонина И данные Тоже Очень Противоречивые Есть те Которые Говорят Что Риск Суицида Не повышается У взрослых Пациентов Получающих Антидепрессанты Этой группы Подчеркиваю У взрослых Но Есть результаты Которые Говорят Что Например Риск суицида Удваивается При применении СИОЗС То есть Очень И очень Такие Повторяю Неоднозначные Данные Которые Заставляют Внимательно К этому Относиться Поэтому Хочу Обратить Ваше Внимание На Серьезные Свидетельства Разного Риска Фатальной Токсичности Антидепрессанта И Это Вот Очень Я считаю Должен быть Важный Ориентир При выборе Антидепрессанта Для Ведения Пациента С суицидальным Риском Здесь Я привожу Данные Коллега Из Великобритании Из Соединенных Штатов В значительной Степени Они Пересекаются Еще раз Подчеркиваю Речь Идет Именно Показатели Фатальной Токсичности Что это Такое Это число Завершенных Суицидов Число Незавершенных Суицидальных Попыток При самоотравлении Антидепрессантами И Точка Отчета Является Как раз Сами Трептели Поскольку У него Самый Высокий Показатель Вот этой Фатальной Токсичности Почему Я обратила Ваше Внимание На Вот такие Отечественные Данные По Самоотравлению С помощью Трициклического Антидепрессанта Вы видите Верлофаксин Также Выделяется Нарезу с этим Мертозапин Бупропион Из группы Селективных Египетов Обратного Захвата Серотонина Наибольший Риск Отмечается У циталопрама Как по данным Великобритании Так и Соединенных Сатах Америки То есть Все-таки Антидепрессанты Различаются По Риску И Завершенного Суицида И по Риску Суицидального Поведения Очень много Хороших Работ Посвящено Флавоксамин Это меня Порадовало Причем Работы Эти Давние Которые Убедительно Свидетельствуют О том Что действительно Антидепрессант Рекомендовал Себя Как Достаточно Безопасный С точки Зрения Суицидальности И даже Как препарат Влияющий Положительно На суицидальные Риски И Работа Уже В 2000 Годов Тоже Об этом Говорят И Что Очень Важно Что Действительно Сегодня Мы Например Имеем В нашем Распоряжении Вот Такую Расфасовку Антидепрессанта Которая Соответствует Современным Международным Подходам К Предоставлению Антидепрессанта В распоряжении Пациентов Например Европейское Региональное Бюро Всемирной Организации Здоровоохранения В 2018 Году Просто Выпустил Рекомендации Которые Говорят о том Что надо Ограничивать Доступ Пациенту С риском Суицида Недельным Количеством Антидепрессанта Там это Даже Прописано Что мы Обязаны Это иметь Ввиду И поэтому Конечно Значит Вот Возможность Выписать Пациенту Упаковку Вот именно Определенного Количества На неделю Не больше Это крайне важно И у нас Коллегой Не так давно В 2021 году Вышла статья Посвященная Превенции Импульсивного Суицида С применением Антидепрессантов У амбулаторных Пациентов Естественно Пациентов Которых Мы не можем Держать за руку Как это возможно В стационаре Хотя это тоже Не гарантия И я хочу Обратить ваше Внимание Что действительно Мы подчеркиваем О том что Вот даже Об этом Надо думать Вот в какой Упаковке Выписать Антидепрессант Пациенту Особенно Если у него Есть риск Импульсивного Суицида Исходя Именно Из современных Международных Рекомендаций Надо сказать Что к стратегиям Уменьшения риска Суицидального Поведения На фоне Антидепрессивной Терапии Работы Последних Лет Это Конец Вторая Планет 2000-х Готов Как раз Относит Необходимость Ограничивать Доступность Антидепрессанта Для Пациентов С высоким Риском Суицида Надо Конечно Иметь ввиду Ту дозировку Которую Ты выписываешь Пациенту И Это касается Пациентов Любого возраста Не только Молодого Подросткового Или юношеского Что Надо Обязательно Вовлекать Родственников В психообразовательный Процесс Для того Чтобы сформировать У них Правильное Поведение И Особенно Это касается Амбулаторных Пациентов Вовлекать Их Контроль Над Хранением И приемом Антидепрессантов И Конечно Я привести Еще некоторые Рекомендации Касающиеся Именно Пациентов Молодого Возраста В частности Подчеркивается В качестве Такой Возрастной Градации Возраст Младше 25 лет И Нам Рекомендуют Обращать Повышенное Внимание На ведение Этих пациентов Особенно В первые Четыре Недели После начала Антидепрессивной Терапии Тщательно Контролировать Именно Суицидальный Риск В этой Группе Пациентов Независимо От их Исходного Суицидального Риска И Конечно Наблюдать Их С большой Частотой И Вот FDA И Британский Национальный Институт Правоохранения Даже Напротив Рекомендует У пациентов В возрасте Даже До 30 лет Осуществлять Контрольные Визиты В период Начала Терапии Буквально Каждую Неделю И Это Конечно Распространяется Не только На период Начала Терапии Но и На период Изменения Дозировок Вот Когда Мы Меняем Дозировку Антидепрессанта Как в сторону Повышения Так и в сторону Снижения Мы Должны Понимать Что это Тоже Период Риска Актуализации Социальных Тенденций Вот Есть Серьезные Рекомендации Основанные На результатах Доказательных Исследований Которые Говорят О том Что Вот Такими Стратегиями Превенции Социального Поведения У пациентов С депрессией Является И Ограничение Доступа К средствам Самоубийства И сюда Относятся Как раз Некоторые Лекарства И я С уверенностью Могу Отнести Сюда Трициклические Антидепрессанты И некоторые Современные Антидепрессанты Как вы Видели Это Конечно же Необходимость Работы Со Средствами Массовой Информации Потому Что Мы знаем Что Нередко Мы сталкиваемся С безответственным Освещением Суицидального Поведения И Конечно Это Работа С группами Риска В частности Это подростки Юноши И Несомненно Раннее Выявление И Корректная Терапия Сопровождение Всех Лиц С Различными Формами Суицидального Поведения Могу Сказать Что Сегодня Конечно Мы сталкиваемся В клинической Практике С Очень Высокой Частотой Самоповреждающего Поведения У Людей Молодого Возраста Это Конечно Группа Риска В плане Суицида Благодарю Вас за внимание Уважаемые Коллеги Я надеюсь Я уложилась Да Спасибо большое Наталья Николаевна За очень Содержательный Доклад И оперативность Вы Вовремя Очень Точно Пунктуально Спасибо Спасибо Успеха Работе Конференции Спасибо Большое И до новых Встреч И на Программе Посвященной Суицидальному Поведению Терапии И на Конечно Следующей Конференции Спасибо Благодарю Вас Дорогие Коллеги Спасибо Спасибо И позвольте Представить Алборисовну Холмогорову Замечательного Нашего Коллегу Профессора Доктора Психологических Наук Заведующего Кафедрой Клинической Психологии Психотерапии Декана Факультета Консультативной Клинической Психологии Московского Государственного Психолога Педагогического Университета И ведущего Научного Сотрудника Дней скорой Помощи Имени Склифосовского Ну и конечно Матриарха Когнитивно-поведенческой Терапии По Чьим Статьям И монографиям Мы учились Еще с 90-х Годов Спасибо Большое Алла Борисовна Что Сегодня Сделаете Доклад На этой Конференции Мы очень Рады Всегда Вас Видеть И с Большим Удовольствием Слушаем Ваши Доклады Если Можно Микрофон У вас Отключен Алла Борисовна Извините Дмитрий Викторович Во-первых Большое спасибо За приглашение И Я бы хотела Сказать Что Это действительно Повторить слова Натальи Николаевны Это действительно Очень важная Конференция Потому что Проблема Суицидов Приобретает Все более и более Важное значение В нашем Таком Очень сложном Современном Обществе С огромным Удовольствием Слушала Сегодня Доклад Ну Как всегда Наталья Николаевна Это Очень Интересный И Очень важный Как всегда Она факты Сообщает И вот Сегодня Я бы хотела Рассказать О тех Результатах Которые Были получены Нами Собственно Говоря В исследованиях Уже Причин Психологических Факторов Самоотравления Которые Вот Были Проведены На базе Нашими Сотрудниками На базе Институт Скорой Помощи Имени Склифосовского Это не только Будут Данные Статистики Это будут Данные Нашего Собственного Исследования Я только Прошу прощения Я вот сейчас Попробую Сделать Большой Экран Сейчас Одну секунду Мне придется Еще раз Извините Вот так Все в порядке Конечно Да Сейчас я Так Сейчас хорошо Экран виден Да Сейчас отлично Спасибо большое Итак Самоотравление С целью Суицида И их связь Вот Способов Самоотравления С личностными Характеристиками Сейчас Будем листать Я хочу Начать Вот Поскольку Мы Сотрудники Не только Вот Московского Психолога Педагогического Университета С моими коллегами Ольгой Дмитриевной Пуговкиной И Марии Игоревны Суботич С которыми Вот вместе Было проведено Это исследование Но и Мы Также Вот сотрудники Отделения Острых Отравлений И сама Психиатрия Не Скорой помощи Имени Склифосовского Нам В общем Пришлось Так сказать Довольно Серьезно Проникнуть В такие Тесные Внутренние Связи Токсикологии Психиатрии И вот Буквально Недавно Там В прошлом Месяце Прошли Юбилейные Лужниковские Чтения Евгения Алексеевич Лужников Ну Это один Из таких В общем-то Создатели Отечественной Токсикологии Много лет Психиатром Приживших Различное Самоотравление В 90-х годах Появилась Вот такая Книга Трегубова Ивагина Эстетика Самоубийства И я знаю Из рассказов Своих коллег Из отделения Острых Отравлений И самотопсихиатрия Что Очень высок Рисок Риск Отравления Самоприжигающими Самоприжигающими Жидкостями И Свойственные Лицам С расстройствами Личности И с Аффективными Расстройствами И нередко Могут Так сказать Вести К неоднократным Попыткам Но Как мы знаем Каждая Суицидальная Попытка Увеличивает Риск И опасность Летального Исхода Каждая Новая Поэтому Очень Внимательно Нужно Относиться Конечно К этим Пациентам Тоже Ну Мы вам Здесь Хотим Привести Также Некоторую Статистику Суицидов И именно Самоотравления Как способов Суицидальных Действий Наталья Николаевна Уже Говорила О том Что Самоотравление Лекарственными Средствами В том числе Антидепрессантами Одна из Главных Причин Главных Способов Суицидов Но Вот На психотропные Препараты Из всех 30% Самоотравления Приходится 14% И 10% На гипотензивные И антиаритмические Препараты Которые Вот В том числе Нас Интересовали В нашем Исследовании И Вы видите Что Мы здесь Ну Показали Еще раз Статистика Мы опять В общем Переместились На одно Из первых Мест В мире И Это тем более По статистике Суицидов И это тем более Делает Вот такого рода Конференции Как сегодняшняя Очень и очень Актуальными Ну Понятно Что Нужно Уже Вот Буквально Когда Эти пациенты С попытками Суицидальными Поступают В отделение Токсикологии Быть Очень Внимательными Потому что От 20 До 60 Процентов Суицидентов Предпринимают Повторные Попытки С интервалом До трех лет И каждая попытка Повышает Риск Летального Исхода Итак Вернусь Сейчас Вот К токсикологической Реанимации Которую Мы С коллегами Психологами Которые Сейчас Вот Являются Научными Сотрудниками Этого Этих Этого Отделения Не из Клифосовского Надо Рассматривать Как первый Этап В процессе Оказания Помощи Профилактики Повторных Суицидов Дорогие Коллеги Что бы мне Здесь Хотелось Сказать Да Вот Большой Проблемой Как я Поняла На Лужниковских Чтениях Где Присутствовали Токсикологи Ну Со всех Из всех Регионов России Является Вот Эта Необходимость Тесной Работы Психиатров И Токсикологов А Также Психотерапевтов И Психологов Потому что До настоящего Времени В Токсикологических Отделениях Все-таки Отмечается Нехватка Такого рода Психиатров Психиатров Психотерапевтов Психологов Поэтому Нередко Вот Этой Первой Именно Психологической Психиатрической Помощи Не оказывается Проходит Детоксикация Проводится Пациенты Спас Ну Спасается Их жизни Но Столь важное На этом этапе Мероприятие По оказанию Первичной Психологической Помощи И уже Некоторого Направления Этих Пациентов За дальнейшей Помощью То есть На следующей Стадии Реабилитации Профилактики Суицидального Поведения Этому Наверное Уделяется Пока Недостаточное Внимание И вот Мы с коллегами Видим В этом Одну из Основных Наших Наших Задач Я бы Хотела Тоже Всех Так сказать Коллег Которые Сегодня Слушают Нас И присутствуют На этой Конференции Обратить Вот на это Внимание Потому что Пациенты Которые Оказываются В результате Острых Самоотравлений Находятся В трудной Жизненной Ситуации И субъективно Как мы знаем Многим Она кажется Неразрешимой Доминирует Чувство Безнадежности И в этом плане Психологическая Помощь И вот Такая Ну Некоторая Маршрутизация Этих Пациентов Это Установление Отношений С различными Другими Службами Это Очень важно Для отделения Токсикологии Хочу Напомнить Вам Одну Может быть Из самых Таких Целостных И Всеохватывающих Моделей Суицидального Поведения Рони Уконнера Одного Из ведущих Суицидологов Нашего Времени Это Так называемая Трехфазная Модель И Вы видите Что На этой Картинке Что Он Выделяет Действительно Три фазы Первая Это Премотивационная Фаза И там Имеют Место В первую Очередь Уязвимость Да Или Диатез К суициду Это Определенные Личностные Характеристики И Конечно Такие Триггеры Как Стравмирующие События Особенности Окружения На Мотивационной Фазе Да Когда Диатез Сработал Тоже Существуют Свои Медиаторы О которых Мы Сегодня Поговорим В том числе Докладывая Данные Своего Исследования И эти Медиаторы Их действия В конце Концов Приводят Вот К той Самой Волевой Фазе Активных Действий Где Импульсивность Низкая Чувствительность К боли Прошлого Патсуицидальных Попыток Могут Играть Решающую роль Для Завершенной Попытки Суицида О чем Собственно Вот тоже Говорила Наталья Николаевна Мы На прошлое Нашей конференции Полностью Посвятили Нашему Рассказу О руминациях И Адаптации Опросника Ну Который Диагностирует Уровень Руминативного Мышления И Считаем Что это Очень Важная Так сказать Такой Фактор Риска Да Или Модератор Модератор Суицида И Обращаем Внимание Что именно Вот Вторая Фаза Да Мотивационная Фаза Она Вот по Коннору Прежде всего Связана С Такой Стратегии Неадекватной Стратегии Руминации Да Которые Свойственны Пациентам С высоким Суицидальным Риском Да Или вот Руминативное Мышление Называют Еще Муслительной Жвачкой И На второй Фазе Они Приводят На второй Фазе Вот Эта Модели Суицидального Поведения У Коннора Они Приводят К эффекту Ловушки Чувство Безнадежности Так называемому Тоннельному Видению Без Так сказать Света Впереди Также Сама Предиспозиция Или Диатез К суициду Первая Стадия В модели У Коннора Это Дезадаптивный Стиль Мышления Потому что Руминация Это Склонность К умственной Жвачке Это Собственно Говоря Идиатез И Предиспозиция Потому что Это Некоторая Устойчивая Стратегия Пациентов Из группы Риска Застревание На повторяющихся Неприятных Мыслях Воспоминаниях На тему Прошлых Неудач Которые Так сказать Могли бы Не произойти На тему Потерь Ошибок И так далее Очень высокий Уровень Самокритицизма И негативного Селектирования Также По Многочисленным Исследованиям К предиспозиции Или диатезу Относится Высокий уровень Алекситимии Или низкий Эмоциональный Интеллект Это трудности Собственно Осознания Своих чувств И Их Переработки Также Трудности Обращения За помощью Потому что Именно Понимание Своих Эмоциональных Состояний Возможность Вербализовать Выразить Их Она В общем-то Является Необходимой Предпосылкой Для Обращения За помощью А сейчас Было Очень масштабное Исследование Смоллера Дорогие Коллеги Нидерландского Исследователя Который Провел Такой Знаете Метаанализ Сложив Очень много Разных Исследований И выявляя Главный Фактор Протектор Депрессии И суицида И оказалось Что таким Намного С большим Отрывом Таким фактором С большим Отрывом Следующим От всех Остальных Является Способность Обратиться За помощью Способность Заявить О своих Проблемах И Рассказать О них И вот Поэтому Мы сейчас Очень должны Большое Внимание Уделять Развитию Эмоционального Интеллекта И вот Этому Фактору Риска Такому Фактору Риска Как Олекситимия Также К диатезу По данным Многочисленных Современных Исследований Относится Перфекционизм Или фиксация На достижениях На совершенстве Страх Не соответствовать Ожиданиям Тоже Прежде всего Социально Предписан Перфекционизм То есть Это постоянное Ощущение Очень высоких Ожиданий От себя Что в современном Мире К сожалению Таким Нарциссическим Очень В общем-то И обоснованно Бывает Нередко И очень Большой страх Не соответствовать Этим Ожиданиям Также Переживание Одиночества Это тоже Доказанный Фактор Риска Склонность Переживанию Одиночества Изоляции Доказанный Фактор Риска Суицида И наконец Это черты Пограничного Личностного Расстройства Того самого Расстройства О котором Тоже Говорила Наталья Николаевна Как Таком Растущим Эпидемиологически Растущим В современном Мире Расстройстве Которые В частности Связаны С очень Высоким Риском Самоповреждений Которые Хоть Не всегда Далеко Делаются С намерением Умереть Но тем не менее Нередко Приводят И к летальному Исходу Очень Высокий Риск Связан С эмоциональной Дезрегуляцией Импульсивностью Здесь Хотим Напомнить Также Что еще Вот в классической Психосоматической Медицине Был выделен Такой Тип Поведения А Да Это Связаны С такой Сверхответственностью Ригидностью Определенной Трудоголизмом Постоянным Чувством Нехватки Времени Стремлением Достижения Но вообще В современных Терминах Это те же Перфекционисты И Вот Психологические Факторы Кардиометаболического Риска Это Именно Да То есть Которые ведут К приему Часто Вот Ну Ответственные За В том числе Гипертоническую Болезнь И ведут К приему Гипотензивных И антиаритмических Препаратов Это вот Определенные Тоже Личностные черты На чем мы На что Мы бы хотели Сегодня Обратить Ваше внимание И Также Как вот Сегодня О возможных Рисках Суицида Связанного С приемом Трициклических Антидепрессантов Говорила Передо мной Наталья Николаевна Также Есть данные Что Риск Депрессии Также Также Могут Повышать Прием Бета Адреноблокаторов Особенно В комплексе С препаратами Снижающими Уровень Холестерина И Такие Исследования В общем Носят Несколько Противоречивый Характер Так же Как и В случае Антидепрессантов Есть данные За это Есть и Данные Против Но В общем Мы Считаем Что Современные Данные Все равно Предрасполагают К тому Чтобы Кардиологов В общем Предупреждать Тоже Об опасности Вот этих Препаратов Возможной Опасности Этих препаратов И Чтобы они Были Внимательнее Так же Как и Психиатры Назначающие Антидепрессанты В плане Наблюдения За Этими Пациентами Не буду Сейчас повторять Данные Которые Великолепно Рассказала Наталья Николаевна По поводу Времени Депрессии Хочу Только Обратить Внимание Еще раз Вслед за ней О рисках Связанных С назначением Тритетлических Антидепрессантов Особенно В молодом Возрасте И Также Особенно Важно Было Отметить Что Среди Психотерапевтических Методов Именно Когнитивно-бихеваронитерапия Была Определена Как Эффективное Лечение Особенно В сочетании С Лечением Антидепрессантами Но Тут Очень Важно Отметить Дорогие Коллеги Что Есть Данные О том Что Для лечения Депрессия Легкой Степени Антидепрессанты Вряд ли Будут Эффективнее Чем Плацебо И Только Когда Симптомы Депрессии Перестают Быть слабыми Ответ На Антидепрессанты Начинает Опережать Реакцию На Плацебо Ссылки На Соответствующие Следования Я Здесь Привожу И Поэтому Например Американская Психиатрическая Ассоциация Считает Использование Антидепрессантов Для пациентов С легкой Депрессией Оват Ритмент То есть Чрезмерное Лечение И Рекомендует Начальный Выбор Для В качестве Начального Выбора Лечения Для этих Пациентов Когнитивно Бисевиоральную Терапию Что для Нас В общем Очень Важно Как Для Представителей Именно Этого Подхода Но При Всем То Что Наталья Николаевна Говорила О планах Всемирной Организации Здравоохранения О развитии Так Сать Ну Новых Методов Помощи Доступности Психотерапии Нас Очень Пугает Новый Тренд Переход К цифровой Психотерапии Что будет Распространена У меня Будет Получен В широкое Распространение Коллеги Я уже Мое время Уже Заканчивается Поэтому Я очень Сейчас Быстро Расскажу О исследований Собственно Мы Сравнили Пациентов Которые Поступили С Самоотравлением В результате Лечения Гипотензивными Антиаритмическими Препаратами А также Психотропными Препаратами Вот было Две группы Пациентов И как вы Здесь видите Мы Использовали Набор Опросников Помимо Самоотчетной Шкалы Депрессии Это был Опросник Дистанциональных Побеждений При пограничном Расстройстве Шкала Перфекционизма Шкала Одиночества Шкала Руминации И Торонцкая Шкала Аликситимии Собственно Все те Инструменты Которые Направлены На важность На Направлены На важные Факторы Предиспозиции К суициду И вот Мы получили Что в группе Лечения Психотропными Препаратами Резко Преобладали Больные С более тяжелым Регистром Хроническим Характером Заболевания А в группе Отравления Гипотензивными Препаратами Более легкие Регистры Расстройства В форме Ситуативной Реакции Также По шкале БЭКа Мы получили Те же Самые данные Что более тяжелый Уровень Депрессии Отмечался В группе Пациентов Которые Лечились Психотропными Препаратами И вот Собственно Очень коротко Основной Результат Дезадаптивные Личностные Черты Такие как Перфекционизм Переживание Одиночества А также Черты Пограничного Личностного Расстройства Встречались Более чем У половины Пациентов Пациентов В группе Психотропных Препаратов И примерно У трети Пациентов В группе Лечения Гипотензивными Препаратами Это указывает На то Что необходимо Эти группы Риска Поступающие В группы Риска Повторных Попыток Летального Исхода Необходимо Конечно Их выявлять Уже на этапе Поступления В токсикологические Отделения Вот То же самое Мы получили В отношении Дезадаптивного Стиля мышления В виде Руминирования И алекситимии Да Вот Что особенно Высокая Группа Риска Это группа Отравления Психотропными Препаратами Но и где-то Примерно Треть Пациентов Группы Отравления Гипотензивными Тоже Относится К высокой Группе Риска Поэтому Мы Предложили На основании Нашего Пилотажного Исследования Вводить Скрининг Индикаторов Риска Повторных Суицидальных Попыток Вот Набор Методов Которые Мы Которые Сработали На пилотажном Исследовании А также Обязательно Уделять Внимание Маршрутизации Пациентов Направляют Специализированные Учреждения И обязательно Включение В работу Родственников Пациентов Вот о чем У нас уже В Москве Существует Совместный Проект С московским С московской Службой Психологической Помощью Населению Спасибо За внимание Я надеюсь Что я не очень Превысила Время Напротив Анна Борисовна Идеально Вы Даже Минуту Одну Еще Имеете В запасе Но я думаю Что мы Можем Посвятить Не только Эту минуту Но и больше Количества Времени Ответом На вопросы Несколько Вопросов В чате В первую очередь Большая Благодарность Конечно И от меня Лично И от участников Нашей конференции Они в чате Пишут Очень много Слов Признательности Благодарности За такой Насыщенный Емкий И очень Содержательный Доклад И Возник вопрос Сразу Неских Участников По поводу Упомянутой Вами Цифровой Психотерапии И некоторые Даже спрашивают Являетесь ли Вы ее Противником Или Адептом Да И если Да В ту или В другую Сторону То такие Аргументы За и Против Которые Вы уже Отчасти Упомянули Вы знаете Дмитрий Викчик Дорогие Коллеги Вот как раз Будет Большой Доклад На эту Тему У нас На следующей Неделе Будет Конгресс Международный Конгресс Посвященный Выгодскому Иллурию Будет Отдельное Даже У нас Он Вообще По Цифровизации И Мы сделали Там Как раз Связанный Вот С психологической Помощью Цифровой Меня Нельзя Назвать Таким Категоричным Противником Но Ни в коем Случа Не адептом Я считаю Что Современное Распространение Цифровизации Психологической Помощи Психотерапевтической Помощи Очень тесно Связано С конъюнктурой И Современные Исследования Показывают Что Там Где Мы Человеческий Компонент Убираем Вообще Да То Эффективность Такого рода Помощи Она Очень Низкая А кроме Того Исследования Доказательные Многие Проведены Некорректно И Это Я тоже Мы Вот с моими Коллегами Въедливые Так сказать Изучая Качество Исследования Доказательных Мы тоже Постарались Вот Это Обнаружить И мы конечно Подготовим тоже Публикацию На эту тему Потому что Это может быть Сейчас одна Из самых горячих Тем Да Вот Согласны Абсолютно Особенно Начиная с пандемии Когда Была необходимость Такая В дистанционных Формах Но Такой тренд Сохраняется И даже развивается И конечно Нужно Оценить Нет коллеги Не верьте Давайте Будем здесь Очень большими Скептиками Попытка Убрать Психологов Заменив их Различными Устройствами Не дадим Программами Пока Пока Явно Преувеличены По своей Эффективности Чем В реальности Но Мы приглашаем Тогда От вашего лица Алла Борисовна Всех Участников Нашей конференции На эту Замечательную конференцию Посвященную Таким Нашим Великим Соотечественникам Люсменычу Выгодскому Александру И их Живой Ум И как раз Такое Душевное Взаимодействие С людьми Зажигая сердца Это пример Того Что Конечно Машина На нашем Поприще Еще не скоро Заменит Реального Живого Человека И такие Встречи Посвященные Памяти Этих Великих Ученых И живое Общение Такая Коллаборация На них Это Очень важное Дело И спасибо Большое Алла Борисовна Что Рассказали И что У вас Будет Такой Прекрасный Доклад По очень Очень Актуальной Теме Потому что Это Животрепещущий Вопрос У многих Уже Такие Опасения По вытеснению Людей Из разных Сфер И мы Надеемся Что наша Сфера Как раз Будет Примером Что люди По-прежнему Важны Нужны И что Человеку Нужен Человек А не Только Такой Электрический Электронный Или механизированный Собеседник Но Спасибо Большая Благодарность Еще раз От меня От всех Коллег В чате Спасибо Еще раз И мы Переходим К следующему Докладчику Альберт Инзирович Муртазин Преподаватель Нашей Ассоциации Когнитивно-поведенческой Терапии Здравствуйте Очень рад Вас видеть Он Представит Такой важный Доклад Когнитивная Терапия Ориентированная На восстановление При суицидальном И самоповреждающем Поведении Анонсируя Этот доклад Хотелось бы Подчеркнуть Что это Сегодня Такое Передовое Слово В развитии Когнитивно-поведенческой Терапии Такое Ноу-хау Института Бэка Который Развивал Еще Сам Бэк И его Коллега Пол Грант Для того Чтобы помогать С помощью этого Подхода В том числе И при тяжелых Таких Ментальных Проблемах И психических Заболеваниях И Даже На таком Актуальном Фронте Есть Серьезные Успехи Несмотря на Трудности Работы с Такими Пациентами И мы Конечно Прекрасно Понимаем Трудности Работы С суицидальным И самоповреждающим Поведением И вот здесь Интересно Будет узнать И обсудить Такие возможности Которые CTR Новая терапия Ориентированная На восстановление Может дать Специалистам Помогающих Профессии И психиатрам И психотерапевтам И клиническим Психологам В работе С суицидальными Пациентами И пациентами С самоповреждающим Поведением Поэтому Вам слово Бертон Зервич Очень ждем Вашего доклада Дмитрий Спасибо Огромное За представление Спасибо За возможность Выступить На этой конференции На очень важном На мой взгляд На очень важном Событии Уже ставшем Таким ежегодным Традиционным И Мне Особенно Радостно Взять Эту Эстафету Принять Эстафету В нашей Такой цепочке Докладов У Аллы Борисовны У Натальи Николаевны И Очень важные Аспекты Я буду на них В том числе Ссылаться Действительно Мой сегодняшний Доклад Он больше Практический Я сталкиваюсь В своей работе Как и многие Из вас Коллеги С пациентами С диагнозами Депрессия Тяжелая депрессия Биполярные Эффективные Расстройства Пограничные Расстройства Личности При которых Мы наблюдаем Как часть Симптоматики В составе Других Симптомов И суицидальные Самовреждающие Поведения И Даже если Вы не работаете С этим Целенаправленно Так или иначе Сталкиваясь с этим Мы с вами Должны понимать Как именно С этим быть Как именно С этим работать И Я хочу Осветить Тему Анонсированную Дмитрием Викторовичем Как с этим Может нам помочь Терапия Направленная На восстановление Наталья Николаевна И Алла Борисовна Уже говорили Об обычном Лечении О важности Бетикметрозного Лечения О тех Нюансах И аспектах Которые мы должны Держать в голове Но При этом У нас Алла Борисовна Обращала внимание На то что При легких Случаах Например Депрессии Мы скорее Выбираем Психотерапию Во всех остальных Случаах Психотерапия Играет важную роль И об этом Говорят Современные Метаанализы Вот здесь Всего лишь Два из них Но Достаточно Хорошей методологии Это Метаанализы И Систематических Обзоров И Роднобезинных Клинических Исследований Первая Ссылка Про Несуицидальное Самоповреждение Вторая Ссылка Про Суицид И Что касается Несуицидального Самоповреждения Есть доказательства Что Структурированность Психотерапевтического Подхода Фокус на Терапевтических Отношениях Между клиентом И терапевтом Мотивация к изменениям И Непосредственная Работа С Ну Скажем тогда С навыками Наших пациентов Это То Что дает нам Эффективность В нашей работе И Здесь Всем этим критериям Да Соответствует В первую очередь Ковинитинно-поведенческая Терапия БЭКа Ну и некоторые Другие направления КПТ Что касается Суицида Здесь Важную роль Такую скажем Лидирующую роль Играет Как и Комитина-поведенческая Терапия БЭКа Так и Диалектика-поведенческая Терапия Оба этих метода Показали умеренную пользу Снижение суицидальных Мыслей А КПТ БЭКа В том числе Уменьшало Количество пыток Сумоубийства Что для нас Является Таким Очень Важным Критерием И Здесь Мы видим Несколько Факторов Которые Мы можем Ввести В некий Список Что Является Некими Таким Предикторами Эффективной Терапии И На чем нам важно Делать акценты При работе С такой категорией Наших пациентов Так Здесь Очень Важным Можно даже сказать На первое место Выступает Построение Значимых Терапии Отношений Здесь Важен Срединный путь Который включает В себя Пункт ниже Это И делегирование Ответственности С одной стороны Когда Мы говорим Пациенту Что Многое В твоих руках В ваших руках Но С другой стороны Это Поддерживающее Теплое отношение То есть Наша Терапевтическая Позиция Интерес К клиенту Как к человеку И Может быть Для Такого Конкретного Клиента Вы будете Единственным Человеком Который Проверяет Нему Интерес И Такое Поддерживающее Отношение И эти Два элемента И создают Тот самый Срединный Путь Который Позволяет Выстроить Хорошие Достаточно Хорошие Терапевтические Отношения Структурированность Нашей терапии Которую Мы с вами Можем Оценивать Самостоятельно Или С помощью Индивидуальной Групповой Супервизии По шкалам CTRS CTS Revised И другим шкалам Это то Что отличает КПТ-бэка И то Что мы Можем И должны Использовать Особенно В работе С этой Категорией Пациентов Ну и Тренировка Навыков В целом Направляется На некие Поведенческие Действия Это То, что Мы также Должны Держать В голове Для того, Чтобы наша Терапия С этими Пациентами Была Максимально Эффективной И Говоря о Навыках Мы видели В предыдущем Исследовании Отсылку К диалекте Поведенческой Терапии Какие навыки Здесь имеются Ввиду Какие навыки Содерживаются В диалекте Поведенческой Терапии Это Четыре Большие Группы Навыки Замечания Они указаны Как навыки Осознанности Но осознанность Имеет Много Таких Ботовых Коннотаций Может быть Даже Эзотерических И тут Мы говорим Больше О замечании Работе С нашим Фокусом Внимание И Большое Значение Имеют Навыки Межличностной Эффективности И здесь Ключевое Это Построение Значимых Отношений В завершении Деструктивных Отношений Алла Борисовна Делала ссылку К своему исследованию И к важности Эмоциональной Регуляции О диагностике Алекситимии И в целом Это то С чем мы Работаем В КПТ-БЭКО Но с этим Пациентом Мы должны Делать на это Особенный акцент И навыки Стрессоустойчивости Воспитание Так называемого Резиллинс Жизнестойкости Это и Преодоление Кризиса И принятие Реальности Как Некая Такая Диалектическая Позиция И Обратите внимание Здесь нет никаких Особенных навыков Которые мы Не можем Использовать В КПТ-БЭК Это о том Что Мы Можем Сохраняя Нашу концептуализацию Предложенную Арон БЭКом Джудит БЭК И Сохраняя фокус На когнитивной модели На стандартной Когнитивной модели Или генеративной Когнитивной модели Которую предложил Арон БЭК Мы можем Интегрировать Эти навыки В свою работу КПТ-БЭКа Если вы работаете Именно в этом подходе И Развитие Разных Направлений Под зодичным брендом КПТ Не могло Пройти мимо Нашего Методического Центра Института БЭКа И Уже 20 лет 20 лет В течение жизни Последних лет жизни Арон БЭКа И после этого Его коллегами Развивается Такое направление Как Когнитивная терапия Ориентированная на восстановление Или на английском языке Recovery Oriented Cognitive Therapy И Это направление Оно Является Во многом Интегративным На него оказали Влияние И Гуманистические подходы Не относящиеся к КПТ И Некоторые направления КПТ Такие как DBT Которые мы уже упомянули Экт Такой Скорее стиль Консультирования Чем направление Мотивационное консультирование Позитивная психология Психотерапия И Это все Привело к неким принципам Не все Из которых Мы использовали В начале развития Когнитивной терапии БЭКа В частности Когнитивная терапия Ориентированная на восстановление Она основана на сильных сторонах И Как следствие этого Ориентирована на позитивные убеждения И действия На формирование позитивных действий Здесь Важную роль играет Такое Обучение Через эксперименты То, что мы использовали всегда Поведенческие эксперименты И Здесь это выступает на первый план Создание О смыслной жизни Через ценности И Это Может быть То, что Явилось Как раз Важным аспектом Этой интеграции Такое Обращение К смыслам и ценностям Которые Хорошо дополняют Классическую концептуализацию Ну и Еще Обращу внимание на пункт Который Внизу С левой стороны слайда Не требуется мотивация Чтобы получить поддержку Этот Этот вид Терапии Это направление Изначально Было ориентировано На работу С тяжелыми пациентами Поэтому Даже если у клиента Низкая мотивация Что может быть Достаточно характерно Для тяжелых пациентов С суицидальным И Самопровождающим Поведением Мы В рамках этой терапии Используя Нашу обычную Когнитивную концептуализацию И Когнитивную модель Мы можем Помогать Может быть Несколько Лучше До большего количества Пациентов Особенно тем У которых Снижена мотивация Я говорил о том Что Уже более 20 лет Развивается Это направление Терапии Изначально Оно было Сокусировано На работе С пациентами Страдающими Шизофренией Это направление Является Таким развитием КПТ-психозов И Истоки Идут оттуда И Уже текучие Исследования Которые После После смерти Аарона Бека Продолжают Его коллеги Пол Гранг Эллен Инверса И другие Они Вводят Такой ключевой Аспект Убеждения Это то Это то Что Заставляет Тяжелых пациентов Застревать Свои болезни Страдать И Одновременно Тот же концепт Убеждения Но Со знаком Плюс Позитивные Убеждения Дают Возможность Справиться С трудностями Уже С таким Самым Часто встречающим С пеком Расстройств И С пациентами У которых Диагностировано Расстройство Личности И с пациентами У которых Есть зависимости Ну и Я так Надеюсь Что Отдельная категория Пациентов С Суицидальным Самоположающим Поведением Тоже Может быть Искледовано Тоже получит Наученные Доказательства В каком-то Ближайшем Будущем Если вы Работаете С такими Пациентами И Готовы Желаете Применять этот Подход То Ассоциация Кринтин-клоденческой Психотерапии Может Как и В других Направлениях Выступить Таким Методическим Центром И Нам Было бы Интересно Может быть Организовать Такое Мультицентровое Исследование Может быть По разным Точкам Нашей Большой Страны Ну Это такая Задумка На будущее Некая Надежда На то, что Работа С этими Пациентами Так же Будет Подверждена Ну Или Опроверена Что тоже Является Неким Научным Результатом Научных Исследованиях Проведенных Затачно Хорошими Падалогией Ну И По ссылке Вы Можете Отсканять QR-код И увидеть Некое Ревью Исследований Предложенные Сутенбека Ниже Это Результаты Внедрения CTR В нескольких Штатах США То есть CTR Жироко Используется В том числе В больницах В государственных Больницах США Как метод Работы С тяжелыми Пациентами И Показано Что CTR КТВ Может работать В самых разных Условиях И В условиях Благосрочной И Прикосрочной Терапии И В групповой И В индивидуальной Терапии То есть В самых разных Форматах Мы Можем Использовать Коминетиную терапию Ориентируемое Установление В рамках Нашей Обычной Работы И Judy Бэк Это Методологически Обосновывает И Удобно В своем Третьем Издании Дополняет Коминетиную Концепризацию Которую мы знаем Из ее базового Учебника Второго Издания Она Дополняет Это Очень Похожей Формой Коминетинной Концептуализации Основной На сильных Странах Здесь Те же самые Ячейки Просто С акцентом На положительные Убеждения На адаптивные Глубинные И промежуточные Убеждения Сейчас идет Под руководством Дмитрия Викторовича Активная работа По переводу Третьего Издания Там уже Очень Близко К тому Что Эта книга Выйдет На русском языке И надеюсь Что широкий Круп читателей Сможет с ней Познакомиться И активно Не взять Эту работу Так вот Если вы будете Это использовать Знайте Что истоки Этого Это то направление Которое развивается Уже больше 20 лет Изначально АРНБ Ну и Хочу брать внимание На концептуализацию Ассоциации Когнитной Поведенческой Психотерапии Которое Это тоже отражено Мы здесь видим То что Для всех уровней мышления Автоматические Мысли Промежуточные убеждения Глубинные убеждения Есть Таких У каждого элемента Два прямоугольника Функциональные И дисфункциональные Автоматические мысли Функциональные И дисфункциональные Промежуточные убеждения И глубинные убеждения По аналогии И На это Обращаем внимание Имея Такую Диалектическую Двустороннюю Концептуализацию У одного И того же Пациента И это Особенно важно При работе С пациентами С суицидальным И самоповереждающим Поведением И здесь Есть еще Отсылка На два уровня мышления На генеративную Прометивную модель Которую я еще скажу Чуть позже Обратите внимание Что здесь Также важную роль Играет произвольная мысль Это мысли Которые мы Отслеживаем Формируем Также во время Психотерапии Которые могут Помогать нашим пациентам Справляться С тяжелыми Ситуациями В том числе Вызванными Импульсивностью Ну и У направления КТВ Ситиар Есть своя Концептуализация Которая Несколько проще Которая является Скорее Таким рабочим Инструментом Который может Использоваться На ежедневной основе Вместе с пациентом Если концептуализация Джудит Бек Она Больше для терапевта Мы можем делиться Отдельными частями С пациентом Джудит Бек Подчеркивать Рассказывайте Своими словами Не делайте так Чтобы пациент Думал Что мы загоняем Его в эти ячейки Рассказывайте Отдельные элементы Концептуализации Так чтобы это было Понятно Пациенту В данном случае Концептуализация Ситиар Изначально Сделана Достаточно простой Чтобы заполнять Вместе с вашими Пациентами И Здесь есть Несколько ключевых Моментов На которые Я хотел бы Обратить внимание Здесь все начинается С активации Адаптивного режима Здесь режим Это определение Аарона Бека А не Джеффри Янга Тут важно Это различать И то что Изначально Джеффри Янг С Аароном Бек Мы разрабатывали И что-то Стало схема терапии Там концепция режимов Имеет Несколько Другой значение В данном случае Адаптивный режим Это Некое Сочетание У данного Клиента Определенных Мотивационных Когнитивных Поведенческих Аффективных Паттернов Работы Этих четырех Систем Связанных С конкретными Ситуациями В данном случае С конкретными Интересами Мы ищем Такие интересы Которые Заставляют Клиента Вспоминать Свои Позитивные Убеждения О себе Мы это видим И чисто Визуально У наших Пациентов Начинают В кавычках Гореть глаза Мы видим Блеск глаз Мы видим То, что Уровень Энергичности Скорость Речи И скорость Вообще Моторных Реакций Повышается Это является Для нас Некими Косвенными Признаками Что мы нашли Этот адаптивный Режим Что наш клиент Прямо сейчас Находится В этом адаптивном Режиме Говоря о некоторых Своих Интересах И это то, Что мы начинаем Использовать Когнитивную терапию Ориентированную На восстановление В первую очередь На каждой сессии Мы начинаем С этого элемента Во-вторых Когда адаптивный Режим Активирован Мы можем Говорить Об устремлениях Мы Достаточно Долго С Дмитрием Викшем С коллегами Пытались Найти Подходящий Перевод Для английского Слова Aspiration Который Используется Коллегами На английском Языке И Пришли к выводу Что нужно использовать Именно слово Устремление Как некую Нацеленность На будущее Нечто Некую такую Большую картину Которую мы Видим перед собой Стремимся к ней И Это Однозначно Движение В ее сторону Это Наше Огромное Желание И Наша Мечта И Мы Ищем Такие Устремления У наших Клиентов Более того Мы Не только Ищем Их пассивно Но и Создаем Их Вместе С ними Находя И Сами Цели То есть Мы Устремления Можем Переквалифицировать В цели Сейчас Коротко скажу Что это значит И Мы Ищем Смыслы Этих Целей Этих Устремлений И Такая Ценностно-смысловая Конструкция Для Работы С этими Клиентами С Суцидальным И Самопровождающим Поведением Выходит на первый План Ну и Только в третью Очередь Мы говорим О неких Проблемах И трудностях Да Это Наша Классическая Работа Которая Была Стандартной Когнитивной Терапией Когда Мы Ищем Проблемы В текущем Поведении Которая Может Выражаться Через Симптомы Через Конкретные Формулировки Которые Дает нам Наш Пациент И Мы Ищем Как обычно Убеждения Лежащие В их основе Мы можем Работать И С Когнитивной Реструктуризацией В этой Связи Но Мы С этим Работаем Опять-таки После того Как мы Активировали Адаптивный Режим Наших Пациентов Четвертый Пункт Это некий Интегративный Мы говорим О том Что Мы Каждый раз На каждой Встрече И между Встречами Поощряем Клиента Вести Список Действий На следующий День Связанных С этими Устремлениями Связанных С теми Смыслами И ценностями Которые Мы Обсудили С клиентом Ну И Здесь важно Извлечать Ценности О неких Процессах То есть Реализация Ценностей Не может быть Выполнена Однозначно И бесповоротно То есть Если у нас Действия Цели Устремления Имеют Такой-то Результат В будущем Устремления Более далекие Цели Более Конкретизированные Действия Может быть Это такие Baby steps Небольшие шаги Но все они Заканчиваются Результатом То ценности Это то Что является Процессным И реализуется Постоянно Например Если наш Клиент В плане Безопасности Пишет Что Есть некое Действие Которое Дает Которое Имеет для него Смысл Общение С любимым Домашним животным И Конкретное Действие Это Выгулять Собаку Если он Выгуляет Собаку То Его ценность Будет реализована Но это не значит Что она не может Быть реализована На следующий день То есть Ценность остается А действие Планируется Каждый раз Каждый день На ближайшее время Ну и Различие между Цельными Устремлениями В некой Конкретизации То есть Мы можем Для цели Использовать Аббревиатуру Смарт Это некий Конкретизированный Измеримый Что важно Привязанный Ко времени Некий Результат Устремления Для устремления Мы можем Использовать Аббревиатуру Дамп Если Смарт У нас умный То дамп Глупый В кавычках То есть Это скорее Виднее Примерного Образа Результата Без точной Конкретики Привязки Ко времени Ну и Вот это Наверное Ключевой слайд О том Как идет Работа В CTR Понятно Что за Время Доклада Сегодняшнего Невозможно Рассказать Все нюансы Аспекты CTR Достаточно Детализованный Детализированный Инструмент Который Предполагает Некий Алгоритм Работы При разных Ситуациях В том числе При очень Низкой мотивации Когда клиент Вам даже Не отвечает Не готов С вами Взаимодействовать Но Сейчас Важно Осветить Общую Картину Работы Для того Чтобы Те из вас Кто заинтересуется Смогли Дальше Углубляться В этом В том числе С помощью Курсов И других Видов Обучения В ассоциации Клиентин-клоденческой Психотерапии Обратите внимание Что это Некий цикл Цикл Из четырех Элементов И Этот цикл Постоянно повторяется И мы всегда Начинаем С получения Доступа К адаптивному режиму И мы Используем Активную сетя Понятие энергичность Мы можем Эту энергичность Измерять По шкале Вольга Как мы обычно Это делаем Шкалировать От 0 до 10 Спрашивать Пациентов Делать Свои собственные Выводы И здесь Мы видим Такие интервенции Которые Кажутся Может быть Необычными И Вряд ли Применялись бы Нами В нашей Стандартной Кинотерапии Допустим Спеть вместе С клиентом Песню Если это Активирует Адаптивный режим Почему бы Нет Спросить Его совета В тех областях В которых Он является Экспертом Может быть Даже Совершенно Бытовых Таких Как Кулинария Или Или Задать Простые Вопросы С двумя Вариантами Ответа Если Он Не готов Отвечать На Открытые Вопросы Это То С чего Мы Начинаем И Мы Нащупываем Этот Адаптивный Режим Постепенно Понимая Что важно Нашим Пациентам Дальше Мы Развиваем Это Развиваем С помощью Открыления Устремлений Мы Ищем Смысл За этими Устремлениями Мы Разбиваем Эти Устремления На На Шаги Которые Доступны Нашим Пациентам Как обычно Мы Делаем Это В согласованности С нашими Клиентами И После Этого Мы Усиливаем Это Обращаем Внимание На то Что Уже Произошло На то Что То Что Сделал Клиент Имеет Значение И С помощью Этих Действий Он Создает Значимую Для него Жизнь И делает То Что Для него На самом деле Важно То Он Создает Свою Жизнь Такой Какой Он Хочет Видеть И Это Усиление Этим Усилением Мы Можем Заканчивать И Сохраняя При этом Нашу Обычную Структуру Ковентин Поведенческой Терапии Когда У нас Есть Повестка Когда У нас Есть В конце Получение Обратной Связи Составление Плана Действий Но В то же Самое Время Мы Можем Работать По этому Циклу Внутри Сессии Ну И Это Несколько Слайдов Которые У вас Будут Я Предложу Коллегам Разместить Презентацию На платформе Которую Сможешь Скачать Несколько Подсказок Которые Можно Использовать При работе С реальным Пациентом Какие Вопросы Мы В первую Часть Себе Как терапевту Для того Чтобы Заполнить Эту карточку Заполнить Конституризацию Сетя Важно Отметить Что Для Работы С устремлениями Для перехода На второй Этап Нам важно Понять Что мы Находимся В адаптивном Режиме Я уже Обращал Внимание Что это Проявляется И в речи И В объеке В целом Когда мы Это обнаружим Мы можем Идти дальше Ну И Мы с вами Говорили о цикле И вот это Некое Такое Режиме Цикла Который Заканчивается Планированием И Мне хотелось бы Да В оставшиеся Несколько минут Резюмировать То Что является Важным Когнитивной терапии Ориентированной На восстановление В первую очередь Да Я хочу обратить Внимание На то Что Мы работаем В когнитивной Модели То есть Когнитивная Модель Остается Та же Самая Для сети Мы говорим О том Что Есть два Уровня Обработки Информации Да Мы работаем С автоматическим Уровнем Но мы Также Большое Внимание Уделяем Работе С рефлексивным Уровнем Обработки Информации И именно Здесь На Таком Осознанном Замечающем Уровне Да Второй Уровень Нам нужно для того Чтобы переработать Те результаты Которые мы получили На автоматическом Уровне мышления Мы можем На них смотреть Как будто бы Из этого уровня Из рефлексивного И мы здесь Формируем Устремление Здесь обозначаем Ценности И смыслы И таким образом Работаем И на рефлексивном Уровне И работаем И с проблемами Но уже Потом После работы С адаптивным режимом И с устремлением Ну и Для наших Пациентов Суицидальным Самополежащим Поведением Крайне важным И является Формирование Навыков Да Поэтому На каждой Сессии Мы приходим К некому Плану действий Который Основан На позитивных Действиях Позволяющих Нашим клиентам Создавать Жизнь Которую Они хотят Прожить Ну и Все Подобные Водушевляющие Картинки Они как раз Об этом Они как раз О неком состоянии Когда Человек живет Полноценной жизнью Когда он чувствует Что он жив И возможно При активации Этих убеждений Остается Меньше Места Для активации Тех Когнитивных Схем Которые Ведут К самопровеждающему Суицидальному Поведению Тут я предлагаю Задуматься Какие устремления Есть у вас Что движет Вами И работать С этим В том числе С вашими пациентами Спасибо большое Спасибо большое Очень насыщенной Информацией С такой яркой подачей Доклад Большое количество Вопросов Возникло Если позвольте Я их задам вам Поскольку Наши участники Очень активно Интересуются Несколькими моментами Первый Сейчас в чате Я перемещусь В пространстве А то он Продолжает двигаться Галина Марковская Спрашивает Подскажите Пожалуйста Каков возраст Пациентов С самоповреждениями Видимо С самоповреждающими Поведениями И какова специфика Работы При самоповреждениях В раннем И позднем Подростковом Возрасте Кажется Что Коммунитивная терапия Оргентивного становления Можешь подойти И при работе С подростками То есть Когда мы начинаем Разговор об их интересах Обычно это Вызывает больше Отклика Чем разговор о проблемах Исследования КТВ Только в самом начале Пути И пока у нас Нет Каких-то Серьезных Исследований С хорошей методологией Они только предстоят Для пациентов Самоповреждающим Сутидальным поведением Но Работа моей практики Работы коллег Показывает Что Это Скажем так Работа со старшим Подростковым возрастом Ну и Примерно От 15 лет Вполне себе Для этого Вполне себе Подходит к КТВ Но конечно Тут требуется Дальнейшее исследование Чтобы это Обрело Какую-то научную базу Спасибо большое Ну и конечно Большое количество Вопросов По Теме Самой СТР Когнитивной Терапии Направленной Восстановлением Будет ли Обучение В ассоциации По Этой Новой Форме Новому виду В когнитивно-поведенческом Подходе Есть ли Какие-то Идеи На эту тему Начну Со своего Небольшого Такого Сообщения Некой ремарки Сразу же Что Альберт Индзерыч Уже проводил Семинар На Байкале На нашем Таком Новом Формате Сибетикемпа Посвященный Как раз Этой терапии И Елена Чаузова И Альберт Представили Очень интересные Доклады Как раз Погружающие В практику И Я думаю Что эти доклады Будут повторяться И семинары Посвященные Проблематике В первую очередь Конечно Мы приглашаем Активно На сайт Института БЭКа Где в дистанционной Форме Можно пройти Обучение Этому подходу Много уже Представлено Семинаров Целая программа Обучения Большое количество Материалов Обучающих Семинаров Тяжелых Альберт Тяжелых Тяжелых Пациентам Сходя Сходя Из биопсихоциального Подхода И вопросы Биологической Терапии Были затронуты И психологическая Составляющая Рассматривается С разных Позиций Ну и Говоря О Трансактном Анализе Я не могу Не вспомнить Об основоположнике Эрике Берна Который В свое время Был Так скажем Отвергнут Психоаналитическим Сообществом Ну как и многие Его Современники Которые Имели Смелость Высказывать Своё Собственное Представление В противовес Тому Что Трактовалось Сигнитом Прейдом Ну и Вот Такое Отвержение Послужило Определённым Стимулом Для развития Собственного Направления В свое Время Очень Была Популярна Ну и Сейчас Она собственно Сохраняет Свою Популярность Может быть Не Столь Выраженную Как это Было Раньше Книга Эрика Берна Игры В которые Играют Люди Которой В определенной Мере Была Упрощена Концепция Эрика Берна И это Немножко Сыграло Злую Шутку С Трансактным Анализом В том Плане Что Относиться К нему Стали Весьма Снисходительно Воспринимая Как Очень Упрощенное Представление О Эго Пациент ОБГ Наших Клиентов И Под родителем Взрослым И дитя Подразумевали Только то Что родитель Это какие-то Автоматизированные Программы Это какие-то Постулаты Жесткие Ригидные Схемы Которые Воспринимаются От собственных Родителей Либо от лиц Их Замещающих Взрослые Это рациональная Часть Личности Здесь И сейчас А дитя Это эмоциональная Часть Личности На самом деле Берн Гораздо Глубже Рассматривал Эго Состояния И Рассматривал Их Как поведение Мысли И чувства Во всех Трех Составляющих Трех Эго Вариантах Но В случае С родительским Эго Состоянием Это поведение Мысли И чувства То есть И чувства Здесь тоже Присутствуют Которые Скопированы Были у родителей И значимых Фронтальных фигур Взрослые Это поведение Мысли И чувства Которые Являются Прямым Реагированием На ситуацию Здесь И сейчас Ну а Дитя Это поведение Мысли И чувства Присущее Детскому Возрасту И далеко Не всегда Мы можем Однозначно Сделать Вывод О том Что Руководит Пациентом В той или иной Ситуации Ну Скажем Пациент Демонстрирует Какой-то Эмоциональный Паттерн Он Обижается На окружающих И Демонстрирует Своё пренебрежение Казалось бы Наверное Здесь активировано Его детское Эгосостояние Эмоциональное Но В действительности Это может быть Скопированная Модель поведения От его Родителей И Просто По внешнему Поведению По внешним Проявлениям Мы не всегда Можем Однозначно Сделать вывод Требуется Более Углубленное Изучение Клиента Его Поведение И Что Им Мотивирует В том Или ином Случае В основе Трансактного Анализа Лежит Такое Положение Как Окей Поскольку Это Американское Все-таки Учение У них Очень Модно Популярно Понятие Окейности И Исходя Из Этой Окейности Все Люди Воспринимаются Как Изначально Обладающие Способностью Быть В позитиве Стремящиеся К этому Позитиву К положительной Окейности То есть Окейность Это некая Жизненная Позиция Которую Человек Выбирает И стремится К ее Выравниванию При отдельных Ситуациях В отдельных Состояниях Эта Окейность Может Меняться На Противоположный Знак Появляется Так называемая Отрицательная Окейность И Существуют Разные Способы Оценки Отношения Пациента К самому Себе К окружающим Либо Двусторонние Оценки Когда Мы Оцениваем Когда Мы Вернее Анализируем Оценку Пациента К самому Себе И К Другим Людям Вообще Либо Бывают Трехсторонние Когда Выделяются Отношения К себе К ближайшему Окружению Семья Близкие Друзья И К людям Вообще Ну Еще Иногда Вводят И четвертую Позицию Отношения Предмет Предмет Деятельности Но В Настоящем Докладе Мы Коснемся Только Двусторонней Позиции И Формирование Так называемых Экзистенциальных Жизненных Установок Наиболее Здоровой Экзистенциальной Жизненной Позиции Установки Является Позиция Положительной Окейности В позиции В ней Я И В отношении К окружающим Людям То есть Я плюс И ты плюс Это позиция Сотрудничества Когда Пациент Клиент Воспринимает Окружающую Действительность Как Благополучную Себя Как способного Справиться С теми Сложностями Которые Возникают Да У него Могут быть Определенные Сложности Но в целом Он Настроен На их Преодоление И его Основная Все-таки Позиция Направлена На то Чтобы Сохранить Плюс В отношении К самому Себе И к Окружающим Людям С такой Позиции Далеко Не всегда К нам Обращаются Пациенты Гораздо Чаще Мы сталкиваемся С Инверсией Окейности Либо в позиции Ля Либо в позиции Ты В отношении К Людям Иным И вот В таких Вариантах Могут быть Три Еще Иных Социальных Позиции Это Прямо Противоположная Позиция Сотрудничества Позиция Отчаяния Я Минус Ты Минус Когда Клиент Воспринимает Окружающий Мир Абсолютно Пессимистично Своё Состояние Своё положение В этом мире Безнадежно Позиция Отчаяния Такая Установка Может Возникнуть Либо Когда Изначально Воспитывают Ребёнка В Деструктивных Условиях Всячески Минимизируя Его Успехи Дезактуализируя Вернее Пренебрежительно Относясь К Личности В принципе С Позиции Очень Жёсткого Критикующего Родителя Когда Любая Успешность Такого Ребёнка Взрослеющего Она Воспринимается Всего лишь Как давность И никоим образом Не поощряется Никаких Положительных Поглаживаний Ну или Недостаточное Количество Всё что Человек делает Ну это Воспринимается Как давность А если Он Совершает Какие-то ошибки Они многократно Усиливаются И тем самым Усугубляется Его Минус Позиции Я В ряде случаев Когда У человека Была Иная позиция Позиция Может быть Я плюс Ты плюс Но он Перенёс Большую трату Уже во взрослом Состоянии И Не имеет Собственных Ресурсов Для восстановления У него Может Также Произойти Вот такая Инверсия Окружающие Не дают ему Должной поддержки На которую Он по крайней мере Рассчитывает И Он воспринимает Весь мир Весьма В тёмных Тонах Тёмных Красках Следующая Позиция Это Я Минус Ты Плюс Позиция Угнетённости Условно Называется Депрессивной Позиция Конечно Это не Клинические Термины И Хотя Это может Это может И фактически Выражаться В клинической Депрессии Но Сейчас Мы говорим О состояниях Которые Могут Быть В рамках Так скажем Условной Нормы И Далеко не Всегда Пациенты Клиенты С такой Позиции Сразу же Обращаются К Психотерапевту К специалисту С какими-то Определёнными Жалобами Длительное Время Они могут В этом Состоянии Находиться И В общем-то Следовать Ну такому Хорошо известному Выражению У соседов Всегда Трава Зеленее Да Вот Всё У окружающих Лучше А у них Всё Гораздо Хуже По тем Илиным Обстоятельствам Им Не удаётся Выровнять Позицию Я Перевести Её В положительную Океинность Такие Личности Недостаточно Уверены В себе И Даже При Получении Должного Количества Положительных Поглаживаний Со стороны Окружающих Они Могут Сами Дезактуализировать Они Могут Сами Ну В общем-то Не воспринимать Свои Успехи Также Списывать На то Что просто Обстоятельства Сложились Таким Вот Благоприятным Образом А В действительности Их Никакого Участия В достижении Этого Успеха И не было И Такие Личности Зачастую Опасаются Брать на себя Инициативу Ответственность Всячески Избегают Активности Ну И В отдельных Ситуациях Это может Даже Приводить К тому Что Они Хотят Полностью Прекратить Какую Либо Активность До Появления Активных Суицидальных Тенденций Ну И Еще Одна Позиция Это Позиция Высокомерия Условно Опять же Называем Парноидальной Позиции Я Плюс Ты Минус Которая Может Формироваться Либо Когда Ребенка Воспитывают В условиях Гиперопеки Все поощрения Всячески Чрезмерно Что называется Его осыпаем Может быть Положительными Поглаживаниями И И Параллельно Так скажем Да Вот Приуменьшая Важность Отношения Окружающей Действительности Положительного Отношения Восприятие Ее тоже С позиции Положительной Кейности Тогда Человек Возвышает Себе Над окружающими И Принижает Любые успехи Любые достижения Тех Кто с ним рядом Кроме того Такая позиция Может быть Временна Но иногда Возникает У личности Которые Преодолели Тяжелый Кризис И Ко всем Кто В полной Мере Не имел Возможности Пережить То что Им удалось Пережить Воспринимает Как День Ну Недостойный Что называется Внимание В той или иной Степени Я Иногда Видел У Дельных Личностей Которые Пережили Тяжелое Заболевание В том числе И Коллег Иногда Замечал Тенденции К появлению Такой Позиции Когда Они Преодолели Ковид Когда Тяжело Переболели В условиях Реанимации Она Может быть Временной И Самостоятельно Компенсируется Если В целом У Личности Достаточно Мощные Ресурсы И стремление К выравниванию Этой позиции Самопроизвольная Имеется ввиду В позиции Ты Позволяет Даже без Оказания Внешней помощи Вернуться К Позиции Сотрудничества Но в отдельных Ситуациях Такая позиция Может закрепляться Или же Изначально Если она была Сформирована Мотивировать Пациента Клиента К определенным Поступкам Даже Антисоциальным Существует Представление О том Что Жизненная Позиция Формируется В раннем Возрасте Отдельные ЦАКноаналитики Даже Заявляют Что это Фактически В первые Месяцы Формируется Кто-то Не так Категоричен Говорят Что Наверное Не столько В первые Месяцы Сколько Первые Годы Но в любом Случае Речь идет О детском Возрасте Первых Годах Жизни И Формирование Жизненной Позиции Зависит От Качества Общения От Степени Удовлетворения Потребности В привязанности Взрослеющего Человека И В дальнейшем Когда Жизненная Позиция Уже Сформирована Если Это Невременный Переход В нее Еще раз Подчеркиваю Что В силу Определенных Обстоятельствах Жизненной Позиции Могут Меняться У человека В течение Его жизни То Когда Человек Сформировалась Определенная Жизненная Позиция Он Нередко Находит Вокруг Обстоятельства Или других Личностей Которые Всячески Подтверждают Его базовую Жизненную Позицию В частности Человек С позиции Я Плюс Ты Минус Он С Большей Вероятностью Будет Искать Личности У которых Прямо Противоположные Оценки Я Минус Ты Плюс И В какой-то Степени Человек С позицией Я Минус Ты Плюс Тоже Будет Общаясь С Человеком Позиции Я Плюс Ты Минус Подтверждать Свою Экзенциальную Позицию Да Действительно У окружающих Все гораздо Лучше Чем у меня А у меня Все гораздо Хуже Каждой Жизненной Позиции Соответствует Свой Сценарный Выбор Ну Если Говорить О Паранедальной Позиции Это Пренебрежение От окружающей Действительности Может Пренебрежаться В стремлении В лучшем Так скажем В кавычках Случае К уходу От окружающих Людей Да К некому Уходу В мир своих Передживаний Иногда Ну А в более Таком Агрессивном Варианте Это Проявление Каких-то Агрессивных Тенденций Выражающихся Плоть до Появления Даже В общем-то Наказуемых Деяний Плоть до Агрессии И даже Убийства С Изенциальной Жизненной Позиции Я Минус Ты Плюс Могут Быть Связаны Появления И Суицидальных Тенденций Когда Возникает Ощущение Безнадежности Связанное С Внутренней Тоской И вот В данном Случае С такой Позиции Личности Могут Совершать Так называемый Меланхолический Суицид Я Минус Ты Минус Это Отчаянное Саморазрушение Ближе Может быть К такой Апатической Депрессии Но Когда Появляются Определенные Силы У Такого Клиента Такого Пациента То он Может Совершать Так называемый Суицид Безнадежности Когда Нечему Радоваться Нечему Стремиться И все Это Хочется Категорически Прекратить И Возможность Совершения Аутоагрессивных Действий Суицидальных Действий Ну И В общем-то И вообще Агрессии Это Называются Такими Экстремальными Сценарными Выборами Или Люками Для побега Аварийными Люками Которые Клиент Может Убежать Тогда Когда Ему Не удается Справиться С Текущей Жизненной Ситуацией И он Для себя Всегда Вот Имеет Такую Условно Запасную Возможность И У людей С Трагическими Сценариями Вот такие Люки Как бы Условно Приоткрыты То есть Они Могут С одной Стороны Поддерживать В кавычках Что называется Свою Социальную Позицию Всячески Ее Подтверждать Вычленяя Из Всего Комплекса Того Что происходит С ними Событий Именно То Что Эту Позицию Подтверждает И Ну Условно Всегда Иметь Ввиду Что В случае Когда им Совсем Станет Тяжело Они Могут Прибегнуть Вот Такой Возможность Ухода В Самый Аварийный Люк Путем Совершения Либо Агрессивных Либо Агрессивных Суцидальных Действий И Есть Мнение О том Что В рамках Работы С такими Клиентами Пациентами Целесообразно Закрывать Такие Люки Путем Подписания Договора Между Взрослым Эгосостоянием Терапевта И Взрослым Эгосостоянием Клиента Здесь Есть Конечно Как уже Скал Дмитрий Викторович Много Споров Дискуссий Насколько Нам Удается Насколько Возможно Вообще Достучаться До Взрослого Эгосостояния Клиента У которого Взрослое Эгосостояние В значительной Части Контаминировано Внутренним Ребенком И Если Говорить О Использовании Данной Стратегии То нужно Быть Действительно Уверенным Что мы Фактически Контактируем Уже Со взрослым Эгосостоянием Деконтаминированным Неподчиненным Ребенку Который Не идет На поводу У терапевта Который Не просто Подписывает Какую-то Очередную Бумагу Совершенно Не понимая Зачем Это Тем более Что Забегая Вперед Скажу Подписание Таких Договоров Конечно Не несет Никакой Юридической Силы А Исключительно Имеет Психологическое Значение Для Клиента В первую очередь Ну и для Терапевта Но Здесь Здесь Есть Несколько Нюансов Когда Терапевт Может Питем Активного Подталкивания Клиента К писанию Такого Договора В какой-то Степени Снимать С себя Ответственность И уменьшать Детельность Первоначальная Задача Состоит В том Чтобы Принять Клиента С его Активированной Детской Позиции Детским Детским Мегасостоянием И Дать Возможность Внутреннему Ребенку Ну Несколько Успокоиться Насколько Это возможно Вот в таком Критическом Состоянии И тогда Уже На этом фоне Когда Ребенок Протестировав Окружающую Реальность Понимает Что здесь Можно доверять Можно Быть более Открытым Возможно Активизация Контаминированного Взрослого Состояния Полная Деконтаминация Выведение Так скажем Взрослого Из подчинения Это Достаточно Непростая Задача И Ну В ряде Случаев Она Очень сложно Достижима Когда пациент Находится В таком Критическом Состоянии Если мы Говорим О Подписании Контрактов То несколько Слов Стоит сказать В принципе О том Что Это Из себя Представляет Ведь Контрактная Система В транзактном Анализе Ну Занимает Достаточно Важную Составляющую Этого Психотерапевтического Процесса И Контракт По большому счету Определяет Долю ответственности Которую Берет Которую Каждая Из сторон Что Готов И хочет Изменить Клиент Что он Готов Для этого Сделать В свою очередь Что Психотерапевт Может Ему Дать Насколько Он Может Поспособствовать Тому Чтобы Вместе С Клиентом Двигались Для достижения Поставленной Цели Используя Максимально Свои Профессиональные Навыки Ну и Конечно Там Также Обсуждаются Если мы говорим Вообще О контрактах Сейчас Не об Антисуицидальном Контракте Конкретно А о Контракте В принципе На терапию То обсуждаются Разные вопросы Отмечая И Компенсации За работу И Эрик Берн В свое время Говорил Что контракт Это Двустороннее Подробное Обязательство На Определенный Образ Действий Контракты В Трансактном Анализе Способствуют Выравниванию Позиции Окейности Которая В значительной Частью случаев У наших Клиентов Пациентов Нарушена Находится В позиции Минуса Распределяется Ответственность Определяется Действительно То Что может Сделать Психотерапевт Чтобы избегать Каких-то Манипулятивных Взаимоотношений Попытки Втянуть Клиентом Психотерапевта В игру Когда Клиент Активно Просит В общем-то Решить за него Его основные Жизненные Проблемы И принять Решение То Которое В общем-то Должен принимать Сам клиент Ну и Количество И случайно Существует выражение Что квалификация Психотерапевта Обратно Пропорционально Количеству Советов Которые он дает То есть Вот Контракт В какой-то степени Позволяет тоже Расставить Эти приоритеты Что мы Не даем Советы Мы Не принимаем Решения За нашего Пациента Клиента Что вы готовы Сделать Что готов Сделать Наш пациент Как он поймет Что цель Достигнута Какие Есть признаки Того Что Действительно Он получит То На что Рассчитывает В рамках Терапии Чтобы четко Определиться С тем К чему Мы идем И С одной стороны Не Может быть Замахиваться На нечто Большее Что невозможно Достичь В рамках Ограниченного Курса Психотерапии С другой С другой С другой С другой С другой С другой Чтобы пациент Сам Понимал Что в этой Работе Ему Придется Не просто Понимать Активное Участие А быть Непосредственным Партнером В взаимодействии С психотерапевтом Для достижения Поставленных Целей В свое время Клод Станер Озвучивал Четыре Условия Построения Хорошего Контракта Это Взаимное Согласие Заключается Контракт, как я уже сказал, между взрослыми эго-состояниями, и нужно быть действительно уверенным, что в момент заключения контракта активизировано взрослое эго-состояние, а не подталкивать клиента к подписанию контракта тогда, когда он находится исключительно под властью своего внутреннего ребенка. В рамках контракта, как я уже сказал, и определяются вопросы взаимодействия, финансового взаимодействия, компетентность, насколько психотерапевт может помочь пациенту справиться с теми проблемами, с которыми к нему пришел, обратился пациент, клиент. Ну и, конечно, мы работаем в рамках законодательного поля, никоим образом не идем на поводу у клиентов тогда, когда их запросы выходят за рамки этого поля. Ну и вот, что касается непосредственно антисуицидального, вернее, сначала договора о неубийстве, договора о контроле агрессивных импульсов, такой вот пример здесь приводится. Текст может, конечно, варьировать, немножко отличаться, но еще раз подчеркиваю, что необходимо действительно быть уверенным, что мы сейчас не подталкиваем нашего клиента к очередному подписанию какой-то бумаги. И этот договор несет исключительно психологическую составляющую. И если пациент понимает, что он делает, для чего он это подписывает, то для него такой договор может, ну, своего рода быть зароком по аналогии с проведением противорецидивной терапии при работе с адективными пациентами. И с ними, кстати, тоже используются контракты на неупотребление психоактивных веществ, например, на период психотерапевтической работы. Вот здесь своего рода такой тоже зарок на непроявление агрессии, по крайней мере, на период работы с психотерапевтом. И очень важно понимать, что психотерапевт должен обеспечить возможность получения помощи своевременной пациенту даже за пределами психотерапевтической сессии. Вот как это организовать? Бывает достаточно непростой задачи, потому что, конечно, не всегда может быть психотерапевт доступен для клиента все 24 на 7. Тогда необходимо продумать, у кого, как он может получить помощь, если возникает агрессивный импульс, и необходимо срочно, агентно получить кризисную помощь такому пациенту. Ну и договор о несамоубийстве или, собственно, антисуицидальный контракт – еще более сложное понятие. Почему действительно эта тема достаточно дискуссионная? Потому что есть мнение о том, что, закрывая вот эти аварийные люки, мы можем в какой-то степени усилить состояние фрустрации пациента и невольно напротив его даже подтолкнуть к такой реализации, то есть не оставив ему выбора. Как ни странно, суицид – это своего рода выбор, которого мы, лишая пациента, можем невольно его к этому подтолкнуть. Тогда, когда мы действительно форсируем события и договариваемся не с взрослым эгосостоянием, а в какой-то степени активно воздействуем на родительское эгосостояние пациента. Если же все взвешено, если пациент фактически сам в какой-то степени проявляет инициативу на подписание такого контракта, когда ему, естественно, информация полностью предоставлена, что на период, по крайней мере, психотерапевтического курса нам целесообразно определиться с тем, что мы не рассматриваем такую возможность как агрессивные действия или тем более суицидальные действия. И если это действительно взвешенный клиент соглашается не просто под активным натиском преимущественно не столько взрослого, сколько родительского эгосостояния психотерапевта, то контракт может иметь свою силу. Тогда взвешиваются все за и против. Возможно, это подписание контракта не на одной сессии, не в ходе одной сессии происходит, к нему приходят постепенно. Но еще раз подчеркиваю, что здесь важно продумать моменты возможности оказания психотерапевтической помощи пациенту в тех ситуациях, когда психотерапевт по какой-то причине может быть недоступен, то есть между сессиями. Условия эти должны быть обязательно наговорены так, чтобы у нашего клиента, пациента не оставалось каких-то темных пятен. В контракте ему было все предельно ясно, и он понимал, что если у него такой импульс возникает, что он может получить тургентную помощь. Конечно, мы так или иначе имеем в виду отдельное положение контракта, даже когда его не подписываем. Но формальное такое подписание, оно может иметь действительно такую результирующую составляющую, как бы ставя жирную точку в вопросе о том, может ли пациент в период работы с ним использовать эти аварийные люки. То есть, по крайней мере, на период психотерапевтической сессии, психотерапевтического курса пациент берет на себя ответственность, что он не прибегает к такому варианту. Текст договора должен быть предельно понятен клиенту. То есть, я еще раз подчеркиваю, что варианты, которые были продемонстрированы, в определенной мере условный характер носят, может быть, чуть более подробным, чуть более упрощенным напротив. И в конечном счете еще раз важно отметить, что психотерапевт никоим образом не должен подталкивать, и тем более после подписания такого контракта уменьшать степень деятельности работы с пациентами, особенно если у них есть суицидальные тенденции. Подписание этого контракта скорее больше нужно самому клиенту, нежели психотерапевту, для которого это может быть такая формальная миссия. Если это таким является, то, конечно, не стоит к такой стратегии в принципе прибегать. И еще раз подчеркиваю, что подписание таких контрактов никоим образом не похоже на подписание обычных информированных согласий, которые нередко просто подсовываются нашим пациентам. Они их не читают, а просто подписывают, потому что им нужно поставить какую-то галочку. Здесь подпись скорее носит весьма такой условный характер, а важным является процесс подготовки, принятия ответственности за те положения, которые в этом контракте оговариваются. Пользуясь случаем, уважаемые коллеги, приглашаю обучение к нам на кафедру. Дмитрий Викторович уже сказал, что является доцентом нашей кафедры, и мы всегда рады видеть, в том числе и в числе слушателей нашей кафедры. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, за насыщенный доклад. И есть вопросы к вам, если позволите, я их озвучу, зачитаю. Вопрос, каким образом проводится диагностика на понимание того, какое эго-состояние преобладает, каким образом составляется эго-грамма клиента? Ну, мы составляем эго-грамму клиента, в данном случае, конечно, начинает он составлять сам, но в дальнейшем своего рода тестирования такое проводится, насколько то или иное эго-состояние активизировано в момент общения с психотерапевтом. Здесь нельзя сказать однозначно, какие вопросы используются. По ответам пациента в ряде случаев, может быть, требуется для этого использование пустого стула, когда мы отдельно высаживаем на пустой стул эго-состояние пациента и рассматриваем ту или иную ситуацию. А вот как, исходя из родительского эго-состояния, как, исходя из детского эго-состояния, это воспринимается. И тогда сразу становится понятным, понимает ли пациент, клиент, о чем идет речь, и действительно ли он находится в том эго-состоянии, которое он изобразил на эго-грамме. Или же у него есть смешение или тем более там контоминация, когда ему кажется, что его действие вполне рациональное, фактически он находится под влиянием внутреннего, ну, чаще всего ребенка, когда в кризисном состоянии пребывает. Спасибо большое. Есть еще вопрос от Юлии Куприкиной. Клиент сообщает о том, что принял собственное решение о собственной смерти. Он хочет, чтобы его поняли и приняли его решение. Как при этом может сохраняться нейтральная позиция терапевта? Как, на ваш взгляд, разграничивать ответственность в данных ситуациях? Ну, конечно, когда у пациента активные суицидальные намерения, если он уже принимает для себя решение, которое собирается реализовать, то мы вряд ли будем ограничиваться только нашими психотерапевтическими интервенциями. Помощь будет более комплексной, более стационирования, конечно, и оказание, прежде всего, биологической терапии возможно. Но разграничение здесь… Разграничение в чем? Разграничение в том, чтобы принимать пациента без какого-то морализирования, не осуждения, да, мы в любом случае даем понимание пациенту, такую эмпатическую составляющую его внутреннему ребенку, что да, мы понимаем его, но это не значит, что принимаем. Понимать и принимать совершенно разные вещи. И от понимания уже переходим к рассмотрению этой позиции исключительно из взрослого эгосостояния. Спасибо большое. И завершающий вопрос. Я так понимаю, пишет Армон Лангардоров, контракт можно заключить с пациентами старше 25 лет, да, спрашивает он, ведь в 25 лет заключить такой контракт… Ой, съехала, сейчас, секунду. Заключить такой контракт… Будет бесполезным в плане ответственности со стороны пациента. Ну, я так понимаю, что речь идет, конечно, о формировании, уже завершенном формировании личности. 25 лет возраст в определенной мере условный. Кто-то и раньше созревает, да, ну, а кто-то и в 25 еще находится в инфантильном, конечно, детском эгосостоянии. Поэтому, безусловно, мы заключаем контракт с теми клиентами-пациентами, у которых взрослое эгосостояние достаточно хорошо сформировано. То есть когда мы, ну, по определенной мере все-таки уверены в том, что мы работаем со взрослым эгосостоянием, мы можем этот контракт заключать. 25 или чуть раньше, ну, это зависит уже от индивидуальных особенностей наших клиентов. Спасибо большое. Правда, есть вот еще один вопрос, если позволить, завершающий. Корректно ли в случае недоступности терапевта между сессиями дать клиенту телефон доверия? Это как такой, ну, крайний вариант, что называется, потому что все-таки в идеале это должен быть кто-то из ко-терапевтов, но если такой возможности нет, да, хотя бы телефон доверия, у него должны быть доступные варианты получения помощи. Ну, и желательно это не просто дать телефон, а нужно быть уверенным, что он помощь получит, потому что, к сожалению, далеко не всегда те телефоны, которые мы получаем где-то в интернете, не убедившись в том, что там оказывают дачную помощь, они потом сработают тогда, когда это потребуется. Да, полностью согласен. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, за очень интересный доклад. И еще раз я передаю слово Марине Андреевне Рис. Она не только психолог, но и учредитель благотворительного фонда «Просто люди», создательница проекта «Псипросвет», и она выступит с докладом «Переживание жизненного кризиса жителями России», «Анализ обращений на горячую линию» проекта «Псипросвет» с февраля по октябрь 2022 года. То есть очень актуальная и важная информация. Здравствуйте, Марина Андреевна. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Дмитрий Викторович, здравствуйте, слушатели. Как раз я являюсь представителем той самой горячей линии телефона доверия, на которой люди звонили, ну, звонят нам достаточно давно, мы работаем с 2020 года. Но анализ и исследование того же, что переживают люди сейчас в связи с кризисом в стране, этим мы занимались плотно с марта по октябрь. Если позволите, я покажу презентацию. Сейчас. Собственно, жизненный кризис. Сначала пару слов о нас. Что мы за проект, как мы работаем и откуда, собственно, у нас появилась эта информация о том, что люди переживают жизненный кризис. Мы, благотворительный фонд, занимаемся вопросами психического здоровья с 2017 года. У нас есть проект psyprosvet.ru. Это интернет-ресурс, портал для людей с психическими расстройствами. И, ну, в основном аудитория наша приходит через psyprosvet. Когда люди начинают читать информацию, часто звонят потом на нашу линию или записываются на консультацию. У нас открыта горячая линия 8-800-100-1941. Ну, так уж получилось такой номер, где мы оказываем психологическую помощь совершенно каждому человеку, который к нам обратится, независимо от того, есть у него диагноз или симптом психического расстройства, или он просто хочет поговорить. То есть, ну, квалифицированную помощь может получить каждый. Работаем мы с 2020 года. Ну, порядка 20-30 звонков в день, что дает порядка 3000 консультаций в год. Ну, в общем, на базе этого мы начали исследовать состояние людей, ну, буквально начиная с 25 февраля, когда вместо обычных 20 звонков к нам поступило 80 ежедневно, с 25. Линия справилась, психологи справились, все вышли на дежурство. Вот такая волна звонков и обращений, она через некоторое время спала. Но, тем не менее, мы уже поняли, что что-то не так происходит по нашей статистике. Такой рост обращений в три раза без каких-то рекламных акций такого у нас еще не было. И мы начали смотреть, ну, что же на самом деле происходит, выводить какую-то статистику, закономерности. И этим я хочу сегодня поделиться с вами. Ну, для начала небольшой дисклеймер. Мы не исследовали политические взгляды людей и избегали специально задавать какие-то вопросы о том, каких взглядов, какой страны наш абонент, респондент, клиент придерживается. Тем не менее, эта информация всплывала или не всплывала, но ничего об этом вы сегодня не услышите. Мы не пытаемся дать статистические данные по России, хотя у нас достаточно солидная выборка, ну, даже если сравнить с крупными социологическими опросами. Тем не менее, все-таки обратившиеся за психологической помощью не составляют какую-то значимую статистическую категорию людей. То есть мы предполагаем, что таких людей, которые ищут психологическую помощь, ну, их 10-20%. И на основе взглядов, переживаний наших клиентов нельзя расстроить статистику по стране. Это получится температура по больнице. Мы не ставим диагнозы, мы помогаем их снимать, поэтому здесь, наверное, психиатры и клинические психологи бы, наверное, смогли лучше прокомментировать, но мы даем данные, вот как есть, как мы слышим от клиента, не пытаясь поставить диагноз. И мы не делаем научных выводов, ну, потому что все-таки исследование проводится в специфических условиях. Ну, что ж, кто, собственно, стал участником нашего проекта? Это порядка полутора тысяч человек, которые позвонили на горячую линию, которым мы дали консультации. В среднем консультация длится час, хотя в последнее время это время удлинилось. обсуждаются очень серьезные проблемы. Мы опрашивали психологов, которые сотрудничают с нашим проектом, у каждого из которых есть своя практика, и несколько сверялись по динамике их клиентов. То есть порядка ста человек были под постоянным наблюдением, и психологи делились прогрессом или регрессом тех запросов, с которыми клиенты обратились. Мы целенаправленно в конце уже исследования, в сентябре проводили интервью. Тема интервью была «Жизненный кризис». То есть подробно-подробно расспрашивали людей о том, что же произошло с ними. То есть это было такое глубинное интервью. Расспрашивали также о наших коллегах психиатрических клиник, чтобы понимать статистику обращений, с чем приходят уже в клиники клиенты. Кто наш типичный респондент? Ему 20-55 лет, старше редко звонят. В основном женщины. Как правило, это люди среднего класса, с высшим образованием. И еще раз обращаю внимание, что психолог, как правило, нашему респонденту не чушит. То есть он уже осознает свою проблему и ищет пути ее решения. Мы не используем опросы, в отличие от соцопросников, где есть набор вопросов, что вы чувствуете, насколько выражена ваша тревога и так далее. Ничего подобного у нас нет. Вот с чем человек пришел, о чем он говорит, на основе этих данных мы и строим наши гипотезы, и делаем выводы, и делаем статистику. Если человек о чем-то не говорит, ну, вспоминаем, важное правило, не чешется, не чешите. Соответственно, все это живые беседы, иногда клинические беседы в серьезных ситуациях. Это косвенные вопросы, косвенные опросы, когда иногда мы задаем интересующие нас вопросы для исследования, предупреждая человека о том, что, а вот мы проводим такое исследование, а не могли бы вы поговорить на эту тему. Так бывало. Прямое интервью, ну, уже по спискам вопросов, и мы тоже сверяли наши результаты с данными соцопросов. Это в ЦИОМ, анкетолог, на ФИИ, ну, то есть смотрели, что же говорят социологи и насколько наши данные соотносятся с тем, что происходит в стране в целом. Так что же происходит? Условно, мы сейчас разобьем этот процесс на три этапа. Этапы переживания, ситуации. И первый этап, март-май, мы бы назвали острый шоковый травм. Это не только вал звонков, обращение об этом говорит, но и в целом мы замечали, что у очень многих людей наблюдалось симптомы спутанного сознания. Так что было такое ощущение, что происходит какой-то массовый психоз. Хотя, опять же, не ставлю диагнозы, но ощущение нереальности происходящего, нелогичности, бредового какого-то сознания. Вот это вот ощущение очень долго присутствовало. С марта по май. Где-то до середины, скажем, после майских праздников ситуация стала исправляться. Могу даже назвать три пиковые даты, которые были. Это было 25 февраля, не 24, а 25 февраля. Затем пик был 5-6 марта выходные. И затем пик был 12-13 марта. Клиники подтвердили, что вот это были самые-самые острые точки. Когда люди действительно впадали в психозы и было обострение. Какие были реакции на травмирующую психику информацию, травмирующую психику события? В основном две. Первое – это активность. То есть непременно надо что-то делать. Писать, подписывать письма, заявлять о чем-то в соцсетях. Там же начинать спорить. Сахар-гречка. Бежать из страны. То есть что-то делать. Что делать еще непонятно, но обязательно что-то делать. И было очень много такой хаотической активности. Вторая реакция – это наоборот читать новости, плакать, не двигаться. то есть реакция «замри». Достаточно долго это продолжалось. Ну, месяца-полтора. Потом, как я говорила, наступил этап второй. Это лето. Произошла какая-то азаптация. Я не могу сказать, что настроение улучшилось. Вот если с соцопросом говорят, что порядка там 30-40, ну, цифра варьируется, да, 30-40 процентов людей в хорошем настроении. Ну, у нас немножко другая ситуация. На линии все-таки к нам обращаются люди с проблемами. Я бы сказала, что плохое настроение, то есть депрессии, тревоги и так далее, они стали стабильными и привычными. То есть, если человек, когда сначала обратился с депрессией, то сейчас он был достаточно такой средненькой затяжной депрессией. Да, если в первом случае это было только острое ощущение, то потом оно притупилось. То есть все, в общем-то, притупилось. Те, кто были в норме, они так и остались в норме. Те, кто плохо себя чувствовал, они стали стабильно и долго себя плохо чувствовать. И примерно укоренились в своих взглядах и возрениях. Возвращается критика к своему состоянию. То есть очень многие нам летом говорили о том, что, боже мой, как я себя неадекватно вот вел весной. Ведь все же понятно, что надо было делать. Тем не менее, вот критически относится к своему настроению тогда. Началась рефлексия, ну, по меньшей мере, что мне делать в этой ситуации, по большей мере, кто я в этом мире и вообще, что произошло-то со мной. Вернулись опоры, вернулся привычный ритм. То есть таких, кто лежит, читает новости и плачет, их стало уже мало. Ну, люди все-таки вернулись в работу, домашнее хозяйство, забота о близких и так далее. И все вроде было бы хорошо. В сентябре изменился вообще фон. Да, еще замечу, по данным клиник количество обращений в августе было даже ниже, чем в 21-м году. Все вроде бы стабилизировалось и стало хорошо. Но, тем не менее, вот такое вот напряжение, такое предгрозовое, оно очень сильно чувствовалось прямо с начала сентября. Изменилась ситуация, то есть закончился отпуск, началась работа, учеба, дом, вроде бы все вернулись в привычные свои ритмы, в привычные свои задачи, а ничего не работает, как раньше. То есть все за это лето очень сильно изменилось. И было ожидание катастрофы. Вот практически каждый второй респондент говорил, «Ой, сейчас что-то случится, сейчас что-то случится, сейчас что-то случится». Вот ядерная война, да, вот, наверное, случится. А мы спрашиваем, а когда вы ожидаете, что она случится? Ну, вот где-то 1 сентября. То есть ожидание катастрофы прям остро-остро чувствовало. Как будто вот локатор такой стоит и ждет, откуда угроза, откуда угроза, откуда угроза. Естественно, это состояние влекло колоссальное физическое истощение. То есть, казалось бы, все нормально, я нормально функционирую, я держусь, я думаю, я не делаю ничего неадекватного, да? Но внутреннее вот это вот состояние поиска, ожидания, непонимания, я думаю, что просто истощило людей, вытянув колоссальное количество энергии. И те трагические события, которые были озвучены 21 сентября, мобилизация, очень странно, что, несмотря на все это ожидание, это произошло как будто вдруг. То есть мы можем говорить во многих случаях как о повторении, о ретравматизации. И опять те же самые признаки острой, шоковой мы стали наблюдать, о которых я говорила вначале, хотя сейчас, сейчас немного еще времени прошло, я бы сказала, что быстрее все наладилось, быстрее все вошло в норму, и вот меньше неадекватного поведения, как вот буквально на днях клиентка говорила, я тогда в своем весеннем психозе отстрадала на всю оставшуюся жизнь. Меня сейчас уже не так сильно трогает то, что происходит. То есть какой-то даже вот у некоторых клиентов, которые выдали очень острую реакцию в марте, сейчас в сентябре какое-то тупение, спокойствие, принятие, судите об этом сами, что это означает. Симптоматика, с которой к нам приводят. Да, 80%, как правильно говорят соцопросы, с проявлениями тревоги, но, знаете, слово тревога это ни о чем. Тревога это я тревожусь, приедет ко мне курьер или не приедет. Просто степень выраженности эмоций и страха она непонятна. Вот тревога тревогой, но мы увидели очень сильный панический страх, страх за свое существование и существование своих близких. Это по степени выраженности совершенно необычная тревога, с которой к нам приходят. 50% к нам приходят депрессии, но они всегда приходили 50% из депрессии, но это не та депрессия, это апатия, когда уже ничего невозможно делать или колоссальный дистресс. 30% чувствуют возбуждение, за которое конечно кроется возбуждение, раздражение, конфликтность. Уровень агрессии я бы сказала нормативный. То есть вот такого остро агрессивного поведения мы не наблюдали. В общем-то может быть у нас очень адекватные люди на линии, но я бы сказала, что агрессия это не главная проблема. 20% говорит, что у них все нормально и волнуют их все те же старые проблемы, которые были всегда. как правило, это люди с патологиями психическими, у которых все нормально. Все-таки более нормативной реакцией, как нам кажется, было бы попереживать в этой ситуации, чем игнорировать происходящее. бывают люди веселые, активные, которые испытывают подъем энергии немного. Часто за этим кроется некоторая маниакальная эйфория. Как правило, они диагностированы. практически не встречали, ну, поскольку к нам приходят люди с диагнозами, которые уже проконсультировались у психиатров, мы удивились, что к нам не пришел ни один человек, которому кто-нибудь поставил диагноз ПТСР. Ни одного. Что касается суицидальных намерений, очень интересно. В целом статистика не выросла. У нас из 20 звонков, как правило, ну, пять, с суицидальными намерениями в день бывают. Так, в общем-то, и осталось, может быть, даже чуть меньше их стало на фоне общего роста обращений. Но интересно, что бывают дни или недели, когда идет просто вал. Я не знаю, с чем это связано, с солнечной ли активностью, с политической ли активностью, но бывают просто вал, а потом сходят на нет. слежу за временем, остановите меня, если будет поджимать, но хотел бы еще рассказать не только о симптоматике, да, симптоматика это самая верхушка Айтберга, хотел бы рассказать еще о проблематике, что, собственно, стоит за этими симптомами. И что люди предъявляют, ну, как в мир, да, мы тоже часть мира, психологи, да, мы считываем запросы формальные, с которыми к нам приходят, и что потом в процессе, ну, такой экспресс нашей, конечно, терапии удается выяснить, что же это за жительный кризис такой, какие проблемы. Я набрала, тут их, конечно, очень много, и кажется, что все люди переживают одно и то же. Нет, это совсем не так. Каждый переживает по-своему, то есть каждая история, с которой к нам приходит, она уникальна совершенно. Но есть некоторые закономерности. Внешне люди жалуются, что очень много читают новости и не могут от них оторваться, то есть происходит зависание и не читать не могут, поскольку наступает пустота, и когда читают, становится все плохо, плохо, плохо. К чему это приводит? Что постепенно своя собственная жизнь разрушается. То есть уже ни о чем, о другом, как о новостях человек не думает. Очень непросто его возвращать, вопросы, а что же с тобой происходит, ты как себя чувствуешь? Чувство вины, стыда, которые как бы разделяются вместе со всеми. Почему я заранее, полгода назад не сделал то-то, то-то? Я был бы готов. Почему я доллары не продал? Почему я доллары не купил? Почему я не поменял работу? Почему я не уехал? Почему, почему, как же так я вот такое допустил? Как же мы такое допустили? Что на самом деле стоит за этими чувствами? Какая оборотная сторона? Человек, который постоянно слышит обвинения от не знаю, от бота в соцсетях или от демона в своей голове, неважно, это примерно одно и то же, становится очень конфликтным, он очень хрупкий, он становится постоянно в состоянии защиты. Любое слово неосторожное он слышит как обвинение. Так что, казалось бы, жертвы, испытывающие вину, на самом деле обнаруживают себя в позиции агрессора. Многие люди, перечитав инфопоток какое-то время и пообщавшись с кем-то в конфликтных ситуациях, выбирают одиночество. Но это такое одиночество именно как бегство, потому что очень многие были травмированы разговорами не только в соцсетях, но и в каком-то своем окружении и выбрали одиночество. Что мы с такими людьми делаем? Мы спрашиваем, а вот из твоих каких-то важных для тебя людей, кто тебя обидел на самом деле? Выясняется, что не так уж и много. Не так уж и много. и это иллюзия агрессивности и конфликтности мира в социуме. Это именно иллюзия, потому что в ближайшем окружении, как правило, один-два человека старшего возраста обижают. В основном у человека довольно адекватное окружение. И вот это экзистенциальное одиночество это совершенно не то, что ему в данный момент нужно. Нет горизонта. Когда спрашиваешь человека о том лейнзе, предвидите, что с вами будет на какое-то время. Нет, нет, все говорят, что я могу увидеть только в пределах одного дня, одной недели вот такое схлопывание всех жизненных планов, как правило, за это все винят ситуацию. Я не вижу, что будет завтра, я не вижу, что будет послезавтра. Ну и, соответственно, какие планы я могу строить. Нам помогало с одной стороны принять такую ситуацию крайней неопределенности и в ней все-таки строят какие-то понятные планы на недели, две недели, месяцы, которые абсолютно понятны, независимо от того, что может произойти. А с другой стороны помогают, а если посмотреть в перспективу три-пять лет, то есть совершить такой скачок, перескачить через тяжелую нынешнюю ситуацию, и тогда открываются какие-то горизонты, но вот отдаленные. обычных среднесрочных планов, которые у нас всегда были на полгода, на год, вот этого стало крайне мало, и это тяжело для человека. То, о чем я уже упоминала, одно из самых травмирующих чувств, которое звучит практически у каждого, это чувство неопределенности, но тут интересно. то есть в неопределенности надо уметь жить, быть гибким, подстраиваться, принимать решения, быстро действовать. Ну, есть много способов поведения в неопределенности. Здесь настолько тяжким бывает неопределенность, что человек уже как бы ждет, в смысле желает, чтобы это все наконец грохнулось. когда же это произойдет. Разумеется, мне к чему хорошему это не приходит. Некоторые строят опоры в неопределенности на каких-то повседневных простых делах. Убираться, мыть, заботиться о детях и так далее. и так далее. Ну, и в этом видят смысл жизни на данном этапе. Да, мы очень часто за таким во всех отношениях надежным поведением бывает то, что вместо того, чтобы убираться, гладить, драить кухню, к примеру, ты в это время не принимаешь какие-то очень важные решения, которые от тебя как главы семьи требуются. или как человека ответственного за себя. Очень-очень часто опоры, вот якобы опора является не опорой, а каким-то хлипким тоже избеганием того, что предъявляет тебе жизнь, предъявляет ситуацию. Заболевания. Очень много пошло психосоматики, особенно в сентябре, особенно в октябре, вот сейчас идет как раз вот этот вот пал заболеваний. Это скорее всего результат нервного истощения на протяжении многих месяцев. Люди не отдыхали на самом деле, то есть формально был отпуск, на самом деле отпуска не было. Про правила и про беспредел я, наверное, сейчас углубляться не буду, немножечко затрону тему неисполнения обязательств, как выход из ситуации, когда правила не работают. То есть если никто не соблюдает правила, ну давайте никто и не будем соблюдать вообще ничего. То есть идет вот какая-то вот такая вот не выработка новых правил, а уход от всех правил. То есть очень часто встречаются разводы, увольнения, отказ от детей, отказ от больных родственников и просто неисполнение своих обязательств. Тяжело, но сейчас последний самый уже тяжелый файл. когда вот все вот это в совокупности конечно создает угрозу жизни, угрозу психическому здоровью и как следствие угрозы жизни каждого каждого человека. Но есть некоторые особо опасные ситуации. Вот казалось бы медитации, молитва, философия, размышления. Казалось бы это все очень хорошие вещи. Но когда спрашиваешь человека о чем собственно молишься, о чем ты Бога просишь, выясняется, что он хочет всех отправить в ад. Что собственно он и делает по жизни. То есть магическое мышление, которое сейчас набирает силу, чаще всего имеет вид какого-то полного бреда, где отсутствует логика. и то количество психозов, которые мы увидели весной, причем первых психозов, первых случаев, оно подтверждает эту теорию. Но часто вы не увидите психоз, но просто заметите, что какая-то бредятина происходит. И тогда только одна рекомендация никогда не входи в структуру бреда. Если такое не замечаете, то лучше из этих отношений, из этих разговоров просто выходить. Там действовать невозможно. Вторая тема. очень мало людей воспринимают ситуацию как беду нейтральную или нечто нейтральное. Как правило, я не могу сказать, что как правило, когда думаешь о процентах, наверное, все-таки не так много людей, но есть ощущение тонкое о том, что весь мир против меня. Что все это было придумано специально для того, чтобы мне навредить. Собрались какие-то злые люди, и они разрушили мою жизнь. Ну, соответственно, позиция жертвы никогда не выводит человека в нормальное состояние, и те затяжные ситуации, затяжные психологические кризисы, в которых сейчас многое оказывается, они отчасти связаны с жертвами. Следующая тема. 80% в августе сказали, что они переживают кризис. Мы решили повнимательнее посмотреть путем специальных интервью, что же это за кризисы. Очень интересно. Кризисы связаны не с политической ситуацией, они связаны со здоровьем, с местом жизни, с какими-то глубокими потерями, которые человек пережил или переживает, то есть в общем-то или непонимание своего места в жизни, или переход в другую возрастную категорию, то есть в общем-то кризисы жизненные совершенно разные. Но когда мы спрашиваем, когда собственно начался вот этот кризисный период, как правило длительный, он там год-два, называют либо 2020 год, либо конец 2021 года. И пик этого жизненного кризиса приходится ну вот ровно на март-месяц. о чем это может говорить? Возможно, мировая ситуация не является триггером сама по себе, но она запустила, причем не своевременно, без подготовки, запустила глубокие жизненные процессы. Ну, это мы видим по себе, по всем, что это был катализатор для серьезных изменений. Не только места жительства, но и вообще всего мировоззрения человека. Плохо, что плохо, что в эту парадигму вошли молодые люди, молодые активные работающие люди, которым в общем-то не по возрасту кризис такого масштаба. И плохо то, что вот это особенно тяжко было в сентябре, когда это все прозвучало, люди серьезно задумались о смерти, серьезно задумались о конечности своей жизни. И не каждый нашел что-то в себе, чтобы он не то, чтобы противопоставил, но чтобы он предъявил смыслы, реализация. Так что тема эта очень непростая и она только-только-только начинает развиваться. То есть смена мировоззрения и такие глубокие экзотициальные вопросы они сейчас звучат на каждом шагу и это очень необычно. Это очень необычно. Ну и последнее это отрицание. Когда нам говорят о социумиальных намерениях, мы очень часто сейчас слышим не личные какие-то причины, я не реализовался, я не смог там не понимаю, что дальше. Люди отрицают мир как таковой. Я в таком мире жить не согласен. Ну и это конечно вызов. Завершая казалось я много очень страшных вещей рассказала и кажется что вообще никакие уже инструменты не работают на сто процентов. Но тем не менее что помогает нашим клиентам? Возврат в тело, то есть забота о своем здоровье, контакт с природой, с чем-то земным, с чем-то материальным. Это помогает каждому. Те, у кого есть любимая работа, вот кстати наиболее стабильные люди, не только психологи, психологов работают трудно, но наилучшие показатели у врачей, иногда у учителей, у научных работников, люди, которые занимаются своим делом, вообще любым делом, любимым, которые приносят удовольствие, они находятся в самом стабильном состоянии. Те, у кого есть любимые люди, естественно, тоже попали в число счастливчиков, кто в них не попал, да, волонтерство, помощь другим, это сейчас хорошая очень практика, но и те, которые способны сами получать помощь, те, о ком кто-то заботится, они тоже находятся в хорошем состоянии, ну и там напоследок анекдот, я думаю, вы все знаете его, да, то есть идет путник, перед ним камень, где написано, что там прямо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь, на месте останешься, голову потеряешь, ну, куда идти путникам. Вот любые нестандартные решения сейчас дают толчок толчок для не знаю, даже не преодоления, а для выхода на какой-то новый личностный уровень, и люди, которые предпринимают такие нестандартные решения, они прям вдохновляют. я закончила, буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое, Марина Андреевна, за такой информативный, с очень актуальной информацией, данными, и одновременно глубокий аналитический доклад. Вопросов много, но в первую очередь благодарности за вашу и проделанную работу, и исследование, и тем, что поделились этой информацией, за ваше выступление. Сейчас я постараюсь в чате найти места, где были заданы вопросы, и их озвучить. Возможно, еще с предыдущего доклада были несколько вопросов, но, наверное, их можно задать и вам. Какие конкретно шаги предпринять при ярко выраженном суицидальном плане, спрашивает Дмитрий Олейников, типа, я пришел попрощаться, завтра меня уже не будет. И Руслан Лайлин тоже присоединяется к этому вопросу. Что должен делать психолог, если клиент пишет, что я хочу попрощаться, не хочу больше жить и больше не выходит на связь? У нас немножко другая ситуация. К нам люди звонят, то есть они приходят к нам как с проблемой. И очень часто, очень часто в разговоре с психологом эта ситуация обсуждается и проговаривается. То есть вот такое пока до свидания незнакомым людям с линией доверия, с линией доверия вряд ли мы в такую ситуацию когда-либо попадем. К нам наоборот приходят, чтобы за что-то уцепиться. И как правило находя живого человека на другом конце проводе уже в процессе разговора человек возвращается. Что делать с теми которые сказал пока до свидания и пропадают. У нас бывают такие ситуации. Мы ведем тоже групповых клиентов и часто бывает что человек пропал не приходит на группу что с ним не известно о суицидальных наберениях мы знаем но на самом деле ничего в этой ситуации не сделаешь только ждать и надеяться. спасибо еще вопрос Мария Андреевна спрашивает Юлия Становкина чем вы объясняете отсутствие диагноза ПТСР я предполагаю что психиатры боятся поставить такой диагноз и клиенты боятся озвучивать какие-либо соображения по поводу мировой ситуации тоже потому что боятся мне кажется что вот есть такое взаимное вранье и поэтому диагнозы не пришли хотя на самом деле конечно они как вряд ли они отсутствуют в реальности не могут не быть как говорится Галина Марковская спрашивает будет ли публикация по материалам вашего выступления или по анализу проделанной работы ну и еще ряд участников мы готовим мы готовим публикацию подбираем слова подбираем слова думаем до конца года мы опубликуем хотя данные же постоянно приходят мы не останавливаем нашу исследовательскую работу хотелось бы сказать ну стоп мы прожили этот этап давайте подведем итоги так ведь нет же вечно что-то происходит уже планировали в сентябре опубликовать и не получилось замечательно будем ждать обязательно этот доклад и был еще один вопрос пытаюсь его найти в чате сейчас минутку буквально если суицидент находится в местах лишения свободы каким образом его замотивировать и направить к позитивной цели не знаю я все-таки не суицидолог был вопрос сейчас я тоже пытаюсь его найти сравнение а вот здесь Евгения Лапшина пишет проводилось ли в ходе исследования проводились ли в ходе исследования параллели с в кавычках массовым в скобках глобальным психозом весны 2020 видите ли вы их да проводили проверили проводили совершенно разные вещи совершенно разные вещи то есть по уровню по глубине сейчас идет намного более серьезная ситуация чем тогда хотя общее между ними то что ощущается угроза жизни ну из-за чего такие острые реакции это витальный страх из-за угрозы жизни но в первом случае в случае с пандемией этот страх был оформлен он был понятен что ты будешь переживать как легкие больницы там температура и так далее это было понятнее и в этом плане легче сейчас угроза жизни чувствуется но вот помните я говорила ждали 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 ядерную патастрофу дату уже все назвали первое сентября и там вот кривая была жалко я не показала 21 вот этого никто не ожидал и вот настроение было вот такое вот с плюса на минус вдруг внезапно все произошло то есть я бы сказала что это совершенно разные этапы человеческого развития пандемия и то что происходит сейчас спасибо большое но будем надеяться именно на это слово развития и преодоление через именно развитие поэтому еще раз благодарю вас за доклад очень насыщенный яркий и содержатель Марина Андреевна и от лица не только своего но и многочисленных слушателей которые написали это в чате и надеемся на новые встречи на последующих наших конференциях посвященные этой важной теме уважаемые коллеги позвольте продолжить нашу ежегодную восьмую научно-практическую конференцию суицидология актуальные проблемы вызовы и современные решения она посвящена не только теоретическим но и практическим аспектам такой сложной и грозной проблемы как суицидальное и аутоагрессивное поведение и позвольте представить вам доклад моего коллеги друга Андрея Геннадьевича Каменюкина врача-психотерапевта врача-психиатра руководителя клиники когнитивной психотерапии СБТ клиник и вице-президента ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии его доклад будет посвящен расстройствам связанным со стрессом и суицидальным поведением очень актуальным к сожалению для последнего периода и особенно сегодняшних дней Здравствуйте коллеги спасибо Дмитрий за представление спасибо за приглашение за возможность поделиться своими знаниями и опытом с коллегами и действительно тема к сожалению актуальная очень и боюсь что в рамках времени я не смогу полностью раскрыть но по крайней мере значимость того что обозначено в теме нашей конференции я постараюсь прояснить потому что часто когда мы сталкиваемся с расстройствами связанными со стрессом мы не думаем о том что здесь есть риски суицидального поведения но в действительности это так и я поделюсь с вами некоторыми исследованиями которые на данном этапе существуют и они показывают как же это взаимосвязано но тем не менее хотел бы прежде чем мы к этому подойдем начать с общих аспектов напомнить всем о том что же такое расстройство связанной со стрессом потому что до сих пор к сожалению многие путают что же это такое однако есть критерии которые позволяют нам довольно четко определиться и четко диагностически обозначать о каких же расстройствах идет речь но и если мы обратимся к МКБ-11 руководством которым мы все уже будем в ближайшем будущем пользоваться на самом деле уже даже сейчас многие специалисты им пользуются то все то что имеет отношение к расстройствам связанным со стрессом связано с определенным откликом нашей центральной нервной системы и организма в целом в ответ на какие-то стрессовые события и вот здесь очень часто по опыту проведения и супервизии и интервизии и семинаров я сталкиваюсь с тем что вводит в заблуждение вот этот термин стрессовые события часто он интерпретируется как такой достаточно объемлющий не только то что подходит под критерием но и любые стрессовые события однако же расстройства о которых я буду говорить они возникают в ответ на определенные стрессовые события то есть не все стрессовые события которые возникают в жизни они могут привести к например к посттравматическому стрессовому расстройству или к комплексам и ПТСР или к другим расстройствам связанным со стрессом поэтому надо здесь ориентироваться достаточно верно и грамотно на критерии но собственно какие же стрессовые факторы могут быть поскольку эта группа расстройств включает в себя целую линейку состояний то важно понимать что в основе этих состояний бывают разные события когда мы говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве или о комплексном ПТСР то здесь конечно же причиной этих состояний будут экстремальные выходящие за рамки естественного человеческого опыта события такие как какие-то техногенные катастрофы сопровождающиеся разрушением зданий падением самолетов такие как какие-нибудь природные катастрофы наводнения землетрясения которые приводят к жертвам ну или к разрушениям жилых зданий ну и конечно такие события как боевые действия это то что как и для участников боевых действий так и для гражданского населения может представлять угрозу и может приводить к посттравматическому стрессовому расстройству или к комплексному ПТСР то есть это такие экстремальные события о критериях я немного еще поговорю чтобы все-таки была ясность далее в МКБ-11 есть длительное расстройство горя состояние которое развивается в ответ на утрату близких людей и также есть расстройство адаптации достаточно емкое и собирательное включающее очень много таких причин расстройства но надо понимать что расстройство адаптации это состояние которое развивается в ответ на скорее изменение привычного образа жизни безусловно образ жизни меняется и при каких-то экстремальных воздействиях но мы здесь говорим о событиях которые например связаны с разводом социально-экономическими проблемами со снижением уровня доходов с внужденным переездом например то есть тогда когда традиционный уклад привычный уклад резко меняется и в ответ на это у человека может развиться определенное эмоциональное состояние и вот эти вот три таких ключевых причины которые в свою очередь вызывают определенные расстройства которые включены в круг расстройства со стрессом они в свою очередь могут у наших клиентов вызвать переживания которые могут включать в том числе и суицидальные риски но давайте последовательно разберем это все коротко учитывая что очень мало времени я по статистике пройдусь в целом важно учитывать что конечно особенно сейчас да учитывая контекст мы имеем высокую вероятность развития таких состояний и здесь нам пожар лучше отталкиваться не от цифр которые декларируются в ВОЗ или в других источниках а лучше отталкиваться от того что вероятность того что к вам попадут клиенты или пациенты с данными расстройствами очень высока потому что например распространенность посттравматического стрессового расстройства в группе риск участников боевых действий у жертв конфликтов у тех кто находится в этой зоне может возрастать до 60% то есть здесь я думаю что мы можем реалистично оценивать то что будет в нашей практике однако надо учитывать что конечно эти расстройства могут быть ну скажем так не в жалобах клиентов то есть клиенты могут жаловаться на какие-то симптомы и нам как специалистам важно уже из этих симптомов составить представление о том что же у нашего клиента есть ну и вот как раз здесь когда мы собираем жалобы и собираем анализ нам надо понимать что же такое травма что же такое травматическое событие которое могло повлечь за собой определенное состояние нашего клиента два типа травматических событий мы выделяем краткосрочное неожиданное то есть сексуальное насилие какое-то нападение криминальное какое-то однократное нахождение в зоне обстрелов когда человек попал в какую-то ситуацию рядом взорвались снаряды ДТП однократное какое-нибудь воздействие последствий какой-нибудь природной катастрофы это все то что именно один раз произошло и четко было очеречного времени является источником травматического опыта но при этом кроме таких событий могут быть постоянно повторяющиеся травматические события то есть те которые системно присутствуют в жизни человека и в данном случае вот эти повторяющиеся события особенно когда человек живет в зоне где происходят какие-то события которые ставят под угрозу жизнь его и его близких они будут развивать определенный травматический опыт ну и сама по себе травма здесь вот как раз эти критерии очень важны это конечно смерть или угроза смерти фактическое причинение серьезной травмы или угрозы таковой и фактическое сексуальное насилие или же что важно угроза такового то есть угроза сексуального насилия и здесь важно понимать что как раз даже если человек был свидетелем или он подвергся какому-то нападению с угрозами но насилием не подвергался это может привести к развитию расстройств связанных со стрессом поэтому здесь конечно вероятность как мы понимаем очень высока но и сами способы столкновения с травматическим опытом они могут быть тоже в нескольких вариантах представлены это может быть прямое столкновение когда на человека напали это может быть просто присутствие в ситуации когда человек видит как значимо для него люди погибают он видит что с ними происходит это может быть какая-то новость о гибели близкого родственника в результате какого-то насильственного воздействия ну и конечно тогда когда мы говорим о сотрудниках соответствующих ведомств которые находятся в определенных условиях в которых они становятся либо свидетелями либо непосредственными участниками действий определенных это может вызвать у них изменение в состоянии которое клинически будет проявляться в симптомах соответствующих например посттравматическому стрессовому расстройству или комплекс ПТСР и давайте посмотрим на МКБ11 как сейчас представлены эти расстройства прежде всего я бы выделил вот эти 4 расстройства посттравматическое стрессовое расстройство осложненное посттравматическое стрессовое расстройство или комплексное ПТСР затяжная патологическая реакция горя и расстройство адаптации это ключевые состояния которые могут привести у взрослых людей к развитию состояний, в том числе и к развитию суицидального поведения. То, что касается других расстройств, они скорее повторяются у лиц взрослого и подросткового возраста, но, тем не менее, здесь тоже мы такие риски не можем исключать. Однако, поскольку я работаю со взрослым контингентом, то все-таки буду делиться своими знаниями, опытами и исследованиями, которые посвящены данному возрасту. При этом, все-таки, если мы посмотрим на МКБ-11 и сравним с МКБ-10, то такое состояние, как острая стрессовая реакция, сейчас кодируется не в рубрике расстройств, связанных со стрессом, а отнесено к таким доклиническим психологическим состояниям, как такой доклинический ответ в ответ, то есть как реакция на определенное стрессовое воздействие. И вот здесь, на мой взгляд, если говорить о классификации, в МКБ-11, к сожалению, не включено одно расстройство, которое в реальности, конечно же, имеет место быть, и в том числе может быть сопряжено с суицидальным поведением. Это состояние, которое есть в ДСМ-5, а именно острая стрессовая реакция. Прошу прощения, острое стрессовое расстройство. То есть есть острая стрессовая реакция, которая отнесена к доклиническим проявлениям в МКБ-10 и в МКБ-11, а есть острое стрессовое расстройство, которого нет в МКБ, но оно есть в ДСМ. И вот это острое стрессовое расстройство, психический шок или психологическая реакция – это именно такой опыт, такой отклик в ответ на какой-то ужасающий травмирующий опыт. И важно понимать, что мы имеем право поставить такой диагноз, граничивая себя временными рамками определенными. Это состояние длится не менее трех дней и не более одного месяца. Как правило, если оно длится больше, то если не оказана помощь человеку, есть высокая вероятность того, что острое стрессовое расстройство трансформируется уже в посттравматическое стрессовое расстройство. Они, кстати, и клинически очень схожи. Острое стрессовое расстройство и ПТСР по проявлению, по симптоматике. Но все-таки вот этот временной интервал позволяет нам деференцировать эти состояния. Ну и как раз подходя к тематике моего доклада, я оставлю за рамками клинические критерии, диагностические критерии ПТСР и КПТСР. Они достаточно понятны и есть в открытых источниках и на нашем семинаре, которые мы проводим в ассоциации, в рамках базового, вернее, продвинутого курса и в рамках дополнительных образовательных программ. Там есть целая тема, где более подробно об этом я рассказываю. Но все-таки то, что касается рисков суицидального поведения. Здесь надо учитывать, что, конечно, расстройства, связанные со стрессом, они отличаются высокой коморбидностью. Ну и, я думаю, как всем вам известно, коморбидность – это состояние, когда сочетается у одного и того же клиента более чем одно расстройство. То есть есть, например, посттравматическое стрессовое расстройство и есть признаки, например, панического расстройства. И если мы посмотрим на вот эту схему, то мы видим, что сочетаемость или комбинация или коморбидность, она очень многообразна. Это могут быть какие-то расстройства аффективного спектра, расстройства пищевого поведения, паническое расстройство, то есть все то, что связано с тревожнофобическими расстройствами, обсессивно-компульсивные расстройства, разного спектра тревожнофобические расстройства, личностные расстройства. Ну или если рассказывать, оперируя языком МКБ-11, то это определенные поведенческие паттерны. Это аддиктивные расстройства, которые, кстати, в свою очередь могут повышать риск суицидального поведения. И суицидальное поведение, конечно, не является тем, что неизбежно сопутствует клинику клиентов с ПТСР, СК, ПТСР, но вероятность его очень высока. И если мы посмотрим на исследования, которые проводили наши коллеги, то в данном случае мы видим, что почти у четверти людей, которые прошли через опыт участия в боевых действиях, есть такой паттерн поведения, есть высокий риск суицидального какого-то поступка. И кроме тех исследований, которые провели наши коллеги, я поделюсь несколькими исследованиями, которые не так давно на самом деле были проведены и опубликованы. Это суицидальное поведение у лиц, у которых установлен диагноз ПТСР и КПТСР. В одном из исследований показано, что сексуальное, например, насилие является важным предвестником суицидального поведения, особенно у женщин. И получается, что если у женщины было сексуальное насилие или была угроза такового, то необходимо во внимание держать в том числе и вероятность этого поведения. При этом установлено, что история суицидального насилия тесно связана с попытками самоубийства, но вероятность как раз у женщин выше, чем у мужчин. Ну и по данным исследованиям как раз есть определенные цифры, которые характеризуют, что вероятность 9,6 у женщин и 6,7. Поэтому здесь, безусловно, если мы в анамнезе у нашего клиента или клиентки имеем сексуальное насилие или угрозу такового, то важно учитывать вероятность развития, в том числе и суицидального поведения. Другое исследование нам показывает о том, что у тех лиц, у которых есть комплексная ПТСР, тоже вероятность совершения суицидального какого-то поведения, суицидальной попытки максимально высока. И в этом исследовании, которое провели коллеги, констатируется, что 73% участников исследования, они говорили о том, что предпринимали попытки самоубийства. При этом в анамнезе у тех, кто в этом исследовании принимал участие, мы видим что? Мы видим сексуальное насилие и другие факторы, которые приводили к формированию сложного посттаматического стресса. Учитывая существующий контекст, надо, конечно, понимать, что, возвращаясь к тому, что приводит к комплексному или сложному ПТСР, что длительно существующий в анамнезе травматический опыт, неважно какое, нахождение в условиях, когда человек подругается сексуальному насилию, проживание в объязивных отношениях или проживание в зоне боевых действий, это может повлечь переживания, которые сопровождаются как раз и такими намерениями. Ну и если говорить о таких ключевых элементах, которые формируют данное расстройство, то, что в свою очередь определяет высокорискосуицидального поведения, это, конечно же, негативная я-концепция или самоидентификация с переживанием собственной дефективности. Другое исследование, это уже мета-обзор, который был проведен в 2010 году, он показывает нам, здесь было взято во внимание 50 статей, и авторы изучали связь между ПТСР в прошлом и текущим каким-то суицидальным паттерном поведения. Они пришли к выводу, что ПТСР было связано с увеличением частоты и предыдущих попыток, и текущих суицидальных попыток, ну в том числе каких-то намерений, мыслей. Поэтому здесь мы видим тоже взаимосвязь, и в данном случае необходимо, конечно же, брать во внимание любого клиента, у которого есть в анамнезе такая история, или мы диагностировали у него ПТСР или КАППСР. Те исследования, о которых я упоминаю, я, наверное, в презентацию включил ссылки, вы можете более подробно с ними ознакомиться, просто учитывая короткий формат выступления, я стремлюсь к тому, чтобы именно донести то, что уже установлено, и вот эту взаимосвязь показать между определенными диагнозами и высоким риском суицидального поведения. Ну и еще одно исследование, которое показывает, которое было на самом деле не так давно проведено, самое свежее, это интересное исследование, которое было проведено в Швеции, там более 3 миллионов участников в нем было, оказалось, что ПТСР является основным фактором риска самоубийства, особенно у женщин. И у мужчин мы видим, что 0,6% самоубийств связан с ПТСР, у женщин 3,5% самоубийств обуславливается этим. Поэтому нам здесь, конечно, надо учитывать, что то, что совершают наши клиенты, их намерения или действия, они во многом могут быть связаны с травматическим опытом. И нам, конечно, говоря о таком понимании, что нужно делать, прежде всего необходимо устанавливать верный, корректный диагноз, это во-первых, и во-вторых, проводить терапию, которая нацелена на то, чтобы, конечно же, помочь клиентам разобраться, проработать их травматический опыт. Но при этом нам важно учитывать, что если у нашего клиента есть намерения четкие, превалируют в переживаниях и в суждениях какая-то суицидальная готовность, то нам, прежде всего, необходимо, конечно же, взять во внимание этот суицидальный риск и начать работать с ним, рассматривая разные варианты, разные протоколы. Но прежде всего, если это есть, если мы это наблюдаем, то это нельзя игнорировать. И после того, когда мы прорабатываем этот опыт, дальше мы уже руководствуемся протоколом, который помогает клиентам с посттравматическим стрессовым расстройством или со сложным посттравматическим стрессовым расстройством пройти курс терапии, который позволит этот травматический опыт интегрировать. И, в свою очередь, это, конечно же, понизит вероятность совершения суицидального поведения. Безусловно, тема непростая. И здесь я всего лишь какие-то такие тезисные моменты обозначил. Но, повторюсь, что все-таки такая готовность увидеть клиентов, у которых есть данный риск при условии наличия у клиента травматического опыта, она должна быть у специалиста. То есть фокус необходимо настраивать таким образом, чтобы при работе мы не упускали такие риски и тем самым сохраняли жизнь нашему клиенту, грамотно выстраивая нашу последовательность в терапии и помогая ему. Коллеги, у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, презентацию обязательно отправим вам, чтобы вы могли по ссылкам пройти и более подробно знакомиться. Спасибо большое за такой содержательный доклад и ссылки на современные исследования. Есть вопрос от Ирины Семчуриной. Острое стрессовое расстройство все-таки не возникает в ответ на развод. Только если в этом разводе присутствовал какой-то компонент, соответствующий критериям, скажем так, сильнейшего стресса, то есть соответствующий критериям травмы. Если там было какое-то насилие со стороны партнера. Но сам по себе развод – это скорее то, что может привести к расстройству адаптации, а не то событие, которое приводит к именно такому серьезному отклику. Иногда клиенты описывают свои переживания как действительно тяжелые, но нам важно как клиницистам ориентироваться на критерии. То есть если был тяжелый травматический опыт, то значит здесь мы имеем право говорить по СР, например, или по ТСР. Если же нет, то тогда мы в этом случае чаще всего при разводе мы можем говорить о расстройстве адаптации. О переходе ОСР в ПТСР это нередко бывает. Они даже, кстати, если вы посмотрите на критерии острого стрессового расстройства, именно расстройства, не реакции, а острого стрессового расстройства, то там клиническая картина схожа. Там и интуризионные симптомы есть, я имею в виду флэшбеки, диссоциативные какие-то переживания, избегающие поведения может быть в том числе. И если помощь не оказана, то с высокой вероятностью это может трансформироваться потом в ПТСР. Поэтому здесь такой риск есть. Ну и как раз тут важно, как раз, ну, нет, таким клиентам, если мы выявляем острое стрессовое расстройство, оказывать помощь, чтобы можно было предотвратить развитие уже посттравматического стрессового расстройства. Спасибо большое. Пока вопросов я не вижу. А нет, вот потеря работы в связи с ВОО может быть причиной ПТСР? Нет, потеря работы, опять же, это изменение привычного образа жизни. Но нам, когда мы говорим о ПТСР, о КПТСР, важно руководствоваться критериями. Я в специальную презентацию включил критерии, которые говорят о наличии какого-то прямого риска для жизни или какой-то потенциальной угрозы. Ну, то есть здесь речь именно не о том, что потерять работу человек может лишиться дохода, и ему будет сложно потом в жизни. Речь о том, что он оказался в условиях, когда ему непосредственно угрожают, могут его лишить жизни. И в этом случае только мы можем говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть тут очень часто действительно возникает такой соблазн, когда клиенты описывают свои переживания, поставить им диагноз ПТСР или КПТСР. Но важно именно на критерии ориентироваться. То есть травматический опыт – это достаточно очерченное воздействие. Это сексуальное насилие или угроза такового. Это угроза жизни прямая или непосредственная. Ну, то есть опосредованная, когда человек рядом находится, и там что-то вокруг взрывается. То есть не ему напрямую угрожают, а рядом снаряды рвутся. Не на него направленные, но тем не менее он оказался в зоне. И угроза какой-то травмы или наличие серьезной травматизации, которая была сопряжена с риском для жизни. Вот это будет относиться к травматическому опыту, который может привести к ПТСР. Ну, или если он хронически у клиента присутствует, то есть какая-то угроза жизни и здоровью, то тогда КПТСР мы можем ставить. Но опять же, мы ставим при наличии определенных симптомов. То есть травма – это один из важнейших критериев, но не единственный. Травматический опыт является фундаментом, на котором мы уже отталкиваясь от симптомов, которые есть у клиентов, ставим диагноз. Ну, и в этом контексте еще один вопрос, как раз в продолжении, но, наверное, уже частично ответ на него дан. У человека, который смотрит чрезмерно новости или реальные видео с насилием, может возникнуть ПТСР? Здесь, скорее, знаете, такой феномен, как травма свидетеля, возможен. Все-таки само по себе ПТСР требует такого контакта непосредственно вам. Хотя по опыту работы с клиентами переживания иногда у них очень похожими могут быть, и даже какие-то инклюзионные симптомы у некоторых проявляются на фоне новостных событий. Но надо понимать, что все-таки это не то, что напрямую угрожает человеку. Это опосредованный опыт, поэтому здесь корректнее о такой травме свидетеля говорить. И здесь вот, Дарья Кривошеева, вопрос как раз про свидетелей травм, например, психологов в зоне ЧС или работающих с пострадавшими. Высокий риск есть на самом деле. И завершающий вопрос от Ормона Леонгардерова. Вопрос про острое стрессовое расстройство. Может ли возникнуть при переезде из-за боевых действий? Ну, если, смотрите, человека эти боевые действия застали, ну, то есть, например, там он находился в городе, который стал подвигаться обстрелом, и он уехал, то здесь может быть острое стрессовое расстройство. Если он знает, что там к городу могут подойти какие-то боевые действия, но ничего не происходит, идет какая-то эвакуация плановая, здесь все-таки у нас недостаточно данных, чтобы говорить о наличии причин для острого стрессового расстройства. Но надо смотреть, как контекст, из чего он там состоял, конечно. Ну да, здесь очень важны детали, и сложно сказать в общем, нужно персонализированно, общаясь уже непосредственно с клиентом, прояснять все детали и факторы, которые на него влияют, безусловно. Спасибо большое за насыщенный доклад, и очень актуальный, к сожалению, в рамках текущего времени. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо, Дмитрий. И тогда до встречи. Да, до новых встреч. Ну и до новых встреч в рамках программы по суицидологии, где тоже будут представлены семинары и обучающие воркшопы, посвященные как раз проблематике суицидального поведения и ПТСР. Я передаю слово Максиму Александровичу Зрютину, медицинскому психологу, схемотерапевту и супервизору, руководителю когнитивно-поведенческого центра ВСБТ в Самаре и Павловского отделения Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Его доклад будет посвящен суицидальным рискам при обсессивно-компульсивном расстройстве. Максим Александрович, приветствую. Здравствуйте. Да, уважаемые коллеги, добрый день. И спасибо за возможность поделиться своим опытом и поделиться некоторыми исследованиями относительно такой достаточно сложной темы. Да, все темы сложные, но ОКР имеет некие такие тенденции, что сложности в исследовании и некий обзор как раз нам с вами покажет то, что даже ряд вот этих вот исследований, которые существуют, там есть очень такие спорные моменты, есть разные результаты, которые очень важны в целом для понимания того, как нам взаимодействовать с пациентами, которых обсессивно-компульсивное расстройство. Ну и в частности мы говорим про суицидальное поведение. И на самом деле риски суицидального поведения при обсессивно-компульсивном расстройстве, они достаточно все-таки высоки. И, возможно, есть некая недооцененность этих рисков и недостаточно уделяется вниманию того, чтобы это диагностировать, чтобы исследовать, ну и, соответственно, включать в процесс терапии. Поэтому мы поговорим сегодня о некоторых статьях и метаисследованиях. Ну и нам очень важно различать такое непосредственно суицидальное поведение при ОКР и непосредственно как навязчивые обсессивные мысли, связанные с суицидом. И вот здесь очень важно это различать, потому что, ну, соответственно, терапия и тактика работы, она будет отличаться. Ну, есть такая организация, всемирная организация обсессивно-компульсивных расстройств, да, и они предложили своим клиентам описать некое состояние, которое характерно для этого расстройства. И там очень много разных описаний, и все они отражают те сложности, которые возникают в социальной сфере сложности, которые возникают в психологическом состоянии, и некоторые сложности, которые возникают с тем, чтобы с этим справиться, да, что люди попадают как в некий такой замкнутый круг, где они не могут избавиться от самих симптомов, от самих обсессий, и они попадают в такую вторую спираль, которая возникает, когда возникает мысль о том, что они не могут справиться, да, мы видим такие как спирали, которые характерны для клиентов, пациентов с этим расстройством. Ну, несколько слов хотелось бы вначале напомнить, да, возобновить в памяти таких важных моментах, связанных с ОКР. Ну, во-первых, такая распространенность популяции – это где-то около 2%, а в среднем средний возраст – это 19-20 лет, но к 14-летнему возрасту расстройство развивается примерно уже у 25% клиентов, и манифестация ОКР после 35 лет, она встречается достаточно редко, но все-таки такое происходит, и в своей практике я сталкивался со случаями, когда манифестация, когда ОКР возникала уже в 40-летнем возрасте. Но, несмотря на то, что это возникало впервые, все равно в результате сбора анамнеза удалось выяснить как некие такие базовые факторы, которые создали как некий фундамент, на котором формировалось и развивалось данное расстройство. Ну, в первую очередь, это детско-родительские отношения с элементами гиперконтроля, гиперответственности, создает некую такую прекрасную почву для того, чтобы ОКР могло развиваться, расцветать и, к сожалению, закрепляться. Значит, есть такие тенденции, что если ОКР не лечится, то обычно происходит такое хроническое его течение, но нужно отметить, что часто бывают такие периоды ремиссии, когда человек без особого вмешательства или даже в целом без вмешательства может не испытывать эти симптомы, и это может продолжаться достаточно длительное время. Но эта ремиссия и вероятность этой ремиссии во взрослом возрасте, она достаточно низкая, да, и примерно около 20% этот показатель для тех, у кого это возникает уже в более позднем возрасте. Поэтому важно обнаруживать и диагностировать и предпринимать в любом случае какие-то действия, какие-то элементы терапии на самых ранних этапах, потому что это является тем элементом, который сможет снизить именно хроническое течение, ну и, соответственно, это снижает риски суицидального поведения, потому что чем более длительный период находится человек в обсессивно-компульсивном расстройстве, чем сложнее ему с этим справиться, и чем сложнее его симптомы и ритуалы, которые возникают, тем больше шансов возникновения суицидального поведения. Есть критерии диагностики ОКР, но мне бы хотелось обратить внимание вот на пункт, где отмечено, что обсессии и компульсии вызывают дистресс или мешают социально-индивидуальной деятельности больного обычно за счет пустой траты времени. Поэтому мы говорим о том, что социальная дезадаптация и в связи с этим увеличение психологической симптоматики, эмоциональная и когнитивная сфера, когда страдает, то опять увеличивается шанс присоединения каких-то других расстройств. Мы говорим здесь про коморбидность, и, соответственно, увеличиваются риски и шансы того, что может возникнуть суицидальное поведение. По разным источникам есть несколько таких исследований, которые говорят о том, что в среднем около 4-6 тысяч мыслей в сутки. Я встречал исследования, которые говорят о том, что 12 тысяч мыслей в сутки, то есть разные способы диагностики существуют, ну и, соответственно, есть разные показатели. И если рассматривать ОКР через призму когнитивно-поведенческой терапии, то мы говорим о том, что есть ряд факторов, которые влияют на формирование, на возникновение и поддержание данного расстройства. Здесь мы говорим про риски, связанные с генетикой, мы говорим про биологические факторы, есть концепции теории, которые говорят про вирусные происхождения, есть теории, которые говорят о том, что происходят определенные сбои в работе головного мозга. И, безусловно, мы выделяем детско-подростковые взаимоотношения со значимыми людьми, с определенными стрессами, факторами, которые складываются в жизни у ребенка и подростка. И все это вместе может являться такой базой, основой для формирования психокомпульсивного расстройства. Ну и, конечно же, если в анамнезе есть родственники, которые страдали данным расстройством, то вероятность она в разы увеличивается. Этот опыт детско-подростковый, он приводит к формированию убеждений, формированию схем через призму, в которых воспринимаются определенные обсессии. В когнитивно-поединенческой терапии мы говорим о том, что разница между нормальными интрузиями и интрузиями, которые приводят к расстройству, заключается в том, как мы их воспринимаем, как мы их оцениваем. И достаточно многие люди сталкиваются с навязчивыми мыслями. Возможно, кто-то из вас сталкивался с какой-то крутящейся песней в голове. Возможно, каждый сталкивался, когда стоял на балконе на высоком этаже, подумал о том, что будет, если я спрыгну отсюда, или что будет, если я спрыгну или съеду с обрыва. И это такие нормальные мысли, которые направлены в первую очередь на то, чтобы нас защитить. И здесь ключевым фактором является то, насколько катастрофично мы представляем и оцениваем эти мысли. И как в этой схеме есть такие варианты, что происходит оценка, анализ и выявление некой значимости в целом мысли и, в частности, аксессивных мыслей. И условное разделение, что если мы не говорим про расстройство, то какие-то мысли навязчивые, например, что я могу спрыгнуть с балкона, они могут попасть, условно, в такой спам. Мы можем к ним отнестись, спокойно подумать, что у нас тут возникает. Но имея определенные предрасположенности в виде убеждений, схем, прошлого опыта, эти мысли могут быть оценены с высокой значимостью или средней значимостью. И, соответственно, уже возникнет очень много значений их, которые и будут приводить уже в дальнейшем к неким ритуалам для того, чтобы справиться с этими состояниями, с этими последствиями, которые вырисовывает нам мышление. Соответственно, УКР – это психическое заболевание, оно вызывает дополнительно тяжелый дистресс. И чем тяжелее симптоматика в виде обсессий и в виде ритуалов, тем более ярко выражен этот дистресс. УКР может приводить к высокому уровню инвалидности и высокому уровню социальной и профессиональной дезадаптации. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения отнесла ее к числу таких десяти наиболее неблагоприятных состояний, которые приводят к значительному снижению качества жизни. То есть только задумайтесь, что испытывает человек, который, например, большую часть времени своего дня тратит на ритуалы. Он избегает какие-то ситуации важные для него. Он проводит время за мытьем рук. Он проводит время за тем, чтобы отменить какие-то свои обсессии и последствия от этого. Это может занимать колоссальное количество времени и очень сильно приводить к дисбалансу. Люди оставляют свою работу, они прекращают общаться с друзьями, они уходят с обучения из института, из школы, потому что УКР не позволяет им это делать, у них не появляются возможности для того, чтобы это совершать. Поэтому вот этот высокий уровень дисбаланса социального взаимодействия и как следствие психологического дискомфорта, который с этим возникает, является такими важными предикторами возникновения суицидального поведения. И сейчас уже достаточно большое число исследований, которые изучало чистоту суицидальных мыслей при УКР. Но повторюсь, что существуют разногласия по поводу чистоты, по поводу тяжести суицидальности при УКР. Ну и самое главное, вопрос в том, что является основой при возникновении суицидального поведения, что в основе лежит как сами симптомы УКР, либо коморбидные состояния, которые в связи с этим возникают. Но было обнаружено, что УКР оказывает очень такое высокое влияние на настроение, и на состояние депрессивности и такой непродалимой тревоги, которые возникают при обсессиях. И очень высокий процент коморбидности, здесь это до 80% показывают исследования, которые являются основными факторами при потере трудоспособности при УКР. И вот эти расстройства, настроения, и в первую очередь это депрессивные состояния, они вызывают такое парализующее чувство безнадежности и беспомощности, и суицидальные мысли, и поведение. То есть достаточно большое количество исследований показывают такую тенденцию. Ну и потенциальные факторы, то есть в результате такого мета-анализа 30 исследований выявлены потенциальные факторы суицидальности при УКР. В первую очередь это коморбидные расстройства, и в первую очередь это депрессивная симптоматика. И я бы объединил этот второй пункт с третьим пунктом, как проявление и как такой критерий депрессии, это элемент безнадежности. Они показывают такие высокие увеличения в рисках возникновения суицидального поведения по сравнению с группами, где нет депрессивного состояния и где нет компонентов безнадежности. Также тяжесть симптомов тревоги, то есть три исследования показывают на умеренное значение, которое связано с тревогой и возникновением суицидальных мыслей. Ну и, конечно же, это прошлые истории суицида, если они были. И три исследования также показывают, опять-таки, умеренные показатели в том, что риски возникновения, они здесь могут присутствовать. И подавляющее большинство исследований показывает, что частота суицидального поведения ПРКР значительно выше, чем ожидалось и чем ожидается в общей популяции обсессивно-компульсивных расстройств. Суицидальные мысли – это где-то около 30%, и попытки самоубийства – это около 10% того, что это есть такая вероятность. Ну и повышенные риски, если немного резюмировать, они, как правило, сосуществуют вместе с коморбидными расстройствами, вместе с общими рисками, фактами, такие факторами риска суицидальности – это суицид в прошлом, например. Это эмоционально-когнитивные факторы – безнадежность, безысходность и беспомощность. И неблагоприятные факторы – это тяжесть симптомов, и в первую очередь здесь выделяется тяжесть обсессии. Коморбидность депрессии очень высока. По разным исследованиям это 12-70%, но большинство исследователей сходятся в таком мнении, что где-то 1 треть, 1 четвертая всех обращений с ОКР уже коморбидна с депрессией. Здесь мы можем это объединить как в некую систему, что снижение социальной поддержки, что есть некое непонимание, непринятие, социальное неодобрение людей, которые страдают данным расстройством. Это снижение эффективности терапии и не очень высокий показатель эффективности этой терапии. Это те дисбалансы социальные, которые возникают у клиентов, пациентов с ОКР. Они будут приводить как раз к возникновению этой триады как безнадежности, безысходности, безвеспомощности, и как присоединение этой депрессии, и как некие вот эти спирали, которые будут приводить к хронификации состояния. И все это является такими предикторами суицидального поведения, на которые нам стоит и нужно обращать внимание на этапе диагностики. Поэтому, когда мы диагностируем, когда мы исследуем ОКР, то обязательно пунктом включаем исследование суицидального поведения, предикторов, которые могут быть, и неких элементов, которые могут этому способствовать. Здесь мы выделяем как раз такие элементы, как руминации, как негативная фиксация на каких-то переживаниях, как гиперконтроль, как такая фокусировка на негативных событиях, элементах, которые здесь присутствуют. Это будет все являться такой прекрасной почвой для нарастания напряжения психической деятельности, да, и будут возникать сложности в том, чтобы переключиться. И такие вторичные, по сути, попытки для того, чтобы уйти от этих размышлений, чтобы даже как-то отвлечься от этих размышлений, они будут усиливать тревогу с одной стороны, но с другой стороны они будут усиливать элементы безысходности и безнадежности, что будет приводить к еще большей такой напряженности в нашей психике и, соответственно, к возникновению суицидального поведения, да. Ну и такой очень важный вопрос, которым задаются исследователи, что сопутствующее заболевание является ли таким основным элементом или все-таки таким сопутствующим процессом, который объясняет повышенный уровень риска суицидального поведения, что нету ли того, что сами симптомы ОКР без, например, коморбидности, с депрессией могут приводить к суицидальному поведению. Но здесь есть разные мнения и разные представления. Есть идея о том, что вот эта безнадежность и беспомощность является как неким таким новообразованием в системе убеждений пациента и клиента, как некие такие дополнительные элементы, которые вызывают напряжение и, соответственно, постепенно приводят к этим суицидальным попыткам и поведению. Но рядом исследователей было обнаружено, что обсессии, в первую очередь, не компульсия, а именно обсессии, они могут, особенно тяжелые обсессии, могут действовать как такой специфический для ОКР механизм, который приводит к суицидальности. То есть мы говорим о том, что отношение к суицидальным мыслям, вероятно, без этой триады, может приводить к размышлениям о суицидальном поведении. И вот как раз эти исследования показывают, что как при коморбидных расстройствах, так и при отсутствии коморбидных расстройствах показывают высокий риск суицидальности. И выделяют именно значимость, именно катастрофичность и именно то содержание качественное обсессии, которое будет приводить к суицидальному поведению. И вот здесь такое процентное соотношение того, насколько это вероятно. Но вот если немного поделиться своим опытом, то мне достаточно часто попадались клиенты, у которых были сексуальные негативные обсессии, в частности, связанные с педофилией. У них возникал очень высокий риск суицида и были суицидальные мысли, у которых было некое значение, что это недопустимо в системе их ценностей, мировоззрения, их поведении. И опасение того, что это может произойти, приводит к тому, к тем идеям, что лучше мне вообще не жить, нежели чем быть таким, как транслируют эти обсессивные мысли. Поэтому гипотетически мы и в результате вот этих исследований мы можем говорить о том, что без коморбидности и сами обсессии, они также могут приводить к формированию суицидального поведения. Поэтому нам очень важно не упускать вот это из виду, когда мы сталкиваемся в клинической практике, в работе с клиентами с ОКР. И также вот такой мета-обзор показал, что вот когнитивно-поведенческая терапия, она снижает суицидальные, эти навязчивые мысли или поведение, независимость от того, что есть ли коморбидные расстройства, или их нет, и есть некое значение этих обсессий, о которых транслирует нам наш клиент. И крайне важно отличать именно суицидальные мысли и поведение как риск суицида, ну и так называемое суицидальное обсессивно-компульсивное расстройство. Это один из подтипов ОКР, который связан с нежелательными мыслями, образами, какими-то импульсами, фантазиями относительно самоубийства. Вот, и этот подтип, он очень тесно связан с ОКР, с причинением вреда, да, и мы можем отнести ОКР суицидальные обсессии как раз к типу ОКР причинения вреда. Но в любом случае к этим мыслям стоит относиться достаточно серьезно и именно четко диагностировать различия между этим. И люди вот с суицидальным ОКР, они не являются более склонными к самоубийству, чем люди с другими подтипом ОКР. Что если у клиента ОКР там симметрия или ОКР связан с мытьем рук или ОКР связан с суицидальными мыслями, то риски, они здесь примерно одинаковые, зависит уже от тех факторов, которые мы проговорили, ну, чуть ранее. И суицидальное ОКР, оно вызвано именно как таким компенсаторным поведением, связанным с гиперзащитой себя, да. И самое главное, что человек в суицидальном ОКР, он рассматривает свои нежелательные, вот эти навязчивые мысли, да, и он их оценивает как некие такие интрузии. Что если мы говорим про ОКР с суицидальным поведением, то, как правило, они эгосимптомны, что человек чувствует себя так, что ему есть некий импульс, и это соотносится и релевантно его состоянию эмоциональному. И если мы говорим про мысли навязчивые, связанные с ОКР, то, как правило, они эго-дистонны, что это как некое внедрение, что это вызывает тревогу, и как следствие это вызывает определенные ритуалы для того, чтобы с этим справиться. Но мысли о самоубийстве, они все-таки достаточно распространены даже у людей, которых нет ОКР. И как вначале я говорил о том, что, возможно, кто-то из вас сталкивался, сталкивался с мыслями о том, что произойдет, если я прыгну с балкона, когда мы стоим на каком-то высоком этаже. Но мы можем подумать о том, что это, например, странная мысль, что интересно было бы представиться. То есть мы не верим в эту мысль, и мы пропускаем ее и двигаемся дальше. То, что не происходит у людей, у которых уже есть обсессивно-компульсивное расстройство. И как раз они чуть по-другому их оценивают и считают, что от этих мыслей нужно избавляться, и что невозможно в то же время от них избавиться. И они придают им некое значение, что у меня только могло быть, что я хотел спреднуть, что это значит, что я это сделаю. Иначе почему я так подумал? То есть у них возникает как такое патологическое сомнение, действительно ли это не произойдет? А зачем тогда я об этом подумал? То есть есть некий элемент недоверия к себе. У них нету нежелания, и наоборот, они выстраивают свое поведение на то, чтобы это предотвратить. И дальше у них возникают такие вторичные уже мысли относительно этого, что как я мог поступить, что подумают обо мне мои близкие, родственники, если у меня это возникает. И здесь выделяют разные мысли. Это навязчивые какие-то картинки, образы, которые связаны с причинением себе вреда. Это желание спрыгнуть с балкона, с горы, с моста, еще с каких-то высоких объектов. Это, например, выехать на встречную полосу, на полосу встречного движения, может быть, съехать с обрыва. Это, например, что я могу прыгнуть перед поездом, перед машиной и так далее. То есть различные мысли, которые направлены на то, что может быть связано с этими попытками суицида. Но и, соответственно, ОКР, компульсии, они здесь не заставляют себя ждать. И существуют разные варианты того, как люди с этим справляются. Во-первых, это поиск о заверении, что человек может беседовать со своими близкими, друзьями, спрашивать у них, есть ли у вас такие мысли, нормально ли это или ненормально. Это некий мысленный обзор того, как это происходит. Они могут и осмысливать каждый раз, что они уже были на этом походе, например, и не прыгнули с этой горы. Они уже стояли на этом балконе и не прыгнули с этого балкона и так далее. То есть некие такие размышления, обзор того, что это не произошло. Классика – это избегание. Человек не сталкивается с теми стимулами, которые могут запустить это. Он не ходит на балконы, он не ходит рядом с трассой, он не поднимается на высокие этажи и так далее. То есть все то, что поможет не столкнуться с этим. Ну и как некие такие сравнения. Он изучает прошлый опыт и сталкивается, сравнивает его с настоящим. Что он может посмотреть, что там была какая-то история, что человеку было 27 лет, когда он это сделал. И сейчас, например, клиенту 27 лет. Означает ли это, что это в опасности? Означает ли это, что я тоже могу совершить какой-то суицид? Такие сравнения, они могут быть достаточно тяжелыми, и люди с этими расстройствами могут достаточно сильно попадать в это. Ну и, соответственно, тратить на это очень много времени здесь. Поэтому, немного резюмируя, скажу о том, что нам важно в первую очередь, когда мы сталкиваемся с клиентами, у которых обсессивно-компульсивная расстройство, во-первых, определить риски действительно суицидального поведения, и если это суицидальное поведение, продиагностировать, определить, что это является действительно таким истинным суицидальным поведением, или это является обсессивным таким компонентом, которые связаны с ОКР, и уже отталкиваясь от этого, выстраивать саму терапию. И это было бы очень важно для того, чтобы снизить риски суицида при ОКР, потому что статистика тоже есть по этому вопросу, который говорит о том, что если мы не обращаем на это внимание, то мы можем пропустить, к сожалению, этот момент. Поэтому я призываю к тому, чтобы все-таки на это обращать внимание. Спасибо за... Спасибо большое, Максим Александрович. Есть ряд вопросов, можно их тогда воспроизвести. Первый вопрос Анны Шкейкина. Как по степени выраженности проявляется хроническое течение ОКР? Ну, по степени выраженности в первую очередь мы говорим о двух критериях. Первое – это социальная дезадаптация. Второй критерий – это то, сколько времени тратится на ритуалы. То есть, чем больше на это тратится время, чем больше социальная дезадаптация, тем больше мы можем говорить о степени тяжести и, соответственно, о степени хроническом течения. Но бывает хроническое течение и на таком среднем уровне. То есть, это средняя симптоматика, средняя такая адаптация, но это существует на протяжении длительного времени. Как правило, это уже более года, и люди находятся уже, как правило, десятилетиями даже в этом состоянии, но на разных степенях от тяжести. И здесь особое внимание опять-таки мы уделяем проявлению и уявлению этих суицидальных проявлений. Спасибо большое. Эльнара Мустафьина спрашивает, а могут ли деструктивные мысли проявляться как ОКР? У меня мастер по мебели рассказывал про то, что порой, находясь с людьми, он крутит в голове мысли о том, как он причиняет людям физическую боль. В скобках хочет ранить инструментом. Насколько я понял вопрос, что здесь не связаны, наверное, мысли именно с суицидальным поведением. Здесь мы видим такой подтип ОКР как с причинением вреда. И если мы говорим про суицидальный ОКР, то оно тоже относится к причинению вреда. Но только при суицидальном ОКР это вред себе, а при причинении вреда это вред кому-то другому, то есть другому человеку. Соответственно, по сути, подтип один и тот же, но разный вектор направленности здесь будет. Спасибо большое. И благодарит автор предыдущего вопроса. Наверное, добавил, что все равно есть риски перехода того, что вот этот подтип причинения вреда, он может и переключиться в какой-то момент человек и на себя, если будут соответствующие какие-то предпосылки, ну или такая хорошая почва для этого прорастания. Анна Филиппова спрашивает, может ли самоиндуцированная рвота быть симптомом ОКР? Нужно прояснять контекст. Если это ритуал, ну, судя по всему, мы видим, что это, скорее всего, ритуал, потому что это вряд ли будет обсессия, тогда нам нужно понять, что за этим стоит. И нужно следовать, потому что, ну, по каким-то отдельным проявлениям нам очень сложно страдать. Что если, например, у человека появляется мысль о том, что он съел что-то не так, и он идет и вызывает у себя рвоту, то это будет ритуал для того, чтобы справиться с обсессией, что он съел что-то не так, для того, чтобы чем-то не заразиться, не травиться или еще каким-то моментом не повредить. Поэтому если это вот такой сценарий, тогда мы можем об этом говорить. Ну, нужно прояснить. Спасибо. И вопрос Никиты Лукашева. Подскажите, пожалуйста, если клиент боится, что его тревожные мысли и симптомы доведут его до суицида, при этом, в скобках, он хочет жить, высок ли риск суицидального поведения? Да, как мы уже с вами говорили, что здесь, в этом случае, скорее всего, будет суицидальный УКР, но мы все равно придаем значение этим мыслям. И систематически мы, условно так, мониторим. Не переросло и не появляется ли дополнительно вот эти суицидальные мысли, которые связаны уже с тем, что человек, например, при этом столкнулся с беспомощностью, с безысходностью, у него какая-то негативная оценка этих обсессий, которые вызывают у него этот дистресс. И, соответственно, это может прийти. То есть теоретически это может быть, как показывают исследования, поэтому нам нужно обязательно обращать на это внимание и не думать вот таким образом, а, это суицидальный УКР, ну и ладно, забываем про суицид и больше к этой теме не возвращаемся. Не стоит этого делать и стоит мониторить об этом. Ну, очень много вопросов. Я постараюсь еще несколько озвучить, на несколько, я надеюсь, Максим Александрович сможет ответить, иначе мы сильно выбьемся из графика нашей конференции. Дмитрий Олейников спрашивает, так, сейчас съехал у меня чат, пардон, сейчас вернусь. А на почве чего возникают подобные обсессии? Ну, судя по времени 14.24, шла речь о суицидальном УКР. Есть ли какой-то общий знаменатель у таких клиентов? Да, ну, здесь тоже я сталкивался с некоторыми исследованиями, которые вот этот вопрос поднимают, но если поделиться немного своим опытом, то ну, чаще всего я сталкивался с тем, что у кого-то из, какую-то историю клиент слушал, слышал о попытке суицида. И, соответственно, вот эта история очень часто является таким важным элементом в том, что у клиента при суицидальном УКР это возникает. Это достаточно распространенная такая история. Ну, и второй компонент, как я уже говорил, что это, во-первых, причинение вреда, это, так называемое, патологическое сомнение, что есть сомнение в том, что я не совершу какой-то вред кому-то или себе. И уже на почву этого сомнения присоединяется вот этот элемент, да, потому что, как мы уже с вами говорили, что какие-то мысли похожие на суицидальную, не спрыгнуть или мне там, не выехать на встречку, они могут быть и у людей, у которых нет УКР. И, соответственно, у людей УКР, если они возникают, а так как это большая вероятность, то, соответственно, вот эта структура мышления, она зацепится, и вот этот подтип УКР, связанный с причинением вреда, связанный с психологическим сомнением, он сразу же зафиксируется, и эта тема будет культивироваться и развиваться в дальнейшем. Спасибо большое. Пара, тройка, к сожалению, чуть больше вопросов, чем мы можем ответить. Ангардоров, фармон, спрашивает, УКР может иметь хронические, запятая, прогрессирующий или эпизодический характер? Все три варианта могут присутствовать. И второй вопрос тут же, а какие главные убеждения у людей, страдающих этим расстройством? Ну, здесь я бы, здесь есть очень такая уже концепция когнитивная относительно когнитивной терапии ОКР, и есть такая хорошая книга по отношению к этому вопросу, Пол Сайковскис, он как раз исследовал этот момент, он выделяет несколько таких категорий убеждений и глубинных убеждений, и связанных с ним промежуточных убеждений, которые связаны с гиперконтролем, которые связаны с тем, что есть элементы недоверия себе, которые связаны в первую очередь это с непривлекательностью, что если я это совершу, то как это воспримется сообществом, как меня оценят, что будут обо мне думать, и, наверное, в моей практике тоже я проводил как некий такой анализ, но для себя лично, в процентах, наверное, 70-80 я сталкивался именно с категорией непривлекательности, если мы говорим про категорию Джодет Бэк, то какая будет оценка социума, общества того, как это проявляется. И, к сожалению, последний вопрос, на чем мы совсем не уложимся. Светлана Шрон, суицидальная ОКР это всегда коморбидность депрессии или последствия ее? Дело в том, что если мы говорим про суицидальное ОКР, то оно может вообще не быть ни с чем коморбидно, оно может быть как такое единичная нозология, но обсессия, они будут иметь суицидальный характер. если мы говорим про суицидальное поведение, такое уже как истинное, которое связано с ОКР, то оно может быть коморбидно с другими расстройствами, в частности, в первую очередь, это депрессия и тревожные расстройства. И, опять-таки, по исследованию, как мы с вами разобрали, оно может быть не связано с коморбидными состояниями, а может быть связано с значением этих обсессий, что когда придается определенная катастрофизация этим значениям, непереносимость или социальная неприемлемость, то могут возникать суицидальные мысли поведения без коморбидных состояний. здесь. Спасибо большое, Максим Александрович, за такой информативный доклад и очень важную актуальную тему. Благодаря тоже участники конференции в чате вас. Тогда до новых встреч и приглашаем и от своего лица, и от лица всей ассоциации, и от Максима Александровича приглашаем вас на нашу программу обучение по работе с суицидальным и аутоагрессивным поведением, которое стартует уже с 15 ноября. И Максим Александрович, и я, и Наталья Николаевна Петрова, и Андрей Геннадьевич все будем принимать участие в этой программе с лекционной и практической частью. Поэтому приглашаем вас на это обучение. Спасибо еще раз, Максим Александрович. И теперь позвольте мне передать слово самому себе. И я предлагаю вернуться к теме нашего сегодняшнего топика, заглавия самой конференции нашей ежегодной регулярной «Проблемы, вызовы и решения». Если видно слайды, то давайте я начну. Если вдруг какие-то с ними сложности, вы мне сигнальте, пожалуйста. Слицидальное поведение сегодня рассматривалось в разнообразных аспектах, поэтому мне хотелось бы сделать акцент на когнитивно-поведенческой терапии. И буквально чуть больше недели назад, 1 ноября, «Благодовщина ухода из жизни Аарона Бека, прожившего целый век, как мы с вами хорошо помним. И очень большую роль Аарон Бек сыграл в развитии суицидологии как методолог и человек, который много изучал депрессию и суицидальное поведение. Его статьи и монографии были посвящены этой теме. И сегодня помимо такой общей обзорной части я хотел бы затронуть определенные аспекты, которые Аарон Бек в своих последних статьях и сообщениях касался. И вот тоже буквально неделю назад чуть больше прошел первый Бек Экселент Саммит, такая встреча коллег, которую проводят ежегодно Институт Бека, которая впервые прошла без самого Аарона Бека. И дань памяти и уважения большинство спикеров выразила и в том числе в своих сообщениях коснулась заслуг и наследия Аарона Бека в этой проблематике, в том числе и депрессии, и суицидального поведения. И Ален Миллер вместе с Джуден Бек сделали блестящий доклад о как раз когнитивно-поведенческой терапии суицидального поведения, упоминая и работы Аарона Бека. И поэтому часть материалов, любезно предоставленные Алена Миллером, я постараюсь использовать и в сегодняшнем сообщении. Ну, статистики сегодня касались уже очень многие спикеры, поэтому не буду подробно на ней останавливаться, ни мировой, ни отечественной. Это данные, которые можно найти в интернете. Лишь упомяну, что динамика говорит о том, что последние годы, может быть, 18-й, 19-й, мы были свидетелями снижения числа суицидов, но, увы, начиная с 20-го, опять мы видим рост, и эта тенденция, к сожалению, нарастает и в последние месяцы в том числе. Поэтому суицидология видит в этом определенную закономерность, с одной стороны, влияние институционных факторов помимо некой склонности к суицидам человека до 10% популяции в целом. Но увеличение этого процента тесно связано с биопсихосоциальной моделью, где социальные и психологические факторы тоже активно влияют на увеличение таких трендов и социальных, и психологических и увеличение представленности суицидального и агрессивного поведения. Наиболее подробные исследования за последние 2-3 года проводили в Соединенных Штатах, поэтому здесь некие данные, которыми с нами поделились наши американские коллеги, и вот они тоже отмечают рост сначала снижения до 2019 года и начиная с 2020 и 2021 года рост суицидального поведения и агрессивного поведения. И, конечно, все возрасты затрагивает эта проблематика в том числе и даже детско-подростковые суициды, как мы знаем, и касается это, конечно, первую очередь такого трудоспособного населения, но большой проблемой является и для пожилого контингента. по возрастам и по полу мы знаем такие проблемы распределения, что завершенные суициды у мужчин чаще представлены, и к факторам риска многие авторы, например, Пампилия относят белую расу, мужской пол, молодой возраст и такие, с которыми мы столкнулись на последнее время социальную изоляцию, безнадежность и потери. Вместе с отвержением, злоупотреблением психоактивными веществами и ограничением социальной поддержки, но и наличием физической боли, это наряду с депрессией являются очень важными, значимыми и статистически достоверными факторами, увеличивающими риск суицида. Для когнитивно-поведенческой терапии очень важны такие термины, как беспомощность, безнадежность, непривлекательность, отвержение, которые коррелируют с глубинными убеждениями. И в работах многих авторов не только этого направления мы сталкиваемся при таких глубоких анализах мышления и поведения суицидальных пациентов как раз с выведением таких психологических факторов и корреляцией их еще и социальными факторами. Заслуга Бека в том, что он как раз очень тщательно последние шесть десятков лет до самой своей смерти анализировал очень подробно кейсы депрессивных пациентов, пациентов с суицидальным и аутоагрессивным поведением и начиная с 60-х со своих ранних работ и активно уже в 70-х, 80-х выделил ключевые факторы риска. создал шкалы наряду со шкалой депрессии и тревоги очень известных и популярных у профессионалов шкала безнадежности и суицидальных идей, так же, как и глумбийская шкала суицидальных намерений, очень большой популярностью пользуется у суицидологов и психиатров во всем мире. И БЭК подчеркнул безнадежность, выделил такую убежденность или убеждение как ключевое дисфункциональное убеждение, влияющее на суицидальное поведение. И в работах и самого БЭКа вместе с коллегами и его учеников мы как раз видим высокую эффективность когнитивно-поведенческой терапии. В презентации есть ссылки, так же, как у Андрея Геннадьевича, Максима Александровича, у Альберта Янзировича. Вы можете по этим ссылкам потом перейти на сами исследования и почитать о них подробнее на английском. Но это целая серия исследований, которые показывают и эффективность и важность, конечно, работы психотерапевта, клинического психолога для и снижения суицидального риска и профилактики и превенции суицидального поведения. В этом отношении опыт Аллы Борисовны, которым она сегодня делилась, Алла Борисовна Холмогорова, много лет уже работает ведущим специалистом в институте скорой помощи имени Слифосовского. Он коррелирует как раз с опытом наших зарубежных коллег, которые показывают, как необходимые буквально такие краткосрочные вмешательства в амбулаторной помощи и в такой стационарной практике, куда привозят пациентов по скорой, очень важны, чтобы предупредить вторичную такую профилактику, использовать повторные суициды, очень грозный такой фактор ухода из жизни, если они превращаются в такие серийные суицидальные попытки. Поэтому безнадежность это такая клиническая мишень, которую психологи, психотерапевты, психиатры могут и должны рассматривать как очень важную для концептуализации таких пациентов и для выстраивания плана терапии. Оценка риска касается, конечно, не только использования шкал и большого количества на сегодняшний день опросников, которые, как мы понимаем, конечно, не всегда могут уловить тонкие такие переживания и движения души наших пациентов. Поэтому большую роль и наши коллеги из Института БЭКа и большинство суицидологов мира отводят терапевтическим отношениям, которые помогают клиенту раскрыться в терапии, которые помогают ему увидеть смысл ценности, для чего жить. Поэтому это диагностические и терапевтические очень важные факторы для выявления этого риска и для редукции снижения этого риска. Поэтому сопереживание, поддержка и, естественно, этичность поведения терапевта, неосуждение, такие поддерживающие отношения имеют большую роль и в диагностике, и в терапии таких суицидальных пациентов. наша задача прояснить фабулу, раскрыть содержание идеи, прояснить, дифференцировать смутное желание как некую фазу и этап развития суицидального поведения и уже конкретный план как более поздний этап развития суицидальности, серьезности, чистоту этих мыслей и интенсивность этого желания, которую выявляют не только тесты и опросники, но и как раз терапевтические отношения и такой диалог, который помогает эти терапевтические отношения сделать более открытым и поддерживающим. Задачей терапии суицидального поведения, конечно, является изменение или такая когнитивная реструктуризация искаженной ценностной ориентации, то есть буквально фильтры депрессогенные, суицидогенные, которые мы вскрываем с помощью диагностики, которые мы раскрываем с помощью концептуализации, помогают нам увидеть глубину проблематики, где поведение становится такой верхушкой айсберга, и для того, чтобы такие факторы терапии были более конструктивными, более содержательными, более продуктивными, конечно, необходимо раскрывать как систему мышления и поведения суицидального пациента и видеть за деревьями леса, видеть, какой кризис, чаще всего, опять же, системный кризис проживает наш клиент или пациент, то, о чем сегодня в первой половине говорила Марина Андреева, в том числе, такой экзистенциальный кризис, ценностный, смысловой. Поэтому необходимо задействовать резервы жизнестойкости, которые касаются, раскрывают даже специфику той темы, описанной Эльбертом Муртазиным и Эльбертом Мазировичем в его докладе о когнитивной терапии, направленной на восстановление. Это буквально такие навыки совладания с дистрессом, это возможности такой оперативной помощи для наших пациентов. Здесь сложно описать всю палитру тех методов, которые CTR раскрывают для специалистов, но в рамках обучающих программ мы постараемся использовать обучение в том числе и этим техникам и методикам. Конечно, то, что описала сегодня Наталья Николаевна Петрова, оптимизацию фармакотерапии, потому что вы видите, что для молодежи, для лиц такого возраста студенческого и подросткового некоторые препараты пусть незначимы, но увеличивают риск суицидального поведения, и мы знаем это из практики, и не только из таких аналитических статей. Ресурсы неформальной поддержки большую роль играет социальное окружение, микросоциум семьи, и как ресурс, который может оказаться негативным или суицидогенным, и наоборот, как ресурс, который необходимо использовать терапию для поддержки. То же самое касается окружающей среды, какие-то для подростков компании, в том числе и такие пресловутые клубы суицидентов в онлайн-среде, например, нашумевшего синего кита, и наоборот, группа поддержки, референтная группа, которая видит некие смыслы, ценности и помогает их транслировать человеку, находящемуся в кризисном состоянии, именно как помощь и поддержку. И велика роль здесь групповой терапии, где могут больший эффект получить наши пациенты наряду с индивидуальной терапией, которая, конечно, необходима на первом этапе как введение, но усиливать эту индивидуальную терапию большинство суицидологов как раз предлагает и такими адекватными и адаптирующими групповыми формами терапии. Много говорилось сегодня об эффекте надежды, много в CTR направлено на надежду и, конечно, здесь безнадежность как прямая альтернатива этой безнадежности, как ключевой предиктор, ключевой фактор, ключевое убеждение суицидальных пациентов требует от нас уравновесить вот эти наклоненные в сторону безнадежности весы нашего пациента, который принимает решение, есть ли смысл продолжать эту жизнь, ради чего стоит жить. И вот усилить надежду это не просто такой трюизм, но и задача, которую ставят перед собой когнитивно-поведенческие терапевты, опираясь сегодня на технологию, методологию, предложенную институтом БЭКа. Это, со мной стороны, та же беседа, которую мы видим в стандартной терапии, но направленная на прояснение вот этих ресурсов, несмотря на эти депрессогенные и сетогенные фильтры, которые отсекают этот прошлый опыт, буквально туннельное восприятие и мышление, как описывала сегодня Алла Борисовна, формирует у наших клиентов и пациентов, и вот здесь психотерапевты становятся такой поддержкой, помогающей увидеть такой луч цвета в темном царстве, помогая вспомнить тот опыт, который обязательно был у нашего клиента, несмотря на его текущее игнорирование этого опыта и отрицание его. Поэтому мы можем прояснить, что было в опыте нашего клиента, что мы можем использовать в качестве ресурса. И, к сожалению, в силу времени подробно не получится рассказать, но третье издание базового учебника по когнитивно-поведенческой терапии Джудетбек Альберт Назирович уже говорил, что мы очень долго, но очень тщательно шлифуем перевод этого третьего издания уже больше полугода, и скоро она выйдет на русском языке, где есть такая обратная сторона медали концептуализации, когнитивной концептуализации по Джудетбек, где одна сторона посвящена проблемной ориентации, а другая посвящена ресурсам или сильным сторонам личности человека, который обратился к нам за помощью. И мы берем примеры не только проблемы, которые, конечно, важно обсудить и прояснить, что давит нашего клиента, что подталкивает его к суицидальному агрессивному поведению, но и, конечно, мы проясняем те факторы, которые могли бы помочь ему склонить чашу весов в пользу жизни. И эти примеры точно есть у наших клиентов, и задача специалиста как раз помочь даже в этом сумраке депрессии, в этом отчаянии, в котором пребывает наш клиент, увидеть смыслы, вспомнить ценности и стараться следовать им с помощью терапии. Поэтому альтернативой тем глубинным убеждениям, которые мы хорошо знаем, и их категории, беспомощность, непривлекательность, никчемность получили свои такие альтернативы. Это глубина убеждения эффективности, где уверенность приходит на смену такой неуверенности и беспомощности, которая подталкивает человека очень часто к безнадежности, отвергление, которое стоит вот таким заслоном в голове человека, мешающему увидеть возможности возможности общения с другими людьми. Может быть изменена на привлекательность и глубину убеждения достоинства. Такой перевод мы выбрали. Много компонентный, но это, в первую очередь, такое самопринятие, принятие себя, безусловное самопринятие, как еще в 60-х годах говорил Альберт Элис. Ну и Альберт Мустазин уже упоминал концептуализацию нашей ассоциации, и здесь мы раскрываем такой важный компонент потребностей, которая хорошо известна и для схемотерапевтов, эмоциональные потребности, которые известны большинству психологов еще с работы Абрахама Маслову, его такой пресловутой пирамиды, хотя, в общем, это уже последователи Маслова рисовали эту пирамиду, иерархии некой потребности. Но мы больше опираемся здесь на биопсихосоциальную модель Джорджа Энгеля еще в 77-м году он предложил видеть вот эти домены, такие ключевые аспекты биологических потребностей или биологической стороны феномена человека, психологической его составляющей и социальной. Поэтому часто наши слушатели или даже пациенты, клиенты спрашивают, откуда же берутся эти глубинные убеждения, с чем их дисфункциональность, например, связана. Изучая очень много кейсов, работая над этой концептуализацией много лет, мы увидели такие прото-схемы, ситуации, в которых выковывались эти схемы. Сегодня Регина Ильич рассказывал о ПТСР. Вот травмы, которые многие люди не обязательно до уровня ПТСР и дефициты, которые они недополучили в жизни могут служить такой кузницей, где выковываются дисфункциональные глубины убеждений. И наоборот, удовлетворение этих значимых потребностей в противовес их фрустрации помогает сформировать такую более адаптивную я-концепцию с функциональной системой убеждений. Представление о себе, представление о значимых других и мире и системы правил, системы ожиданий, неких условных предположений и системы отношений, которые влияют уже как направляющие на автоматические и произвольные мысли, давая набор в одном случае дисфункциональных, в другом случае функциональных реакций. И с суицидальными пациентами это особо значимо, потому что буквально текущие актуальные потребности у этих клиентов, у этих пациентов жестко фрустрированы. Безнадежность ставит железный такой заслон на пути их удовлетворения. Я не вижу себя в будущем. это означает, что я не вижу смысла в этом существовании, я не вижу пользы от него, я не вижу возможности самореализации или, как говорил Маслоу, самоактуализации. Поэтому важно, чтобы видение себя в будущем, механизм антиципации вновь включился, потому что как только он отрезается, об этом говорил Бек на многих конференциях, в том числе на юбилее института Бека, что важно видеть это будущее, несмотря на возраст и ситуацию, вот эта нить, связующая человека с сегодняшним днем, своим прошлым и будущим, важно, чтобы не прерывалась. И вот в этом году, к сожалению, ушел из жизни Андрей Владимирович Гездилов, замечательный психотерапевт, потрясающий мастер своего дела, человек, который, благодаря усилиям которого был создан первый хоспис в России, в Ольгина, и который большую часть жизни его курировал и помогал его работе как практикующий и психиатр, и психолог, и психотерапевт, вот он подарил нам такую блестящую метафору, прислав статью со своими коллегами на одной из конференций клинические павловские чтения, потому что практическую конференцию, вот заголовок этой статьи был, казалось бы, не очень научный, даже если нам завтра умирать, мы сажаем картошку, казалось бы, банальность такой трюизм, но в докладе Андрей Владимирович как раз раскрыл эту важность для чего жить, какой смысл, какой посыл мы вкладываем в эту жизнь, и в работах Бека мы видим как раз корреляцию бессмысленности, безнадежности и беспомощности в суицидальном поведении, и поэтому Ален Миллер и в своем докладе и в выступлениях, когда он приезжал, проводил семинар по ПТСР у нас в Санкт-Петербурге, как раз показывал, как работает возможность увидеть этот луч света в темном царстве, возможности для оптимизма, конечно, не в виде шапка загидательства, не в виде таких голословных утверждений, но обнаруживая вместе с нашим пациентом, нашим клиентом его положительные личностные качества, его возможности, и вот он приводил такую метафору хрустального шара, что откуда ты знаешь, что точно ничего не получится, то есть такая альтернатива его убежденности или предубежденности, что я пробовал, все плохо, никогда ничего уже не выйдет, то есть такое сверхобобщение, дихотомическое мышление, черно-белое, предсказание негативного будущего, все то, что мы знаем хорошо из когнитивно-поведенческой терапии, но здесь еще с таким посылом, давай попробуем, попробуем вместе, и возможно у нас получится, потому что есть надежный инструмент у нас, есть надежная методология и технология в виде когнитивно-поведенческой терапии, которая и научно обоснована, и практически многими исследованиями, которые сегодня тоже звучали, показывает свою эффективность даже в таких драматических ситуациях и тяжелых, которые кажутся безвыходными, поэтому нам важно сделать нашу терапию такой понятной и прозрачной для наших клиентов, чтобы они видели, куда мы идем, чтобы они тоже увидели эту возможность и чтобы тоже загорелись этой возможностью, так же, как и мы, веря в то, что человеку можно помочь, что человек может с этим справиться, даже когда он не верит в себя, наша вера может стать для него поддержкой, поэтому как мы это будем делать, очень важно увидеть клиенту, очень важно увидеть такой маршрут, пусть даже видя сначала обзорные экскурсии, куда мы двигаемся, что нам может помочь, как мы сможем это исследовать. И такой фидбэк, как это для вас звучит, что вы об этом думаете, что вы в этом видите, очень важен. И это не только такое выстраивание рабочего альянса и терапевтических отношений. Это действительно та ясность, прозрачность, которая тоже часть вот этой силы, помогающей клиенту двигаться в этом направлении. Поэтому на каждой сессии, предлагал Ален Миллер и Джудет Бек, видеть хотя бы маленькие нюансы, которые, выстраиваясь в цепочку, могут показать эту надежду, могут показать определенный прогресс, могут показать определенные возможности изменений и даже уже текущие изменения. Поэтому важно, чтобы мы видели вот такую обреакцию, релизинг, который испытывает клиент, когда какой-то хотя бы минимальный вопрос проясняется. И на примере вот этого облегчения, который, например, в сингл-сэшн-терапии показывал Винди Драйден, недавно проводивший такой блестящий семинар, обучающий сертификационный по односессионной терапии, как это делал Элис во многих сессиях, как это делал Бек, показывать, что это возможно, показывать, что это работает, чтобы у клиента формировался не просто кредит доверия, но опоры, которые выбиты были многочисленными травмами, стрессами и тяжелыми для него жизненными обстоятельствами. Поэтому помимо safety plan, очень известного инструмента, на котором я сейчас не буду останавливаться, помимо конкретных ступеней и этапов, это отдельные разговоры, это обучающие уже семинары, как выглядит когнитивно-поведенческая терапия, как мы занимаемся реструктуризацией, эффект надежды очень важен, и во многих школах и подходах, и в стандартной КПТ, и в теалекте к поведенческой терапии, и в экзенциально-гуманистической. Мы говорим об этой надежде, и иногда буквально, сегодня будет тоже об этом упоминании еще, формируем такие инструменты, как хопбокс, такая коробочка или шкатулка надежды, куда буквально технически мы можем собирать предметы, ценности, даже иногда в материальном смысле, вещи такие, связующие нас с какими-то воспоминаниями, связующие наших клиентов с какими-то важными событиями в жизни, ресурсными состояниями. И в духовной сфере, и в психологической, и даже буквально в физической, когда они чувствовали себя более энергичными, уверенными. И примеры, которые приводил Ален Миллер для этой коробочки, это фотографии таких важных моментов, значимых, ценностных из жизни. Для кого-то религия становится поддержкой, это отрывки из Библии или других религиозных книг. Коппинг-карты, которые мы хорошо знаем из стандартной КПТ, как они могут тебе помочь и в виде слогана, и в виде какого-то короткого, но емкого разъяснения. Но это и такие состояния, которые буквально связаны с нашей психофизиологией, то есть виды природы, какая-то музыка, которая поддерживала. Иногда вот этот маленький эффект или эффект последней капли в негативную сторону склоняет человека к суициду и наоборот может стать такой спасительной соломинкой. Как переключить это внимание? То есть это не просто уже дистракция, а такое осознанное переключение, которое мы используем в плане безопасности, буквально переключаем внимание с помощью прописанных пунктов. Что нужно сделать? Что нужно сделать, если это не сработало? И если вот это не получилось? И в завершение приведу пример. С одной стороны, мы сегодня с Аллой Борисовной обсудили проблему цифровой психотерапии и сложность подмены живого человеческого общения на какой-то инструментальный, аппаратный или такой буквально механистический, технический формат. Но, тем не менее, часть технологий может быть помогающей. И вот такой пример виртуальный, такой хоп-бокс, коробочки или шкатулки надежды, может быть нами использована. Конечно, не стоит переоценивать влияние таких приложений, как уже говорила Алла Борисовна, вот такая обратная сторона медали, такая излишняя вера в искусственный интеллект или в какие-то алгоритмы или в цифровые технологии, что исследования, которые проводили наши коллеги, они не показали, что существенно уменьшились суицидальные мысли. Они лишь показали, что некие методики совладания могут работать с помощью таких приложений. К сожалению, опять же, формат времени не позволяет мне подробно коснуться всех аспектов, но, надеюсь, на обучающих программах мы сможем их затронуть. И сейчас я готов ответить на некоторые буквально вопросы, которые есть в чате. И более эффективные антисуицидальные факторы могут активизировать у субъекта антисуицидальный барьер. Ну, в первую очередь, я уже упоминал, безнадежность является таким критерием тяжести состояния, и очень многие шкалы теста-опросников как раз выявляют эффект этого дисфункционального убеждения. Поэтому то, что дает этот эффект надежды, считается в терапии очень значимым и помогающим. Смотрим метафору хрустального шара, что это. Я постарался раскрыть на примере, что часто магическое мышление, которое сегодня уже упоминалось рядом докладчиков, является преддиктором безнадежности, то, что я знаю, что ничего хорошего не будет. Я уверен, что у меня ничего не получится. То есть возникает такая ложная иллюзия тупика и безвыходности. И поэтому Ален Миллер предлагает критически отнестись к магии, к тому, что ты точно знаешь будущее. Вот есть ли у тебя гарантии, что ты можешь это предсказать? Ну, как, не знаю, для страхов полета на самолете, может ли ты гарантировать, что твой самолет разобьется? Да, вот Мартин Лютер и Светлана, что он тоже цитирует, что тоже пример такой надежды. I have a dream. Как мы помним, говорил Мартин Лютер, у меня есть мечта. Спасибо большое, коллеги. Я остановлюсь, чтобы было время у следующих докладчиков, поэтому благодарю за поддержку и отклики. И предлагаю слово передать Дарье Вадимовне Довбыш, старшему преподавателю первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Минздрава России, клиническому психологу психиатрической больницы имени Сухаревой. Ее доклад «Представление современных подростков о смерти, способы формирования, виды и их влияние на причины возникновения суицидальных наклонностей». Здравствуйте, Дарья Вадимовна. Спасибо большое, что присоединились к нашей конференции. Добрый день, я благодарна за приглашение уже несколько лет подряд. Очень рада быть участником вашего форума и делиться каким-то нашим опытом, знаниями и слушать прекрасные доклады. Всегда только невозможно. Спасибо вам огромное за наше такое долгосрочное и многолетнее сотрудничество. Спасибо. Да, я постараюсь выложиться вовремя, тем более в прошлом году, достаточно традиционно я анонсировала, что мы наконец-то начали исследование представлений о смерти у современных подростков. И работа эта большая, поэтому сегодня я поделюсь скорее какими-то пока на данные промежуточными результатами и скорее соображениями специалистов. Большую подготовительную работу мы проделывали. Во-первых, я сразу оговорюсь, я напомню на всякий случай определение суицида, но здесь нам нужно для того, чтобы поднимать фокус-группу нашего исследования. Мы сейчас будем говорить о подростках. Часть этих подростков, половина нашей основной группы исследований, это действительно подростки, которые имеют опыт суицидальных попыток и поэтому находятся в стационаре психиатрической клиники. Но сейчас мы в основном работаем, включаем в это исследование, в эту работу подростков с отсутствием интеллектуальной неполноценности и работаем с подростком без психотических эпизодов на данный момент. То есть в основном наш фокус – это подростки с депрессивными и тревожными расстройствами. Сейчас у нас с суицидальной попыткой. И вот когда мы стали вообще готовиться к проведению исследований и от разных специалистов, практикующих, преподающих, собирать представления о том, как вообще связана подростковый возраст и тема смерти, первое, что мы услышали, то, что мы тоже очень часто говорим родителям о том, что в целом размышления о смерти как бы нормальны для подростков, и, возможно, не стоит так сильно волноваться, если ваш подросток читает о смерти, говорит о смерти, да, вообще как-то про это размышляет. Но дальше нам возникает ряд методологических сложностей. Во-первых, что такое нормально, да, где вот эти границы того, там, сколько и как подростку нормально думать о смерти, где это должно настораживать. У нас нет диагностического инструментария, чтобы это понять, и это большая проблема для практикующих специалистов, да, даже если такой подросток приходит на прием сам или вместе с родителями, как эту точку понять, да, вот, ну, как бы, где нужно настораживаться, там, сколько часов в неделю думать, там, нормально, да, а сколько уже ненормально, там, как долго, да, ну и так далее. Второй большой методологический, да, тоже для нас сложностью оказалось, да, отсутствие или очень разные критерии нормативности, да, вот что значит вообще нормально думать о смерти. И здесь можно вспомнить, да, статью Лучкова и Рокетянского вообще, да, о норме и патологии. Но проведя опрос среди большого количества специалистов, в принципе, мы поняли, как большая часть, да, психологов определяет, но все-таки, да, вот интуитивно, с опорой на свой опыт и интуицию, то, что такое нормальное размышление о смерти, либо с опорой на свой имеющийся профессиональный опыт, да, и тогда, например, я работаю с подростками с суицидальными попытками, мне вообще кажется, что нормально для подростков очень много размышлять о смерти. Да, мои коллеги, которые работают в школах, в принципе, считают, что не очень нормально так много размышлять. Или мы опираемся на свой человеческий опыт, да, вот я в подростковом возрасте не думала много о смерти, и поэтому мне кажется достаточно настораживающим, да, что подросток много об этом думает. И третья большая сложность, собственно, отсутствие современных исследований, представления о смерти подростков. Есть несколько азиатских исследований, есть достаточно большие исследования США и Канады, но фундаментально, да, проводились они даже в 80-х, 90-х годах, поэтому сказать о том, вот как современные подростки в России видят смерть, достаточно сложно, да, даже вот нормально ли, да, там, размышлять в подростковом возрасте, мы не можем ответить, да, может быть, теперь раньше дети начинают думать о смерти, может быть, наоборот, позже. И вторая, да, большая амбивалентность в том, что, ну, вообще, да, сейчас, если мы посмотрим на разные чек-листы, в том числе, которые, да, можно найти и в профессиональных сообществах, мы можем увидеть, что-то разные размышления о смерти, чтение, там, формов книг, соответствующие тематике прослушивания, там, музыки и так далее, вообще-то может быть, да, одним из нововозможных маркеров, да, суицидального и самоповреждающего поведения ребенка. Поэтому подростки оказываются в достаточно сложной истории. С одной стороны, вроде бы думать о смерти им нормально, но с другой стороны, пойди-ка попробуй и расскажи, да, психологу или родителю о том, что это что-то такое слушаешь или читаешь, ну, в общем, будет себе дороже. Также сталкиваемся, да, с тем, почему сложно подросткам, тема смерти. С одной стороны, у многих авторов мы можем увидеть, что считается табуированной в обществе. Мы пришли к размышлениям, да, что это не столько табуированность, скорее, ну, как бы малая приятность этой темы, в том числе и для взрослых, и для родителей, и для специалистов. Ну, и, конечно, мы сейчас очень много стараемся избежать, да, чего-то неприятного, заниматься, скорее, приятными вещами, поэтому про смерть мы не говорим, не обсуждаем, не думаем, ну, и в том числе и не говорим с подростками. И отсутствие навыков у взрослых и у родителей, да, и у психологов, и у преподавателей, ну, вообще, как говорить, да, там, про смерть, про конкретную смерть, да, там, не знаю, родственника или друга, подростка, или вообще, там, ну, абстрактно, да, о том, что такое смерть, что нас ждет после смерти. Обычно такие разговоры вести не приняты, и даже, вот, да, работая с семьями после суицидальных попыток подросткам, сталкиваемся с тем, что вот именно у нас, там, в кабинете, да, там, на встрече, вообще первый раз семья говорит о смерти, о том, что этот подросток мог умереть, и что бы тогда было, и что бы было с ним, и что бы было с его близкими, или даже у нас не готовы про это говорить, да, там, на момент госпитализации, если мы амбулаторно продолжаем работу, то готовы вообще дать тему обсуждать, там, ну, только спустя несколько месяцев после выписки. Еще одна особенность, да, именно смерти, представление, доформирование представления о смерти у современных подростков, это изменение социального, да, в целом контекста, потому что сейчас чаще семьи живут порознень, вообще продолжительность жизни увеличилась, изменилось отношение, да, там, к погребальным обрядам, в общем, в целом современные подростки очень редко видят смерть, к счастью, бабушки и дедушки дольше живут, либо, там, да, они живут не вместе с подростками, никто не устраивает, да, там, прощание дома, и поэтому смерть для современных подростков, для многих, да, из них становится чем-то очень, ну, таким абстрактным и теоретическим, да, до сих пор есть, да, там, практика, когда, там, в более младшем возрасте заводят, да, там, семьи хомячка или рыбку для того, чтобы спустя время он скончался, и так, таким образом, да, там, что-то ребенок узнал о смерти. Но в целом, да, вот на основе какой-то такой социальной ситуации мы можем сказать, что, конечно, откуда подростки берут представление о смерти, в основном оттуда, откуда находят сами, да, и это чаще всего книги, фильмы, да, в том числе музыка, разные интернет-сообщества, компьютерные игры, ну, и, соответственно, да, там видят тот образ смерти, да, те представления о смерти, которые ищут, да, это такой двунаправленный процесс. С одной стороны, это формируется на основе просмотра фильмов и книг, с другой стороны, в какой-то момент я уже начинаю читать и искать то, что больше соответствует, да, моим представлениям о смерти, игнорируя какую-то другую информацию. И если говорить о том, как видят современные подростки, какой образ смерти у них есть, с одной стороны, мы можем утверждать, что, ну, формально нам представление о смерти у современных подростков соответствует, да, зрелым представлениям, взрослым представлениям о смерти. Все они знают, что смерть необратима, что она неизбежна, гипотетически знают, да, что смерть универсальна, умирают все, да, и все живое, что смерть имеет какую-то причину. Чаще всего, да, здесь, конечно, когда мы говорим про подростков, еще в силу выборки, да, обычно если подростки сталкиваются со смертью сверстников, то это, ну, смерть, да, в результате каких-то несчастных случаев. Поэтому здесь у них есть очень своеобразное представление о причинности, да, это либо болезнь, либо несчастный случай. Ну, и смерть, да, собственно, прекращает наше телесное существование. Мы не видели ни одного подростка, да, в своей практике, который бы это не знал или подвергал сомнению какой-то из этих тезисов, если бы мы с ними про это говорили. Но вместе с тем есть особенности подросткового возраста и подростковой психики. Но, с одной стороны, высокая эгоцентричность, да, то есть я знаю, что все, конечно, умирают, но, скорее всего, со мной этого не произойдет. Ну, никогда, либо, да, в какой-то ближайшей перспективе. Биологические особенности все-таки, да, это возраст про расцветание, про созревание, да, про построение каких-то планов, а не тот возраст, когда, да, мы думаем о смерти и угасании. Психологический, да, аспект когнитивный – это время, когда, собственно, люди строят планы на будущее, да, тревожатся за будущее, планируют, но не время, когда думают о конечности жизни. Ну, и социальный аспект, с ним, в общем-то, все сложно. То, о чем я говорила перед этим, никто не обсуждает. В общем, что нашел, с тем и живешь, да, то как-то и перевариваешь. Собственно, что мы делаем, да, сейчас, откуда мы берем эти подростковые представления о смерти? У нас было несколько этапов. Сначала мы пытались спрашивать открытые вопросы, похожие на те, которые задают иностранные коллеги, на это менялись ли ваши представления о смерти, если вы говорите, то с кем говорите, там, какие эмоции испытываете, если думаете о смерти или видите, да, там, где-то в кино и фильмах. Но оказалось, что на открытые вопросы мы получаем очень формальные, малосодержательные ответы, поэтому дальше мы перешли, да, уже к устным интервью, исследованию ассоциаций, ну, и в дальнейшем на контент-анализе того, что мы получаем. И, собственно, какие пока, да, мы можем сделать общие выводы. Ну, во-первых, у подростков есть очень много достаточно разнообразных представлений о смерти. Они не связаны ни с полом, ни с возрастом. Мы не можем, да, сейчас сказать, что там у девочек, да, подростков больше таких, мысли у мальчиков больше таких. не связаны, там, например, со способом, с выбором, да, там, способа суицида, не связаны с каким-то, да, там, личным опытом. Да, вот просто у подростков очень много разных, разных представлений о том, какая может быть смерть. Общим является то, что в целом подростков мы не видим дихотомии между жизнью и смертью, что есть, да, какое-то состояние, когда ты жив, и есть совершенно, да, там, другое состояние, когда ты мёртв. Очень многое они размышляют о том, что можно быть живым, но при этом не проживать свою жизнь, да, и о том, что вообще-то мы не знаем, что ждёт нас после смерти, да, поэтому здесь граница, да, вот эта, она для подростков, ну, как бы осознаваема, но не очевидна. И большинство подростков имеют представление, да, там, в той или иной степени размытые о том, что может быть какая-то жизнь после смерти. Это не обязательно, да, какие-то идеи о райской или о прекрасной жизни, да, возможно, о том, что это абсолютная пустота и чернота, в которой ты оказываешься, разные идеи, да, о реинкарнации, прирождении, ну, в общем, о том, что что-то ещё там дальше есть. Есть, дальше, да, если мы как-то попробуем вот на этом этапе разделить, какие есть представления, да, о смерти, то мы получаем такие два глобальных направления. Первое – это наличие концепций, которые наделяют смерть, ну, какими-то особыми, да, там, параметрами, качествами или смыслами. Чаще всего это некоторые романтические представления о смерти, в ряде случаев героические представления о смерти, ну, иногда, да, это какие-то такие мистические ответы в духе того, что смерть – это что-то очень загадочное, это что-то, что может наделить тебя некоторыми особыми качествами, сделать тебя неуязвимым, ты сможешь всех видеть или слышать, при этом тебя никто не будет видеть или не слышать, ты будешь везде, но не будешь нигде. И вот для подростков с такими представлениями о смерти мы можем говорить, что суицид чаще становится, ну, при суицидальной попытке смерть может становиться одной из целей, да, то есть я хочу, чтобы моя смерть, ну, не просто завершила мою жизнь, но определенным образом выглядела, да, и вот там меня увидят, да, или то, как меня найдут, то, как там, да, другие люди, в первую очередь сверстники, ну, или близкие, будут переживать мою смерть, да, там, как они будут про это плакать и горевать, и как это будет красиво, она становится очень важной частью при совершении суицидальной попытки, так же, как, да, какие-то мистические, героические концепции. И есть отдельная, да, там, группа представлений о смерти или образов смерти для подростков, это такая смерть, как прекращение страданий. Фактически при более подробных, да, там, разговорах с подростками оказывается, что это не столько отдельный образ смерти, сколько, ну, скорее, способ решения проблемы, да, я знаю, что смерть – это не что-то, да, там, вот такое особенное отдельное, это просто способ, которым я могу решить те сложности, с которыми я сейчас сталкиваюсь, да, ЕГЭ, конфликт с родителями, разрыв, да, каких-то любовных отношений и так далее. Поэтому вот на этом этапе мы пока затрудняемся, является ли это, да, какими-то отдельными представлениями о смерти или, скорее, ну, таким техническим, да, там, моментом. Отдельно, конечно, очень много мы обсуждаем с ребятами про то, как влияет, может влиять, да, современная культура на суицидальные попытки и вообще на их образ смерти. Потому что больше всего волнует очень часто, да, там, родителей. Вокруг этого всегда есть очень много гипотез, да, и у социалистов, и у близких, что вообще, да, вот суицидальная попытка происходит в основном в результате того, что подростки что-то читают, смотрят, там, видят и так далее. И здесь, ну, сами подростки прекрасно приводят, да, там, примеры, которые мы можем сами, да, тоже привести. Ну, о том, что вообще-то смерть появилась не в современной культуре, да, и разные, там, фильмы о смерти, разнообразные, да, там, героические смерти, романтические смерти, да, там, книги существуют уже очень давно, да, но при этом, если, там, да, какие-то, например, аниме, да, там, подвергаются запрету, то Ромео и Джульетту, в общем, в целом никто читать не запрещает. Вот. Далее, ну, точно так же, как, собственно, и про тему суицида, да, это вызывает очень много разных хихиканий, да, и смешков у подростка про то, что, да, там, вот смотреть, да, там, например, сериал «13 причин, почему там родители или школы запрещают», а вот читать Анну Каренину можно всем, и никто не думает о том, что там вообще тоже описан прекрасный способ суицида. Безусловно, сами подростки более рефлексирующие, конечно, разделяют, да, что то, что они читают сами, выбирают сами, смотрят сейчас, но обладают для них более, большей привлекательностью, большей яркостью, и, конечно, да, там, героиня из сериала «13 причин», почему в большей степени может стать для них ролевой моделью, чем Анна Каренина. Но, да, вот сама по себе информация, да, о смерти, о том, что она может быть разной, да, о суициде, она всегда была доступна подросткам. Много мы говорим про группы смерти, которые, да, собственно, сами подростки сравнивают, да, скорее, вот для них, да, это что-то похожее на страшилки, которые рассказывали, да, например, там, в детском садике про гроб на колесиках, ну, то есть какой-то уже местный фольклор, скорее, который передается от одного к другому, который позволяет, да, ну, удовлетворить там некоторые потребности в автономности от родителей, в новых ощущениях, да, там, в рискованном поведении, но точно не добавляет, да, там, новых идей о смерти или не добавляет, там, да, ну, каких-то новых способов, например, как это можно совершить. В обратную сторону, если мы сейчас будем смотреть на современное, да, там, кино и литературу, хочется отметить, что появляется все больше фильмов и книг и для детей, и для подростков, которые показывают, ну, там, другие способы совладания со сложностями, которые вообще, да, там, говорят о том, что если у тебя есть суицидальные мысли, это повод искать помощи, а не искать способы, да, как совершить суицид, что очень многие кризисы проходят, и вот есть даже прекрасная на русский язык переведенная такая методичка от Всемирной организации здравоохранения в помощь, там, деятелям киноискусств для, ну, того, чтобы, да, там, лучше понимать, как, да, можно показывать в кино смерть, суицидальное поведение для того, чтобы это было, там, протективным фактором, а не фактором риска. Ну, и также мы проводили, да, со студентами исследования, правда, были уже юноши и девушки, 18+, ну, от 18, да, до, там, 23 лет, которые очень активно включены в японскую культуру, очень много смотрят аниме и манго, причем специально выбирали тех, кто смотрит, да, аниме и манго, манго учитают, да, такой тематики, да, суицидальной, и оказалось, что уровень, да, там, суицидальных переживаний у них не выше, чем у, да, там, юноши и девушек без подобного опыта просмотра, но выше уровень, правда, депрессивных и тревожных переживаний. Вот, и это, ну, тоже, да, достаточно интересно нам было посмотреть. Это, кстати, вопрос, да, почему проводили на юношах и девушках, очень сложно исследовать у современных подростков представление о смерти, потому что как только, да, мы начинаем в каких-то школах, там, например, говорить о том, что можно мы у вас, да, вот проведем исследование, поговорим с подростками о смерти, нам, конечно, да, сразу обычно говорят, что нет-нет, не нужно, да, вообще не нужно с ребятами про это говорить, а то мало ли что случится, не дай бог. И на основе, да, вот таких пока, да, интервью с подростками мы можем сказать, что, да, конечно, СМИ и культура могут влиять на образ смерти и на формирование суицидального поведения, но скорее они являются факторами-посредниками, да, то есть то, что может усилить те тенденции, которые уже есть у подростка, усилить, да, там, те мысли, которые у него появились, например, до просмотра фильма, да, а не стать причиной, да, там, этих мыслей на первый план факторов, да, причин выходят скорее личностные и семейные особенности. Да, и, ой, прошу прощения, ну, собственно, если мы будем говорить о том, ну, вот на сегодняшний момент, да, какие личностные и семейные особенности это могут быть, на первый план выходит такой фактор, как наличие безопасной привязанности, да, вот наличие безопасной привязанности оказывается лучшим и наиболее широким протективным фактором суицидального поведения и для формирования каких-то более развернутых на современных представлениях о смерти. В основном это работает потому, что подростки, которые имеют безопасную привязанность, да, в семье, могут более спокойно инициировать разговоры о смерти и со своими родителями, и со значимыми близкими, и со сверстниками, да, и получить, ну, вот некоторые, да, какой-то более такой сформированный образ смерти, да, потому что то, с чем мы столкнулись, да, вот я там несколько слайдов назад говорила о том, что есть у подростков, да, какие-то романтические, мистические представления о смерти, да, есть идеи о реинкарнации. И сложность в том, что это носит очень фрагментарный, да, характер. Подросток может сказать, да, я верю в то, что возможна жизнь после смерти, но поскольку он думает это, да, там, сам в себе, ни с кем не обсуждает, то ответить на какие-то дальнейшие вопросы, да, там, сделать дальнейший шаг он не может, да, там, не может рассказать о том, а как выглядит, да, там, эта жизнь после смерти, а что это за перерождение, да, там, от чего это зависит, и когда мы начинаем задавать эти вопросы, да, здесь начинается, ну, как какой-то процесс рефлексии, да, там, ну, а действительно, да, там, а как это будет, а если я предприму свою цедальную попытку, то что дальше, что меня ждет, да, вот эта там новая жизнь, она каким образом начнется, вот, и те, да, у кого, собственно, уровень, ну, привязанность, да, более безопасная, да, там, самооценка более устойчивая, они проще могут, да, да, вот такие разговоры вести вообще с разными людьми. Ну, и на данном этапе, да, собственно, выводы, которые мы можем сделать, первое, да, там очень важно, да, особенно специалистам, ну, и на самом деле, да, родителям и близким учитывать современный социальный контекст. Мы можем очень много говорить, да, что современная культура, там, СМИ, книги, комиксы, все это формирует неправильные представления о смерти, но на самом деле сейчас, если мы активно читаем, да, там, подростковую литературу, интересуемся тем, что подростки смотрят, да, читаем, да, что-то из разряда Young Adult, мы можем найти очень много, наоборот, да, там, ресурсной, поддерживающей литературы и предлагать, да, там, обсуждать и читать ее, и наоборот, да, собственно, не просто зная, что где-то там в аниме, да, что-то такое ужасное про суицид, и вообще там все, да, бесконечно, только и делают, что предпринимают, да, какие-то суицидальные попытки занимаются селф-хармом, да, зная, какая философия, да, там, откуда это вообще берется и как это приходит, мы можем быть более компетентными и более устойчивыми в разговоре с подростками, да, для того, чтобы формировать вместе, да, какую-то новую концепцию смерти для них. Второе, да, это, наверное, самое важное, что мы можем делать, это говорить с подростками о смерти, да, вот для того, чтобы у подростка был какой-то более или менее, да, там, здоровый образ смерти, да, ему нужно про это с кем-то говорить, ну, потому что иначе, да, то, о чем я говорила, это какие-то очень фрагментарные, редуцированные представления на основе случайно найденной информации. Для того, чтобы мы могли говорить, нужно, чтобы специалисты и родители сами умели говорить с подростками о смерти на разных уровнях, да, начиная вот от какого-то вот человеческого разговора об интересах, да, вообще откуда ты это берешь и что тебе интересно, да, до, там, на возможности использования, там, направляемого открытия, да, например, или других, да, каких-то когнитивных техниках. И четвертое, да, наверное, что мы точно можем сказать сейчас, да, нам очень нужно проводить дальнейшие исследования того, как видят смерть подростки, причем особенно, да, подростки без суицидального опыта, потому что вот методологически эти исследования проводить гораздо сложнее, да, никто не хочет к своим подросткам пускай, да, вот поговорить о смерти. На этом, наверное, я закончу. Если есть вопросы, я готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Дарья Вадимовна. Как всегда, очень информативный, насыщенный, профессиональный доклад и очень полезный, чтобы понимать, что происходит с подростками, что происходит актуально сейчас. И вот эта проблематика манго, аниме, таких глупых самоубийц, очень здорово, что вы все это осветили. Пока, видимо, переваривается эта информация нашими участниками. Спасибо вам еще раз большое. И мы переходим к завершающему нашему участнику. С Дарьей Вадимовной прощаемся до следующей конференции. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Спасибо большое. Благодарю за внимание. Спасибо. Всего доброго. Лиана Леонидовна Алавердова, наш коллега из Нью-Йорка. Лиана Леонидовна, автор 11 книг, стихов и документальной прозы, включая книги по полярной психологии, и волонтер американского общества по предотвращению самоубийств, ведущая группа поддержки для друзей и родственников людей, погибших от суицида. И ее доклад будет посвящен шестой стадии горевания, обретения смысла жизни после личной катастрофы. Здравствуйте, Лиана Леонидовна. Спасибо большое, что вы с нами. Уже не первую конференцию. И, как всегда, с большим интересом ждем вашего такого очень насыщенного и практико-ориентированного сообщения. Спасибо. Сейчас я сделаю это... Вайдскрин. Скрин. А где мой этот самый... А вот... Скриншеринг. Я нажала на скрин. Почему-то это как мне советовали. А где же я... А, вот сейчас можно открыть. Вот. Слайдшоу. Да, я вижу. Ага. Слайдшоу. Окей, спасибо большое. Спасибо за подсказку. Да. Значит, сегодняшний доклад я посвятила такой теме обретения смысла жизни после личной катастрофы. Шестая стадия горевания. Я хотела сказать... Во-первых, еще раз я хотела поблагодарить... Я хотела поблагодарить за приглашение Дмитрия Викторовича Кавпака. И я хотела напомнить, что в прошлый раз тоже я говорила об этой книге, что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя. Она вышла в издательстве «Городец» в 21-м году. Это уже не первая моя книга на эту тему, но я каждый раз как-то по-другому освещаю эту тему, обогащаю ее своим опытом. И поскольку жизнь продолжается, я что-то новое узнаю, спешу с этим делиться. И, значит, эта книга, потом я к ней еще вернусь, но сейчас вкратце вот так. И я говорю, в частности, о том, что я делаю как волонтер. Одно из направлений деятельности – это организация таких походов, то есть помощь в организации походов. Американский фонд по превенции суицида, они делают это уже давно. Это большая, очень испытабельная организация. У них 73 отделения по всей Америке. И я принимаю участие в бруклинском походе ежегодно, потому что я живу и работаю в Бруклине. И вот это, кстати, молодой человек стоит вот здесь. Это один из членов моей группы, которые я веду. Но он потом стал волонтером. Это предмет моей гордости, что вот он стал волонтером этой организации тоже. И вы видите стол, там они за этим столом, там разложили какие-то товары, что есть слога, и люди могут это себе приобретать, и в пользу этой идет организации. Вот это стол с разными бусами для участников. Оранжевый для тех, кто потерял брата или сестру. Синий в поддержку борьбы с суицидом. Белый для тех, кто потерял сына или дочь. Голубые в поддержку тех, кто страдает или пытался покончить с собой. Тут просто не видно. Вот сил такой цвет бирюзовый. Зеленый для тех, кто пытался покончить с собой. Красный – это утрата супруга или партнера. Золотый – утрата родителей. Фиолетовый – утрата родственника или друга. Ну, я просто напомню, почему я принимаю участие во всем этом. Потому что я почти 18 лет назад потеряла родного брата. Единственного моего брата, младшего брата, я потеряла. Он покончил с собой. Это было здесь, в Нью-Йорке. Вот слева вы видите Ам Эми Монаган. Она директор Нью-Йоркского отделения ФСП. А тут вот на этом стенде обращения, записки. Люди чувствуют, что им легче становится на душе, когда они напишут что-то, как будто посылая в небеса обращения к своим любимым. Значит, наша команда была одной из тех, кто собрал наибольшую сумму, и нам выдали транспарант с названием команды. Это сидит тоже одна женщина, которую я пригласила участвовать в этом походе, из участницы группы поддержки. Вот это тоже один из участников группы поддержки. Его зовут Мел. Он потерял сына почти два года назад. И я как капитан команды, ну, я просто себя объявила капитаном команды, потому что это помогает мне делать фандрейзинг, исплачивает людей, собирать их в этот поход. Это мы в одном из бруклинских парков. Там это, конечно, люди, многие из которых, я их не знаю вообще, они просто пришли, потому что или погиб кто-то из близких, или они просто поддерживают, или у них самих суицидальные попытки. То есть они принимают близко к сердцу эту проблему. Вот, значит, мы проходимся, тут тоже одна из членов моей группы, женщина молодая, у нее погибла мать, и мы идем вместе. Ну, понимаете, это бодрит, это очень хорошо и полезно. И помимо того, что мы идем, я обычно с кем-то разговариваю, из участников похода. Да, если кто-то чувствует, что ему трудно пройти, это фактически мы ходим вокруг парка, несколько таких проходов. Каждый по желанию, сколько хочет, столько идет. Вот, а тут вы можете видеть, это другое направление моей деятельности. Я веду группу поддержки. Я веду уже долгие годы, ну, как долгие, 7 лет я веду. Я вначале в одной библиотеке работала, потом в другой, и продолжаю вести. Значит, группа, это, значит, вы можете прочитать, я быстро переведу. Это группа неформальная, полностью бесплатная, группа поддержки тех, кто потерял близких. Нет необходимости сражаться одному. Пожалуйста, приходите и поделитесь своей историей с теми, кто пережил суицид на их взаимной поддержке. Программа модерируется тренированным волонтером из American Foundation of Suicide Prevention. Не требуется регистрации. Пожалуйста, приходите вовремя. Если бы вы хотели присоединиться, то вот Лиана, вот ее e-mail. И информация, которую мы делимся, она конфиденциальная. И никому не разрешается смотреть, вот приходить в нашу комнату виртуальную во время нашей сессии. Когда-то это было лицом к лицу. Мы делали раз в месяц. Но потом началась пандемия. И поскольку пандемия, ну мы все были изолированы, библиотеки закрыты, все было закрыто, люди сидели дома изолированы. Это было ужасно для многих, которые только-только потеряли близких. И вот моя группа была одной из таких отдушин. Они могли присоединиться к ней легко, и мы беседовали раз в неделю. Я сделала это раз в неделю. Я продолжаю теперь раз в неделю. Попробовала опять лицом к лицу, но что-то вижу, люди не хотят приходить. Это же город огромный, трудно добираться. Вечером уже темно, страшновато, незнакомые районы, если особенно. То лучше продолжать эти встречи по Зуму. Что я и делаю. То мы встречаемся по средам, сейчас я стала встречаться по четвергам. В общем, я думаю, что это удобно. К тому же я хотела добавить, что участие, и что я еще делаю как волонтер, это healing conversations. То есть мы беседуем с теми, кто недавно потерял близких по телефону. Раньше это было тоже, мы два волонтера ходили по домам, а теперь мы встречаемся лицом к лицу, ну, то есть через Зум, или Зум, или телефон по Фейсбуку. В общем, разные средства по Скайпу это можно делать. Беседовать с тем, кто потерял близкого, уже получается индивидуальная встреча. Стараются совместить, если человек потерял близкого, там, предположим, отца или мать, то, чтобы он встретился с волонтером, который потерял отца или мать. То есть вот так, по типу утраты стараемся совместить. И еще участие в healing conversation. Вот это вот то, что я сказала. Ну, и вот последнее то, что делается. Это вот проходит раз в году, в последнюю субботу перед Санксгиллингом, в нем благодарения, проходит такое мероприятие, как Международный день для тех, кто потерял близкого человека от суицида. Это было организовано демократическим сенатором Гарри Рейдом, еще было по его инициативе. И сейчас это проводится по всей Америке. В этом году это будет проходить в Колумбийском университете. Я принимала участие в организации в этом году, поскольку у меня семья, еще другие дела. Я сказала, что, наверное, я не буду фасилитейта, то есть модератор. Кто-то другой будет, но неважно. Но это очень замечательное мероприятие. Оно проводится с утра до трех часов дня, с десяти утра до трех часов дня. И там люди собираются вначале все вместе. Выступает какой-то спикер. Этот спикер обычно такая очень трогательная, очень прочувственная речь. Потом они смотрят вместе фильм документальный, посвященный теме утраты от суицида. Потом они разбиваются на группы по типам утраты и модерируются эти встречи. И обычно это большие группы, потому что со всего города люди собираются. А потом они собираются опять вместе. Там бывает какая-то заключительная церемония, обычно очень трогательная, очень милая, очень вызывающая слезы, и люди расходятся. Значит, и все это бесплатно совершенно. И завтрак, и ланч, все это включено. В общем, это очень благородное и хорошее дело. Вот в этом году, значит, нажму следующий слайд. Меня пригласили участие в конференции в Кливленде Огайо в июле 22-го года. Вот только недавно. Я была там как волонтер Американского фонда превенции суицида. И там у меня были очень яркие впечатления. Я не могла присутствовать физически на всех семинарах, программах. Но некоторые общие выступления, особенно некоторые встречи, меня особенно поразили. Оставили след. Одно из таких ярких выступлений было выступление Зака Уильямса. Это сын Робина Уильямса. Может быть, вы его узнаете. Это очень популярный американский актер. Робин Уильямс потряс весь мир несколько лет назад, что он покончил с собой. Зак Уильямс говорил о том, что когда погиб его отец... Когда-то в свое время он тоже очень страдал из-за того, что погиб его воюрный брат. Мальчиком, подростком умер. И не с кем было говорить. Как-то он все в себе таил. И вообще культура вот этого... Такая психотерапия, она же постепенно тоже развивается во всем западном мире, во всем мире. И постепенно он... Особенно когда погиб его отец, он старался быть крепким, он старался быть сильным. Он как будто бы загнал это все вовнутрь. Но это ему плохо обернулось. Он стал себя чувствовать ужасно. В общем, и когда он полностью уже стал психологически разваливаться, он обратился за помощью. И вот основной смысл его речи состоял в том, как важно... Как он говорил, mental hygiene, гигиена психологическая, ментальная гигиена. Как важно следить за своим здоровьем и физическим тоже. И движение, и медитация, и правильное питание, и журнал благодарности. И все это вот такое. В общем, хорошая была, замечательная речь. После этой речи, я помню, все столпились, что получить автограф, сфотографироваться с ним. А я, наоборот, пошла к тому, кто возглавляет Американский фонд прененции суицидов. Мне хотелось, потому что он выступал до этого, и никто, с исключением одной женщины, не стоял перед ним. Я пошла к этому человеку, потому что я восхищаюсь этой организацией. Я волонтер, мне хотелось лично его поблагодарить. А эта замечательная женщина, это, значит, Ронни Уокер. Я с ней познакомилась там на этой конференции, у нее был столик. Alliance of Hope – это еще одна организация, именно for suicide law survivors. И мы с ней как-то взаимно проникли симпатии. Организация для тех, кто пережил суицид. Во-первых, она сама самостоятельно организовала веб-сайт в 2008 году, давно. Но этот сайт стал очень популярным, потому что там люди пишут друг другу и поддерживают друг друга онлайн. В любое время дня и ночи они могут найти поддержку, читать эти чаты и общаться друг с другом. И покончил с собой ее пасыдок, она уподобляет это взрыву бомбы. Вот кончина от суицида кого-то близкого – это все равно, что в семье взорвалась бомба. И это раненые, люди ранены, люди страдают, люди разбросаны. В общем, это ужасно. И вот эта ее организация – это одна из замечательных организаций. Ну, не единственная, естественно, но тоже крупная. И я восхищаюсь этой женщиной и то, что она делает. Ну и третья встреча и беседа. У нас был такой спикер, к нам пришел Дэвид Кесслер. Дэвид Кесслер – он автор книги «Finding Meaning – The Sixth Stage of Grief». В свое время Дэвид Кесслер… Да, значит, перевод из «Нахождение смысла» – шестая стадия горевания. Значит, я эту книжку у него купила, автограф получила его. Книжка замечательная, интересно написана. Сам он… Когда-то он был соавтором Элизабет Кюблер-Росс. Ну, все знают Элизабет Кюблер-Росс – это автор, которая впервые написала «Five Stages of Grief» – «Пять стадий горевания». Значит, он вместе с ней написал «O grief on grieving» и «Life Lessons» – такие книги. И эти пять стадий, всем известно, значит, отрицание, гнев, торг, депрессивное состояние и, наконец, принятие. Но, как говорит он, с годами я понял, что исключевая шестая стадия в процессе излечения от горя – это «Нахождение смысла». При этом он опирается на Виктора Франкла и его терапию с мыслом, которую, я уверена, психологи знают все. Виктор Франкл – это именно известная психологическая величина. Когда мы сталкиваемся с безнадежной и неизменной ситуацией, мы вынуждены измениться сами. И это очень-очень на самом деле важно. И Дэвид Кесслер, он вообще стал специалист по горю, к несчастью для него. Ну, он потерял мать рано, у него тоже были утраты тяжелые в жизни. И он призывается, сам является как бы как скорой помощи, психологической скорой помощи. Вот когда был 11 сентября, когда бывает айвая катастрофа, его приглашают для того, чтобы он беседовал с теми, кто уцелел, кто потерял близких людей. Терапию с мыслом, вот он как бы формулирует ее вопросами, которые психолог может задать. Как вы можете почтить память своего любимого человека? Как вы можете создать иную жизнь, помня о них? Как вы можете использовать свой опыт, чтобы помочь другим? Значит, теперь я хочу сказать о тоже еще одной знаменательной встрече, которая произошла вне рамок этой конференции. Это просто жизнь преподносит все время какие-то сюрпризы. Я, значит, до отъезда на эту конференцию, вдруг мне пишет по Фейсбуке месседжи какая-то незнакомая женщина и говорит, Лиана, вы автор книги «Что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя?» Я говорю, да, а что, почему? Она говорит, ну вот, вы знаете, я видела про вашу книгу в фильме Елены Погребежской. Мой муж внезапно убил нашу дочь, нашу собаку, и потом себе я говорю, да, что вы говорите, я понятия не имею. Во-первых, я незнакома была с Еленой Погребежской своему стыду. Она, оказывается, очень популярный документальный режиссер, документалист. Потом я, значит, стала смотреть, естественно, что там про книгу и что там, что вообще, о чем там вообще. Это, конечно, совершенно ужасная история. Это был как бы медосуицид, то есть убийство, самоубийство, случаи, когда муж, желая отомстить жене там и помешавшись, они были в сепарейте, разделились, стали отдельно жить, но она ему дозволяла видеться с ребенком, потому что она считала, что это ребенок и его, и ее. И вот он, когда она была там на даче, оставила ребенка, маленького ребенка, которого она обожала, и муж тоже любил, все, во всем признакам он любил, и вкладывал много души в этого ребенка. Он выбросил ребенка из балкона, он выбросил с балкона их любимую собаку, и он сам покончил с собой. И вот эта вот женщина, ну, немыслимое горе, совершенно немыслимое горе. Ее зовут Карина Кугель. Значит, она была просто в полном... Я даже не могу описать, естественно, это никто не может представить и описать, в каком состоянии она была. И она на столе у своего психолога, она увидела мою книгу. Она говорит, можно я почитаю? В общем-то, Адалай, или тот, я не знаю. В общем, она прочла эту книгу, и она, говорит, она мне помогла в том плане, что я поняла, что мне делать, что мне нужно что-то делать. Я не могу вот так просто вот... И она стала, в общем, заниматься таким проектом, выжить, основала этот проект выжить. Ну, для меня это очень тоже было значимо, когда я узнала о том, что она примила... В принципе, для этого эта книга и была написана. Я просто привожу эту цитату, значит, вы видите, «Моя мстикса и стонс can break our bones, but silence break our heart». Значит, это популярная такая фраза из стихотворения Филлис Макгинли, автор этого стихотворения, «Стинкс и стонс are hard on bones aimed with angry art, words can sting like anything, but silence breaks our heart». То есть могут нас разбить какие-то камни и какие-то палки, наши кости, и слова могут жалить, как сердитые пчелы, но молчание разбивает наши сердца. Это можно отнести, эту фразу, ко всем тем, кто пережил смерть близкого человека от суицида, потому что на самом деле молчание, замалчивание суицида, замалчивание трагедии, оно ничего хорошего не ведет. И, значит, память об ушедших можно сделать очень много. Можно, как говорил Давид Кеслер, о больших и малых делах. Можно написать воспоминания о любимом человеке, можно поделиться этим воспоминанием, посетить места, где были вместе. Можно соблюдать традиции, которые были дороги для ушедшего. Позаботиться о людях, которые были важны для него. Стать волонтером. То есть на самом деле очень большой спектр всего того, что можно сделать в память и почитать любимого человека. И вот что, например, вот отрывок я перевела из Дэвида Кеслера. Люди часто думают, что нет способа исцелиться от страшной утраты. Я верю, что это неправда. Вы исцеляетесь, когда вы можете вспоминать о тех, кто умер, более с любовью, чем с болью. Когда вы находите способ придать смысл вашей жизни таким образом, что он будет почитать память ушедших. Такой путь требует решимости и желания сделать это. Но найти смысл после утраты не нечто экстраординарное, но вполне обычное. Это происходит все время во всем мире. Вот Карина Когель – это человек, она живет в Минске. Она живет в Минске. Настолько далеко от меня, как только возможно. И тем не менее человек вот... Я восхищаюсь ей. Сейчас я покажу. Вот это она. Сильный человек. Сильный человек. Она сумела найти помощь и другим спасение. Если можно, шум, пожалуйста, прекратите здесь. Люди обладают резиновой способностью сопротивляться обстоятельствам и горю, которая обрушилась на них. Горе с годами, говорят, не уменьшается, но мы становимся больше. Вот. И я еще хочу сказать напоследок своего выступления. Может быть, я слишком пробежала, я торопилась. Я понимаю, что уже конец встречи. Вот я хотела бы сказать еще, чтобы... Горюющему надо, чтобы горе его было призна окружающим. Ему надо... Это вот не мои слова, не я такая мудрая. Это словал Давид Кеслер, и я с ним полностью солидарна. Он... Чтобы его поняли, чтобы мог излить свое горе, чтобы были свидетели того, как он горюет, чтобы об этом горе можно было говорить, и чтобы он был не одинок, но в окружении понимающих и сочувствующих людей. Дело в том, что... Дело в том, что, ну, как вы знаете, суицид – это табуированная тема, и во многих обществах она до сих пор остается табуированной темой. Очень некомфортная. Люди не хотят говорить так, и в Америке постепенно оттаивает общество, постепенно оно становится более толерантным в этом вопросе. Не то, что говорят, что суицид – это хорошо, никто этого не говорит, что это приемлемо, нет, это ужасно. Но, по крайней мере, родственники и друзья, те, кто потерял близких, от них перестают шарахаться, они не становятся как бы стигматизированы, как бы клейменные вот эти трагедии. И вот это вот нужно... Вот в этом плане нужно, конечно, много еще проделать, и много нужно помогать тем, кто говорит. И надо говорить, зачем он говорит оба своей горе? Ну, не только касается суицида. Зачем? Кому это нужно слушать? Это нужно ему, чтобы люди слышали. Ему нужно выговориться. Это необходимо. Сколько бы раз он не говорил или она. Это нужно. Это необходимый процесс исцеления. Да, потом один из семинаров был очень хороший, который я посетила. Энди Макнил, автор вот этого интересного зрительного образа, который... Там у него по-другому выглядела эта пальма, но суть не в этом. Суть в том, что он показал нам искребленные пальмы, которые, тем не менее, смотрят в небо, смотрят к солнцу обращены. Это во Флориде есть такие пальмы. Что это за пальмы? Это пальмы, которые пережили ураган. И вот пальмы, которые... Некоторые пальмы, которые пережили ураган, вот они так навсегда искривлены. Они будут расти так криво. То есть это след этого урагана навсегда в них запечатлен. Подобно людям, которые пережили суеверен близкого человека. Что-то в них навсегда изменилось. Но, тем не менее, они будут стремиться к свету. Они будут стремиться... У них есть даже надежда. Это не значит, что их надо похоронить себя и похоронить с тем, что они похоронили своих близких. Они могут помогать другим. И через это они могут исцеляться сами. Для своей души, для душ других людей, которые их окружают. Вот. Ну, я в конце привожу свой e-mail. Если кто-то хочет со мной контактировать, какие-то вопросы по e-mail, пожалуйста, пишите. Это мой личный e-mail. В общем-то, меня, Дмитрий Викторович, по-моему, уже не первый раз называет коллегой. Большое спасибо. Я не профессиональный психолог, но я волонтер, который много просто знает по этому вопросу, по этой теме. Так что я очень вам благодарна. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо большое, Леона Леонидовна. Я абсолютно искренне, с большим уважением. И я считаю, на полном основании, считаю вас коллегой, потому что вы делаете очень важное дело. И так же чутко и профессионально, и с большим опытом. Я думаю, что большинство коллег меня здесь поддержат. Мы уже не первую конференцию с вами общаемся и слушаем эти важные и замечательные доклады. И вот эта прекрасная метафора про влияние, как на пальму, этих жестких факторов среды и того, что происходит в нашей жизни. Но, тем не менее, выбор в пользу жизни и желание жить, и возможность, которую черпает вот эта пальма из сложившихся обстоятельств для нас. Это прекрасный пример, очень живой, яркий и важный. Поэтому ваша книга замечательная, «Что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя» это, я считаю, что ресурс на уровне того же Виктора Франкла. И очень рекомендую всем ее почитать. Для этой темы это действительно важный ресурс. Это действительно видение, что вот за этой стеной утраты может быть жизнь дальше, что она может продолжаться, и что эти усилия, они оправданы, чтобы продолжать эту жизнь. Спасибо. Я очень бы хотела, чтобы у вас тоже бы существовали такие группы поддержки, чтобы люди, которые именно пережили суицид, самостоятельно или под влиянием психолога. Потому что у нас тоже есть платные группы, есть платные группы, есть группы, которые как бы по определенному сценарию ведутся, психологам по определенным этапам. У них есть план тоже. Это планированные закрытые группы так называемые. Моя группа открытая. Я не могу сказать, человеку нет. Поэтому у нас есть и новички, и те, кто давно ходит. То есть у нас такая смешанная группа. Ну, в общем, мы помогаем друг другу словом, поддержкой и все такое. Но вот есть ли такого плана, и любого плана хорошо, чем отсутствие их? Да, спасибо большое. Вот Анастасия Пургина в чате дала ссылку на такие же подобные бесплатные встречи. В этом старается и наша ассоциация принять участие. Поэтому эта ссылка именно на мероприятие ассоциации, которое будет проходить 19 ноября. Поэтому мы приглашаем тоже тем, кто пережил суицид близких, поддержать вот это мероприятие Фонда превенции суицидов американского, чьи инициативы мы тоже поддерживаем здесь у нас в России. И большое количество благодарностей в чате вам, Леониде Леонидовне. Конечно, есть и персональные приветы, которые вам хотят передать. Сейчас я постараюсь найти. Чат перемещается. Я думаю, что организаторы вам скинут ссылку тоже, чтобы посмотреть. Сейчас я несколько постараюсь зачитать. Мария Ильич передает вам большой привет и благодарит вас за интересный доклад. Есть вопрос Андрей Кашкаров. Скажите, пожалуйста, отчего, на ваш взгляд, недостаточно результативно работают государственные социальные органы, в основных задачах которых профилактика суицидов? В США, там, где вы знаете эту ситуацию, в России тоже есть органы соцзащиты, однако они работают только в заявительном порядке, да и то, на мой взгляд, в нашей теме номинально. Кроме того, есть кризис доверия пациентов или представителей потенциально рискованной группы к специалистам. Между прочим, я хотела поделиться, что последние несколько месяцев уже по всей Америке существует телефон 988. Это телефон психологической службы. То есть за это довольно долго боролся американский фонд по превенции суицидов, он довольно долго боролся. Это, конечно, большой расход, потому что, чтобы обслужить вот такую службу, как вот скорую помощь, как службу скорой помощи психологической, это потребовалось, ну, как бы даже дополнительное налогообложение в Штатах. Каждый штат по-своему эту проблему решил. Это делают волонтеры, это делают психологи, но это существует. 988 по всей Америке. Но к этому обществу очень долго шло, и это большие затраты. Даже на телефон якобы какую-то накинули нам цену, чтобы люди могли пользоваться этой службой, я слышала, да. Делается много. Спасибо большое. Ну, очень много в чате, опять же, благодарностей, слов признательности за такое наглядное выступление, очень мотивирующее и вдохновляющее. Спасибо вам еще раз большое. И за ваши книги, конечно. Тоже отдельное спасибо целое. И за приглашение, да, спасибо. Потом, может быть, если потом вы мне перешлете этот чат, потому что я сейчас не могу одновременно быть здесь, одновременно быть не здесь. Да, обязательно организаторы перешлют, и вы сможете почитать все отклики. Спасибо. Да, ну, мы прощаемся, да, я тогда ухожу. Да, спасибо еще раз, Леонид Иванович. И мы, как бы, говорим до свидания, что обязательно на следующий год ждем вас с новым сообщением, с новыми яркими такими метафорами, ну и, возможно, с новыми книгами или статьями, для того, чтобы мы могли поделиться. Спасибо для народной деятельности. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы подошли к завершению восьмой уже по счету ежегодной конференции, которая посвящена проблематике суицидов, суицидологии, актуальные проблемы, вызовы и современные решения. Мы надеемся, что эта конференция была для вас полезной. Спасибо большое за вашу активность в чате. Спасибо большое за отклики, за слова благодарности. Мы это очень ценим и планируем в следующем году продолжить эту работу. К сожалению, жизнь ставит перед нами непростые вызовы. И тем более в такой сложной ситуации нам важно в профессиональном сообществе делиться опытом, делиться знаниями и видеть свет в конце туннеля, видеть все-таки и возможности, и решения, несмотря на эти вызовы. Спасибо вам еще раз от лица организаторов Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и от лица всех спикеров. Будем ждать вас на других наших мероприятиях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok